Смысловой перевод священного Корана на русский язык. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. Сура Аль-Фатиха. Открывающая Коран. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня Воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Сура Аль-Бакара. Корова. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Алиф, Лам, Мим. Это писание, в котором, нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных. Которые веруют сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя и убеждены в последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Воистину неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало. Им уготованы великие мучения. Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день, однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они отвечают, только мы и устанавливаем порядок. Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Когда им говорят, уверуйте так, как уверовали люди, они отвечают, неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы? Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Когда они встречают верующих, то говорят, мы уверовали. Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят, воистину мы с вами, мы лишь издеваемся. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство, но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путем. Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые. Они не вернутся на прямой путь. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь. Когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. О, люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь? Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей. Не звел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйтесь с Аллахом сознательно. Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если же вы этого не сделаете, а ведь вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, растопкой которого являются люди и камни. Он уготован неверующим. Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить, это уже было даровано нам прежде. Но им будут давать нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. Воистину Аллах не смущается приводить притчи о комаре или о том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят, чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу. Посредством нее он многих вводит в заблуждение и многих наставляет на прямой путь. Однако он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев. Которые нарушают завет с Аллахом, после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке. Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и он оживил вас? Потом он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к нему. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи. Вот твой Господь сказал ангелам, я установлю на земле наместника. Они сказали, неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя. Он сказал, воистину, я знаю то, чего вы не знаете. Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал, назовите мне их имена, если вы говорите правду. Они ответили, пречисты, мы знаем только то, чему ты научил нас. Воистину, ты знающий, мудрый. Он сказал, о Адам, поведай им об их именах. Когда Адам поведал им об их именах, он сказал, разве я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и на земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете? Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Мы сказали, о Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, ешьте там в волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников. Сатана же побудил их споткнуться о Него и вывел их оттуда, где они находились. И тогда мы сказали, не извергнитесь и будьте врагами друг другу, земля будет для вас обителью и предметом пользования до определенного срока. Адам принял слова от своего Господа, и он принял его покаяние. Воистину, он, принимающий покаяние, милосердный. Мы сказали, не извергнитесь отсюда все. Если к вам явится руководство от меня, то те, которые последуют за моим руководством, не познают страха и не будут опечалены. А те, которые не уверуют и сочтут ложью наши знамения, будут обитателями огня, они пребудут там вечно. О, сыны Исраила! Помните милость, которую я оказал вам. Будьте верны завету со мной, и я буду верен завету с вами. Меня одного страшитесь. Уверуйте в то, что я не спослал, в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену, и меня одного бойтесь. Не облекайте истину в ложь, и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее. Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися. Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Ведь вы же читаете Писание. Неужели вы не образумитесь? Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных. Которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом, и что они возвратятся к Нему. О, сыны Исраила! Помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что я возвысил вас над мирами. Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться, и когда им не будет оказана поддержка. Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа. Вот мы разверзли для вас море, спасли вас и потопили род фараона, тогда как вы наблюдали за этим. Вот мы определили Мусе сорок дней, а после его ухода вы стали поклоняться Тельцу, будучи беззаконниками. После этого мы простили вас, быть может, вы будете благодарны. Вот мы даровали Мусе писание и развлечение, быть может, вы последуете прямым путем. Вот сказал Муса своему народу, о мой народ, вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться Тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя. Пусть невинные убьют беззаконников. Так будет лучше для вас перед вашим Создателем. Затем он принял ваше покаяние. Воистину, он, принимающий покаяние, милосердный. Вот вы сказали, о Муса, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто. Вас поразила молния или постигла гибель, тогда как вы наблюдали за этим. Затем мы воскресили вас после смерти, быть может, вы будете благодарны. Мы осенили вас облаками и неспослали вам манну и перепелов. Вкушайте блага, которыми мы наделили вас. Они не были несправедливы по отношению к нам, они поступали несправедливо по отношению к себе. Вот мы сказали, войдите в этот город и ешьте в волю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите «прости нас». Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро. Беззаконники заменили сказанное им слово другим, и мы неспослали на беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво. Вот Муса попросил питья для своего народа, и мы сказали «ударь своим посохом по камню». Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. «Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие». Вот вы сказали «О, Муса, мы не сможем вынести однообразную пищу. Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Он сказал «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, и там вы получите все, о чем попросили». Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергали знамение Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло потому, что они были ослушниками и приступали к границе дозволенного. Воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. «Вот мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору. Крепко придерживайтесь того, что мы даровали вам, и поминайте то, что содержится там. Быть может, вы устрашитесь». После этого вы отвернулись, и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток. «Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений, а также назиданием для богобоязненных». Вот Муса сказал своему народу, «Аллах приказывает вам зарезать корову». Они сказали, «Неужели ты насмехаешься над нами?» Он сказал, «Упаси меня, Аллах, оказаться одним из невежд». Они сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы он разъяснил нам, какая она». Он сказал, «Он говорит, что она не старая и не телка, средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено». Они сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы он разъяснил нам, какой она масти». Он сказал, «Он говорит, что эта корова светло-желтого цвета, она радует смотрящих». Они сказали, «Помолись за нас своему Господу, чтобы он разъяснил нам, какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую. Если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем». Он сказал, «Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву, она здорова и не имеет отметин». Они сказали, «Теперь ты принес истину». Затем они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого. Вот вы убили человека и стали припираться по этому поводу. Но Аллах выявляет то, что вы скрываете. Мы сказали, «Ударьте его, убитого, частью ее, коровы». Так Аллах воскрешает мертвых и показывает вам свои знамения, быть может, вы уразумеете. После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл? Когда они встречали верующих, они говорили, «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили, «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли припираться с вами посредством этого перед вашим Господом?» Неужели вы не уразумеете этого? Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют? Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят «это от Аллаха», чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки. Горе им за то, что они приобретают. Они говорят «огонь коснется нас лишь на считанные дни». Скажи, неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит своему обещанию. Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете? О, нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями рая. Они пребудут там вечно. Вот мы заключили с сынами Исраила завет о том, что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха. Будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам. Будете говорить людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят. Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих. Вот я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об этом. Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из вас из жилищ, помогая одним против других в грехе и несправедливости. А если они приходят к вам плененными, то вы выкупаете их. А ведь вам было запрещено изгонять их. Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в день воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным учениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. Они купили мирскую жизнь за последнюю жизнь. Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь. Мы даровали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и укрепили его святым духом. Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? Они сказали, сердца наши покрыты завесой или переполнены знаниями. О нет! Это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера! К ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того, что было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в Него. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими! Скверно то, что они купили за свои души, отвергнув ниспосланные Аллахом, и завидуя тому, что Аллах ниспосылает свою милость тому из своих рабов, кому пожелает. Они навлекли на себя гнев один поверх другого. Неверующим уготованы унизительные мучения. Когда им говорят, уверуйте в то, что не спасал Аллах, они отвечают, мы веруем в то, что было неспослано нам. Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них. Скажи, почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими? Муса явился к вам с ясными знамениями, но в его отсутствие вы стали поклоняться тельцу, будучи беззаконниками. Вот мы заключили с вами завет и воздвигли над вами гору. Крепко придерживайтесь того, что мы даровали вам, и слушайте. Они сказали, слушаем и ослушаемся. Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их неверия. Скажи. Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими. Скажи. Если последний обитель у Аллаха предназначен только для вас, а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках. Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше многобожников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет, но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений. Аллах видит то, что они совершают. Скажи, кто является врагом Джибрилу? Он низвел его, Коран, на твое сердце, соизволение Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих. Если кто враждует с Аллахом и его ангелами, посланниками, Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих. Мы не спосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы. Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? Более того, большинство из них не веруют. Когда к ним пришел посланник от Аллаха, Мухаммад, подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из них, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав, воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим. Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души, если бы они только знали. Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязнены, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них, если бы они только знали. О те, которые уверовали! Не говорите пророку «заботься о нас», а говорите «присматривай за нами» и «слушайте». О неверующим уготованы мучительные страдания. Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, чтобы вам не спослалось благо от вашего Господа. Аллах же отмечает своей милостью, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника? Или же вы хотите попросить вашего посланника, как прежде они, сыны Исраила, попросили Мусу? Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути. После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Они сказали, не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан. Таковы их мечты. Скажи, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Иудеи сказали, христиане не следуют прямым путем. А христиане сказали, иудеи не следуют прямым путем. Все они читают Писание, но слова невежественных людей похожи на их слова. В день воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремиться разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в последней жизни. Аллаху принадлежит восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха, воистину Аллах объемлющий, знающий. Они сказали, Аллах взял себе сына. Причист он. Напротив, ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному все покоряются. Он творец небес и земли. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать, будь, как это сбывается. Те, которые лишены знания, говорят, почему Аллах не говорит с нами, почему знамение не приходит к нам? Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи. Мы уже разъяснили знамение людям убежденным. Мы отправили тебя с истинной добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях ада. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи, путь Аллаха — это прямой путь. Если же ты станешь потакать их желанием после того, как тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни помощником. Те, кому мы даровали Писание, и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него, а те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке. О, сыны Исраила, помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что я возвысил вас над мирами. Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда нельзя будет откупиться, когда ничем не поможет заступничество, и когда им не будет оказана поддержка. Вот испытал Господь Ибрахима повелениями, и тот выполнил их. Он сказал, я сделаю тебя предводителем людей. Он сказал, и из моего потомства. Он сказал, мой завет не коснется беззаконников. Вот мы сделали дом, Каабу, пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима местом моления. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу очистить мой дом для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. Вот сказал Ибрахим, господи, сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в последний день. Он сказал, а неверующим я позволю пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в огне. Как же скверно это место прибытия. Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома, Каабы. Господь наш, прими от нас. Воистину ты слышащий, знающий. Господь наш, сделай нас покорившимся тебе, а из нашего потомства общину, покорившуюся тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину ты, принимающий покаяние, милосердный. Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им твои аяты, научит их писанию и мудрости, и очистит их. Воистину ты могущественный, мудрый. Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Вот сказал Господь Ибрахиму, покорись. Он сказал, я покорился, Господу миров. Ибрахим и Якуб заповедали это своим сыновьям. И Якуб сказал, о, сыновья мои, Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям, кому вы будете поклоняться после меня? Они сказали, мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Исмаила и Исхака. Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся. Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали. Они сказали, обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путем. Скажи «нет» в религию Ибрахима, который был единобожником и не был одним из многобожников. Скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам, и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и Коленам, двенадцати сыновьям Якуба, что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся. Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он слышащий, знающий. Скажи, такова религия Аллаха, а чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся. Скажи, неужели вы станете припираться с нами относительно Аллаха, тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом? Нам достанутся наши деяния, а вам ваши деяния, и мы искренне перед Ним. Неужели вы скажете, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб и Колено, двенадцать сыновей Якуба, были иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете, или Аллах? Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете. Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали. Глупые люди скажут, что заставило их отвернуться от киблы, которой они поворачивали с лицом прежде. Скажи, Восток и Запад принадлежат Аллаху. Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, которой ты поворачивался лицом прежде только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть в вашей вере. Воистину Аллах сострадателен и милосерден к людям. Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают. Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, они все равно не станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться к их кибле. Никто не станет обращаться к кибле других. А если ты станешь потакать их желания после того, как тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников. Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей, однако часть их сознательно скрывает истину. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Воистину такова истина от твоего Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете. Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей, если только они не беззаконники, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь меня, чтобы я довел до конца мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем. Таким же образом я не спасал вам посланника из вашей среды, который читает вам наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали. Поминайте меня, и я буду помнить о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне. О те, которые уверовали, обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах с терпеливыми. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы, напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Воистину, Ас-Сафа и Аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах признательный, знающий. Воистину, тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верные руководства, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие. За исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяние, ибо я, принимающий покаяние, милосердный. Воистину, на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей. Всех. Это продлится вечно. Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки. Ваш Бог — Бог единственный. Нет божества, кроме Него, милостивого, милосердного. Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю, с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах не спасал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей, разумеющих. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут, если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас. Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из огня. О, люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам сатаны. Воистину он для вас явный враг. Воистину он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Когда им говорят, следуйте тому, что не спослал Аллах, они отвечают, нет, мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов. А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? Неверующий подобный скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика, они глухи, немы и слепы, они ничего не разумеют. О, те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь ему. Он запретил вам мертвичину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину Аллах прощающий, милосердный. Воистину те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы огнем. Аллах не станет говорить с ними в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Они купили заблуждение за верное руководство и мучение за прощение. Насколько же они готовы терпеть огонь? Это потому, что Аллах не спослал Писание воистине, а те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, у обладателей разума. Быть может, вы будете богобоязнены. Когда смерть приближается к одному из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных. Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо или совершит грех и установит мир между сторонами, то на нем не будет греха. Воистину, Аллах, прощающий, милосердный. О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Паститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали. В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда Он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем. Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Аллах знает, что вы предаете самих себя. А слушайте с Аллаха и вступайте в половую близость с женами по ночам во время поста в Рамадане. И поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет свои знамения людям, быть может, они устрашатся. Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех. Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи. Они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны, но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, быть может, вы окажетесь преуспевшими. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину Аллах не любит преступников. Убивайте их, где бы вы их не встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим. Но если они прекратят, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками. Запретный месяц за запретный месяц, а за нарушение запретов — возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными. Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель, и творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро. Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания, всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании. Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же меня, обладающий разумом. На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа. А когда вы вернетесь с Сарафата, поминайте Аллаха в заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших. Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди, и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминайте своих отцов и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят «Господь наш, одари нас в этом мире», но нет им доли в последней жизни. Но среди них есть такие, которые говорят «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне». Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скоро в расчете. Поминайте Аллаха в считанные дни, в течение трех дней в долине Мина. Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны. Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. А он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, он начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестие. Когда ему говорят «побойся Аллаха», гордыня подталкивает его на грех. Довольность него гиенны. Как же скверно это, ложе. Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам. О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину он для вас явный враг. А если вы споткнетесь после того, как к вам явились ясные знамения, то знайте, что Аллах могущественный, мудрый. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами, и все будет решено? К Аллаху возвращаются дела. Спроси сынов Исраила, сколько ясных знамений мы не спослали им. Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании. Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в день воскресения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает. Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, неспослал вместе с ними Писание воистине, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание. После того, как к ним явились ясные знамения по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Аллах по своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, когда же придет помощь Аллаха. Воистину, помощь Аллаха близка. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи. Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи. Сражаться в этот месяц — великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей, еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах прощающий, милосердный. Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи. В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи. Излишек. Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. Над этим миром и последней жизнью. Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи. Делать им добро хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они ваши братья. Аллах отличает распространяющего нечестие от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со своего соизволения. Он разъясняет людям свои знамения. Быть может, они помянут назидание. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи. Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструации. И не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как поверил вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния. Бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих. Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах — слышащий, знающий. Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах — прощающий, выдержанный. Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. Если они передумают, то ведь Аллах — прощающий, милосердный. Если же они решат развестись, то ведь Аллах — слышащий, знающий. Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не дозволено им вскрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах — могущественный, мудрый. Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо издарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха. Не приступайте же их. А те, которые приступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками. Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей, знающих. Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных условиях. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и приступить к границе дозволенного. А кто поступит таким образом, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе. Не считайте знамения Аллаха шуткой. Помните милость, которую Аллах оказал вам, а также то, что Он не спаслал вам из Писания и мудрости, чтобы увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи. Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей, если они договорились друг с другом на разумных условиях. Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в последний день. Так будет лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие же обязанности возлагаются на наследника отца. Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выждать четыре месяца и десять дней. Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся собой разумным образом. На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве к женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы будете вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и говорите только достойные слова. Не принимайте решение вступить в брак, пока не истечет предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах, прощающий, выдержанный. На вас не будет греха, если вы разведетесь женами, не коснувшись их, и не установив для них обязательное вознаграждение, приданное. А дарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный по мере своих возможностей. Такова обязанность творящих добро. Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение, приданное, то отдайте им половину установленного вознаграждения, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то это будет ближе к боговоязненности. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Воистину Аллах видит то, что вы совершаете. Оберегайте намазы, и особенно средний, послеполуденный намаз, и стойте перед Аллахом смиренно. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны завещать, чтобы их обеспечивали в течение одного года и не прогоняли. Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой разумным образом. Аллах могущественный, мудрый. Разведенных жен полагается обеспечивать разумным образом. Такова обязанность богобоязненных. Так Аллах разъясняет вам свои знамения, быть может, вы уразумеете. Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи? Аллах сказал им, умрите. Затем Он оживил их. Воистину, Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны. Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах слышащий, знающий. Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены. Не знаешь ли ты о знати сынов Исраила, живших после Мусы? Они сказали своему пророку, назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха. Он сказал, может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться. Они сказали, а чего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми? Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках. Их пророк сказал им, Аллах назначил вам царем Талута. Они сказали, как он может быть нашим царем, если мы более достойны праве, чем он, и он лишен достатка в имуществе. Он сказал, Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует свое царство, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Их пророк сказал им, знамением его царствия станет то, что к вам явится сундук с миром от вашего Господа. В нем будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Харуна. Его принесут ангелы. Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими. Когда Талут отправился в путь с войском, он сказал, Аллах подвергнет вас испытанию рекой, кто напьется из нее, тот не будет со мной, а кто не отведает ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды. Напились из нее все, за исключением немногих из них. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали, сегодня мы не справимся с Джалутом и его войском. Но те, которые твердо знали, что встретятся с Аллахом, сказали, сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха. Аллах с терпеливыми. Когда они показались перед Джалутом и его войском, то сказали, Господь наш, пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми. Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд убил Джалута, и Аллах даровал ему царство и мудрость, и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство, однако Аллах милостив к мирам. Таковы аяты Аллаха. Мы читаем их тебе воистине, и ты один из посланников. Таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения, и поддержали его святым духом. Если бы Аллах пожелал, то следующие за ним поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях. Одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает. О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками. Аллах! Нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремот, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол, подножие трона, объемлет небеса и землю и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах слышащий, знающий. Аллах покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему, мой Господь тот, кто дарует жизнь и умершвляет. Он сказал, я дарую жизнь и умершвляю. Ибрахим сказал, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставив же его взойти на западе. И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания. Он сказал, как Аллах воскресит это после того, как все это умерло? Аллах умертвил его на сто лет, а затем оживил и сказал, сколько ты пробыл здесь? Он сказал, я пробыл день или часть дня. Он сказал, нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду. Они даже не изменились. И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как мы соберем кости, а затем покроем их мясом. Когда это было показано ему, он сказал, я знаю, что Аллах способен на всякую вещь. Вот сказал Ибрахим, Господи, покажи мне, как ты оживляешь покойников. Он сказал, разве ты не веруешь? Он сказал, конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. Он сказал, возьми четырех птиц, зарежь их, прижав к себе и положи по кусочку на каждом холме, а потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах могущественный, мудрый. Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек. Аллах богатый, выдержанный. О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует при этом в Аллаха и в последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Притчей о тех, которые расходуют свое имущество, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если его оросит ливень, он принесет плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете. Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах богатый да стахвальный. Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах объемлющий, знающий. Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом. Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для беззаконников нет помощников. Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Вести их прямым путем не твоя обязанность. Ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только и стремление к лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо. Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам. Они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом. Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновениям. Это потому, что они говорили воистину торговля подобно лихаимству. Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихаимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями огня, в котором они пребудут вечно. Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных или неверующих грешников. Воистину тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаиваетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо и с вами не поступят несправедливо. Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. О, те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо. Писец не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него. А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не должны отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишите ее. Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор и не причиняете вреда писцу и свидетелю. Если же вы поступите таким образом, то совершите грех. Бойтесь Аллаха. Аллах обучает вас. Аллах ведает обо всякой вещи. Если вы окажетесь в поездке и не найдете писца, то назначьте залог, который можно получить в руки. Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте свидетельства. А у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете. Аллаху пронадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллах способен на всякую вещь. Посланник и верующие уверовали в то, что не спосланы ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, его ангелов, его Писания и его посланников. Они говорят. Мы не делаем различий между его посланниками. Они говорят. Слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к тебе предстоит прибытие. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на наших предшественников. Господь наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам. Прости нас и помилуй. Ты наш покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми. Сура Аль-Имран. Семейство Имрана. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Алиф Лам Мим. Аллах. Нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Он не спасал тебе Писание с истиной в подтверждении того, что было до Него. Он не спасал Таурат и Инджил, которые прежде были руководством для людей. Он также не спасал развлечения, Коран. Воистину, тем, кто не верует в знамение Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах могущественный, способный на возмездие. Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Он тот, кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Он тот, кто не спасал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкование этого не знает никто, кроме Аллаха. Обладающие основательными знаниями говорят, мы уверовали в Него, все это от нашего Господа. Но поминают назидание только обладающие разумом. Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону, после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий. Господь наш, Ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Воистину, Аллах не нарушает обещания. Ни богатства, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для огня. Таким же образом вели себя сородичи фараона и те, которые жили до них. Они сочли ложью наши знамения, и Аллах схватил их за грехи. Ведь Аллах суров в наказании. Скажи тем, которые не уверовали, вы будете побеждены и собраны в гиенне. Как же скверно это ложе! Знамением для вас стали две армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть назидание для обладающих зрением. Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемых женщинами, сыновьями, накопленными кантарами, золотой и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни. Но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов, которые говорят, «Господь наш, воистину мы уверовали, прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне». Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Воистину религией у Аллаха является ислам. Те, кому было даровано Писание, впали в разногласие только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто не уверовал в знамение Аллаха, то ведь Аллах скор на расчет. Если они станут припираться с тобой, то скажи, «Я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной». Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразованным людям, «Обратились ли вы в ислам?» Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения. Аллах видит рабов. Тех, которые не веруют в знамение Аллаха и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех из людей, которые повелевают поступать справедливо, обрадуй мучительными страданиями. Их деяния окажутся тщетными в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Разве ты не видел, что тех, кому была дарована часть Писания, призывают к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило между ними, но часть из них отворачивается с отвращением? Это потому, что они говорят, «Огонь коснется нас лишь на считанные дни». Их обольстило в религии то, что они измышляли. А что произойдет, когда мы соберем их в тот день, в котором нет сомнения, когда каждая душа сполна получит то, что она приобрела, и когда с ними не поступят несправедливо? Скажи, о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо в твоей руке. Воистину ты способен на всякую вещь. Ты удлиняешь день за счет ночи, и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел безо всякого счета, кому пожелаешь. Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от самого себя, и к Аллаху предстоит прибытие. Скажи, скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете? Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле Аллах способен на всякую вещь. В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана. Одни из них были потомками других. Аллах, слышащий, знающий. Вот сказала жена Имрана, Господи, я дала обет посвятить тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь ты, слышащий, знающий. Когда она родила ее, то сказала Господи, я родила девочку. Но Аллаху было лучше знать, кого она родила. А ведь мальчик неподобен девочке. Я назвала ее Марьям, и прошу тебя защитить ее и ее потомство от сатаны изгнанного и побиваемого. Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария уходил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал, «О, Марьям, откуда у тебя это?» Она ответила, «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает». Тогда Закарий я возвал к своему Господу, сказав, «Господи, одари меня прекрасным потомством от себя, ведь ты внимаешь мольбе». Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему, «Аллах радует тебя вестью от Яхия, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». Он сказал, «Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?» Он, Аллах, сказал, «Так Аллах вершит, что пожелает». Он сказал, «Господи, покажи мне знамение». Он, Аллах, сказал, «Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь его перед закатом и утром». Вот сказали ангелы, «О, Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. «О, Марьям, будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется». Это часть рассказов о сокровенном, которое мы сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они припирались». Вот сказали ангелы, «О, Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя Которого Мессия Иса, сын Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым, и станет одним из праведников». Она сказала, «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал, «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать, «Будь, как это сбывается». Он научит его писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Исраила. «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого или лишенного зрения от рождения или обладающего слабым зрением и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите, что вы припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь. Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал, «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали, «Мы помощники Аллаха, мы уверовали в Аллаха, будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами». «Господь наш, мы уверовали в то, что ты не спослал, и последовали за посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих». Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Вот сказал Аллах, «О, Иса, я упакую тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. Тех, которые не уверовали, я подвергну тяжким учениям в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Тех же, которые уверовали и совершали праведные деяния, он одарит вознаграждением сполна. Воистину, Аллах не любит беззаконников. Это и есть то, что мы читаем тебе из аятов и мудрого напоминания. Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему, «Будь!» И тот возник. Истина от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи, «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов». Воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Если же они отвернутся, то ведь Аллаху известно о тех, кто распространяет нечестие. Скажи, «О люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами». «О люди Писания, почему вы припираетесь относительно Ибрахима? Ведь Таурат и Инджил были ниспосланы только после него. Неужели вы не разумеете? Вы были людьми, которые припирались относительно того, что им известно. Почему же теперь вы припираетесь относительно того, что вам не известно? Аллах знает, а вы не знаете. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином и не был из числа многобожников. Воистину, самыми близкими к Ибрахиму людьми являются те, которые последовали за ним, а также этот пророк, Мухаммад, и верующие. Аллах же является покровителем верующих. Часть людей Писания желает ввести вас в заблуждение, однако они вводят в заблуждение только самих себя и не ощущают этого. О, люди Писания, почему вы не веруете в знамение Аллаха, хотя сами свидетельствуете? О, люди Писания, почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, хотя сами знаете об этом? Часть людей Писания говорит, уверуйте в то, что не спослано верующим, в начале дня и перестаньте верить в конце его, быть может, они обратятся вспять. Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы и не припирался с вами перед вашим Господом. Скажи, воистину верным руководством является руководство Аллаха. Скажи, воистину милость находится в руке Аллаха, он дарует ее, кому пожелает, воистину Аллах объемлющий, знающий. Он избирает для своей милости кого пожелает, Аллах обладает великой милостью. Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый кантар, если ты доверишь его ему, но есть среди них и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой. Они поступают таким образом, потому что говорят, на нас не будет греха из-за этих невежд. Они сознательно возводят навед на Аллаха. О, нет! Если кто выполняет обязательства и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных. Воистину тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтоженную цену, нет доли в последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день воскресения и не очистит их, и ему готованы мучительные страдания. Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят это от Аллаха, а ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно возводят навет на Аллах. Если Аллах даровал человеку Писание, власть, знание или умение принимать решения и пророчество, то ему не подобает говорить людям «Будьте рабами мне, а не Аллаху». напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его. Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами? Вот Аллах взял завет с пророков. Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему. Он сказал, согласны ли вы и принимаете ли мой завет? Они ответили, мы согласны. Он сказал, будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами. Те же, которые отвернутся после этого, являются нечестивцами. Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха, в то время, как ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к нему они будут возвращены? Скажи, мы уверовали в Аллаха и в то, что не спослано нам, и в то, что было не спослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, и коленам двенадцати сыновьям Якуба, и то, что было даровано Мусе, Исе, и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними, и ему одному мы покоряемся. Оттого, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. Как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверующими после того, как уверовали и засвидетельствовали правдивость посланника, и после того, как к ним явились ясные знамения. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Их воздаянием является проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Они пребудут в нем вечно, их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки. Кроме тех, которые раскаялись после этого и исправились содеянные. Воистину Аллах прощающий милосердный. Воистину от тех, которые стали неверующими после того, как уверовали, а потом приумножили свое неверие, не будет принято их раскаяние, они и есть заблудшие. Воистину от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников. Вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, которую Исраил запретил самому себе до неспослания Таурата. Скажи, принесите Таурат и прочтите его, если вы говорите правду. Те же, которые станут возводить навет на Аллаха после этого, являются беззаконниками. Скажи, Аллах изрек истину, следуйте же религии Ибрахима, поскольку он был единобожником и не был многобожником. Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке. Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем есть ясные знамения, место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, к Аабе, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. Скажи, о, люди Писания, почему вы не веруете в знамения Аллаха, в то время, как Аллах наблюдает за тем, что вы совершаете? Скажи, о, люди Писания, почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь исказить его, будучи свидетелями правдивости Мухаммада и истинности Ислама. Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете. О те, которые уверовали, если вы покоритесь некоторым из тех, кому было даровано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали. Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а его посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Крепко держитесь за верфь Аллаха, все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем. Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано, неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили. Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно. Таковы аяты Аллаха, которые мы читаем тебе воистине. Аллах не желает поступать с мирами несправедливо. Аллаху пронадлежит то, что на небесах и на земле, и к Аллаху возвращаются дела. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучшее для них. Среди них есть верующие, но большинство их являются нечестивцами. Они не причинят вам никакого вреда, кроме досаждения. Если же они станут сражаться с вами, то повернутся к вам спиной, после чего им не будет оказана помощь. Где бы их ни застали, их постигнет унижение, если только они не окажутся под покровительством Аллаха и покровительством людей. Они попали под гнев Аллаха, и их постигла бедность. Это за то, что они не веровали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это за то, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. Какой бы добрый поступок они ни совершили, ничто не будет отторгнуто от них. Аллах знает богобоязненных. Ни имущество, ни дети ничем не помогут перед Аллахом, тем, которые не уверовали. Они будут обитателями огня и пребудут там вечно. То, что они расходуют в этой мирской жизни, подобно морозному или завывающему или огненному ветру, который поразил ниву людей, поступивших несправедливо по отношению к себе, а затем погубил ее. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. О, те, которые уверовали, не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамение, если вы только разумеете. Вот вы любите их, а они вас не любят, и вы верите во все писания. Когда они встречаются с вами, то говорят, мы уверовали, когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи, умрите от своей злобы, Аллаху известно о том, что в груди. Если с вами случается доброе, это огорчает их, если же вас постигнет несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить верующих по местам для сражения при ухуде. Аллах слышащие, знающие. Когда два отряда среди вас готовы были пасть духом, Аллах был их покровителем. Пусть же на Аллаха уповают верующие. Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойте же Аллаха, быть может вы будете благодарны. Вот ты сказал верующим, разве вам недостаточно того, что ваш Господь не посылает вам в помощь три тысячи ангелов? Конечно, если же вы будете терпеливы и богобоязнены, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых ангелов. Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас, и дабы ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха, и дабы отсечь от неверующих одну часть, или разгромить их так, чтобы они вернулись разочарованными. Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяние, либо накажет их, ведь они являются беззаконниками. Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Он прощает кого пожелает и подвергает мучениям кого пожелает. Аллах прощающий, милосердный. О, те, которые уверовали, не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха, быть может вы преуспеете. Бойтесь огня, который уготован неверующим. Повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может вы будете помилованы. Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха, и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будет прощение от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников! До вас также случалось подобное. Люди подвергались искушению подобному тому, которому верующие подверглись во время сражений при уходе. Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал лжецами посланников. Это есть разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных. Не слабейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни, счастье и несчастье для людей, чтобы Аллах узнал у веровавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не любит беззаконников, и чтобы Аллах очистил у веровавших и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней, теперь вы увидели ее воочию. Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху, Аллах же вознаградит благодарных. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его, и тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его, мы вознаградим благодарных. Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось множество набожных верующих. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых. Они не произносили ничего, кроме слов «Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими». Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в последней жизни. Аллах любит творящих добро. «О те, которые уверовали! Если вы подчинитесь неверующим, то они обратят вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими убыток. О нет, Аллах является вашим покровителем. Он наилучший из помощников». Мы вселим ужас в сердца неверующих за то, что они приобщали к Аллаху сотоварищей, о которых он не не спослал никакого доказательства. Их пристанищем будет огонь. Как же скверна обитель беззаконников! Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы убивали их с его дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как он показал вам то, что вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир и такие, которые желают последнюю жизнь. После этого он заставил вас бежать от них, чтобы испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах снисходителем к верующим. Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как посланник призывал вас, находясь в последних, ближайших противнику рядах, и Аллах воздал вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбили о том, что было вами упущено, и о том, что поразило вас. Аллаху известно о том, что вы совершаете. После печали он не спасал вам успокоение, дремоту, охватившую некоторых из вас. Другие же были озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря, есть ли для нас в этом деле какое-либо участие. Скажи, дела целиком принадлежат Аллаху. Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря, если бы у нас было какое-либо участие в этом деле, то мы не были бы убиты здесь. Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди. Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, сатана заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил их, ведь Аллах прощающий, выдержанный. О, те, которые уверовали! Не будьте похожи на неверующих, которые сказали о своих братьях, когда они странствовали по земле или участвовали в походе. Если бы они были рядом с нами, то не умерли бы и не были бы убиты, дабы Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умерщвляет, и Аллах видит то, что вы совершаете. Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают. Если вы умрете или будете убиты, то вы непременно будете собраны к Аллаху. По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. Пророку не подобает незаконно присваивать трофей. Тот, кто незаконно присваивает трофей, придет в день воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо. Разве тот, кто последовал задовольством Аллаха, подобен тому, кто попал под гнев Аллаха и чьим пристанищем будет гиенна? Как же скверно это место прибытия! Они займут разные ступени перед Аллахом, ведь Аллах видит то, что они совершают. Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при ухуде, произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы он узнал верующих и узнал лицемеров. Им было сказано, придите и сразитесь на пути Аллаха или хотя бы защитите самих себя. Они сказали, если бы мы знали, что сражение состоится, то бы непременно последовали бы за вами. В тот день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают. Они являются теми, которые сказали своим братьям в то время, как сами отсиживались дома. Если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Скажи, отвратите смерть от себя, если вы говорите правду. Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих, которые ответили Аллаху и посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязнены, уготована великая награда. Люди сказали им, народ собрался против вас, побойтесь же их. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель. Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали задовольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. Пусть не печалят тебя те, которые спешат к неверию, они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает лишить их доли в последней жизни, и им уготованы великие мучения. Те, которые купили неверие за веру, не причинят никакого вреда Аллаху, и им уготованы мучительные страдания. Пусть неверующие не думают, что предоставленная нами отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи. Им уготованы унизительные мучения. Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благога. Аллах не откроет вам сокровенное знание, однако Аллах избирает среди своих посланников того, кого пожелает. Уверуйте же в Аллаха и его посланников, ведь если вы уверуете и будете богобоязнены, то получите великую награду. Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху пронадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Аллах услышал слова тех, которые сказали, Аллах беден, а мы богаты. Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков, и скажем, вкусите мучения от обжигающего огня. Это за то, что приготовили ваши руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами. Они сказали, Аллах взял с нас обещание не верить ни одному посланнику, пока он не явится к нам с жертвой, которую будет пожирать огонь. Скажи, до меня к вам приходили посланники с ясными знамениями и с тем, о чем вы говорите. Почему же вы убили их, если вы говорите правду? Если они сочтут тебя лжецом, то ведь лжецами считали многих посланников до тебя, которые принесли ясные знамения, книги и озаряющее писание. Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а земная жизнь всего лишь наслаждение обольщением. Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано писание. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают. Не думайте же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, что они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах способен на всякую вещь. Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, ты не сотворил это понапрасну, пречистый, защити же нас от мучений в огне. Господь наш, тот, кого ты ввергнешь в огонь, будет опозорен и не будет у беззаконников помощников. Господь наш, мы услышали глашатая Мухаммада, который призывал к вере, уверуйте вашего Господа, и мы уверовали. Господь наш, прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми. Господь наш, даруй нам то, что ты обещал нам через своих посланников, и не позорь нас в день воскресения, ведь ты не нарушаешь обещаний. Господь их ответил им, «Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других, а тем, которые переселились или были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на моем пути, сражались и были убиты, я непременно прощу их злодеяния и введу их в райские сады, в которых текут реки. Такой будет награда от Аллаха, а ведь у Аллаха наилучшая награда. Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. Это всего лишь недолгое или небольшое удовольствие, а затем их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это ложе! Но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково угощение от Аллаха и то, что у Аллаха будет лучше для благочестивых. Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам, и что было ниспослано им, будучи смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа. Воистину, Аллах скоро в расчете. О, те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете. Сура Ан-Ниса Женщины Во имя Аллаха милостивого милосердного. О, люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее. Не пожирайте их имущество вместе со своим имуществом. Воистину это является великим грехом. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. Давайте женщинам их колым от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то давайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей, но довольно того, что Аллах ведет счет. Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел. Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя, пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное. Воистину те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени. Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом больше двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину Аллах знающий, мудрый. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах, знающий, выдержанный. Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он ведет в райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспеяние. А того, кто ослушается Аллаха и его посланника и приступает его ограничения, он ввергнет в огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные мучения. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий проступок, прелюбодеяние, призовите в свидетели четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть или пока Аллах не установит для них иной путь. Если двое из вас совершат такой поступок, прелюбодеяние, то подвергните обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Воистину, Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяние Аллах принимает, ведь Аллах знающий, мудрый. Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяние, а когда к нему приходит смерть, то говорят «вот теперь я раскаиваюсь» и для тех, кто умирает неверующими. Для них мы приготовили мучительные страдания. О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть колыма, которую вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. Если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Как вы можете отобрать это, если между вами была близость, и если они взяли с вас суровый завет? Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем. Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, ведь если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха, а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и нераспутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение. На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства, замужества, они, невольницы, совершат мерзкий поступок, прелюбодеяние, то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах прощающий, милосердный. Аллах желает дать вам разъяснение, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах, знающий, мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. О те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя, друг друга, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожгем в огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. Это для Аллаха легко. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим вам ваши злодеяния и введем в вас почтенный вход. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи. Каждому человеку мы определили близких, которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с кем вы связаны клятвами, их долю. Воистину, Аллах — свидетель всякой вещи. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому, что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствии мужей благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах возвышенный, большой. Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах — знающий, ведающий. Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. Они расходуют свое имущество на показ людям и не веруют в Аллаха и последний день. Если сатана является товарищем, то плох такой товарищ. Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и последний день и станут расходовать из того, чем наделил их Аллах? Аллаху известно о них. Аллах не совершает несправедливости даже веса в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то он приумножит его и одарит от себя великой наградой. Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих? В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы. О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. Разве ты не видел тех, которым была дана часть Писания, которые приобретают заблуждение и хотят, чтобы вы сбились с пути? Аллаху лучше знать ваших врагов, довольно того, что Аллах является покровителем, довольно того, что Аллах является помощником. Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест и говорят «мы слышали и ослушаемся», и «послушай то, что нельзя услышать», и «заботься о нас». Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали «мы слышали и повинуемся», и «выслушай», и «присматривай за нами», то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют за исключением немногих. О те, кому было дано Писание! Уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждении того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад, пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно исполняется. Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. Разве ты не видел тех, которые восхваляют сами себя? О нет, Аллах восхваляет, кого пожелает, и они не будут обижены даже на величину нитей на финиковой косточке. Посмотри, как они возводят навет на Аллаха. Этого достаточно, чтобы совершить явный грех. Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джипта и тагута, и говорят ради неверующих, эти следуют более верным путем, чем верующие. Они те, кого проклял Аллах, а кого проклял Аллах, тому ты не найдешь помощника. Или же они обладают долей власти. Будь это так, то они не дали бы людям даже выемки на финиковой косточке. Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости. Мы уже дарили роды Брахима Писанием и Мудростью, и одарили их великой властью. Среди них есть такие, которые уверовали в него, Мухаммада, и такие, которые отвернулись от него. Довольно того пламени, которое в Гиенне. Воистину тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожгем в огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину Аллах могущественный, мудрый. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги. Мы введем их в густую тень. Воистину Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину Аллах слышащий, видящий. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланной тебе? И в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него. Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят, придите к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику, ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом? Мы хотели только добра и примирения. Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от них. Ну, увещевай их и говори им наедине, или говори им о них убедительные слова. Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались в досволении Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милосердным. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутаны между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Если бы мы предписали им «убейте самих себя», пусть невинные убьют беззаконников или «покиньте свои дома», то лишь немногие из них совершили бы это. А если бы они совершили то, чем их увещевают, то как было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Вот тогда мы даровали бы им от нас великую награду и повели бы их прямым путем. Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Такова милость от Аллаха и довольно того, что Аллах ведает обо всякой вещи. О те, которые уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами, или же выступайте все вместе. Воистину среди вас есть такой, который задержится. Если вас постигнет несчастье, то он скажет «Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом с ними». Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы, вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха. Пусть сражаются на пути Аллаха те, которые покупают или продают мирскую жизнь за последнюю жизнь. Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, мы одарим великой наградой. Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят «Господь наш, выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками, назначь нам от себя покровителя и назначь нам от себя помощника». Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тагута. Посему сражайтесь с помощниками сатаны. Воистину, козни сатаны слабы. Разве ты не видел тех, кому было сказано «Уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз и выплачивайте закят». Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха или даже больше того. Они сказали «Господь наш, зачем ты предписал нам сражаться? Вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок, скажи, мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке. Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят «Это от Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят «Это от тебя», скажи «Это от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха, а все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей, довольно того, что Аллах является свидетелем. Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь мы не отправили тебя их хранителям. Они говорят «Мы покорны». Когда же они покидают тебя, некоторые из них по ночам замышляют не то, что ты говорил. Аллах записывает то, что они замышляют по ночам. Отвернись же от них и уповай на Аллаха. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Когда до них доходит известие о безопасности или об опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя самого и побуждай верующих. Быть может, Аллах удержит мощь неверующих. Аллах могущественнее всех и суровее в наказании. Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным заступничеством, тому оно станет ношей. Аллах наблюдает за всякой вещью. Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь. Аллах. Нет божества, кроме Него. Он непременно соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения. Чья речь правдивее речи Аллаха? Почему вы разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели. Неужели вы хотите наставить на прямой путь того, кого ввел в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах ввел в заблуждение, ты никогда не найдешь дороги. Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны. Посему не берите их себе в помощники и друзья, пока они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то хватайте их и убивайте, где бы вы их не обнаружили. Не берите себе из них ни покровителей, ни помощников. Исключением являются те, которые присоединились к народу, с которым у вас есть договор, или которые пришли к вам с грудью, стесненной от нежелания сражаться против вас или против своего народа. Если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над вами, и тогда они непременно сразились бы с вами. Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них. Вы обнаружите, что другие хотят получить гарантии безопасности от вас и от своего народа. Всякий раз, когда их возвращают в смуту, они опрокидываются в ней. Если они не отступят от вас, не предложат вам мира и не уберут свои руки, то хватайте их и убивайте, где бы вы их не обнаружили. Мы предоставили вам очевидный довод против них. Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы не убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах знающий, мудрый. Если же кто-то убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. О те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий, стремясь обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются на целую степень, но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся на отсиживающимися благодаря великой награде. Ступеням от него — прощению и милости. Аллах прощающий, милосердный. Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут, «В каком положении вы находились?» Они скажут, «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут, «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней?» Их обителью станет гиенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах снисходительный, прощающий. Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилия. Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и его посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха. Аллах прощающий, милосердный. Аллах прощающий, милосердный. Пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась. Пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобства от дождя или больны. Но будьте осторожны. Воистину, Аллах приготовил неверующим унизительные мучения. Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз. Воистину, намаз предписан верующим в определенное время. Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах, знающий, мудрый. Мы не спасли тебе Писание истина, чтобы ты разбирал тяжбу между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не припирайся за изменников. Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах прощающий, милосердный. Не припирайся за тех, которые предают самих себя, а слушаются Аллаха. Ведь Аллах не любит того, кто является изменником, грешником. Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми он недоволен. Аллах объемлет то, что они совершают. Вот вы припираетесь за них в этом мире, но кто станет припираться за них с Аллахом в день воскресения, или кто будет их защитником? Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха прощающим и милосердным. Кто совершил грех, тот совершил его во вред себе. Аллах знающий, мудрый. А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невиновного, тот взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха. Если бы не милосердие и милость Аллаха к тебе, то группа из них вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение. Однако они вводят в заблуждение только самих себя и ничем не вредят тебе. Аллах не спасал тебе писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика. Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примерять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует непутем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в гиене. Как же скверно это место прибытия! Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху с товарищей, тот впал в глубокое заблуждение. Они взывают вместо Аллаха лишь к существам женского рода. Они взывают лишь к мятежному сатане. Аллах проклял его, и он сказал, «Я непременно заберу назначенную часть твоих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха». Кто сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток. Он дает им обещания и возбуждает в них надежды, но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения. Их пристанищем будет гиенна, и они не найдут пути к спасению оттуда. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха, чья речь правдивее речи Аллаха. Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. А те мужчины и женщины, которые совершают некоторые из праведных поступков, будучи верующими, войдут в рай и не будут обижены даже на величину выемки на финиковой косточке. Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, будучи творящим добро и последовал за верой Ибрахима, исповедуя Единобожие. Аллах сделал Ибрахима своим возлюбленным. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах объемлет всякую вещь. Они просят тебя вынести решение относительно женщин. Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно них и того, что читается вам в Писании по поводу осиротевших женщин, которым вы не даете того, что им предписано, размышляя о женитьбе на них, и по поводу слабых детей. А еще вы должны относиться к сиротам справедливо, и что бы вы ни сделали доброго, Аллаху известно об этом. Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой мир, ибо мирные решения лучше. Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны и богобоязнены, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо, даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую, словно висящей. Но если вы исправите положение и будете богобоязнены, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Если они расстанутся, то Аллах обогатит каждого из них из своей милости. Аллах объемлющий, мудрый. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Мы заповедовали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах богатый, достохвальный. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. О люди, если он пожелает, то уведет вас и приведет других. Аллах способен на это. Если кто желает вознаграждения в этом мире, то ведь у Аллаха есть награда как в этом мире, так и в последней жизни. Аллах слышащий, видящий. О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желанием, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его посланника и Писание, которое Он не спослал своему посланнику, и Писание, которое Он не спослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение. Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие. Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые берут с своими помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху? Он уже не спослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамение Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. Они ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят, «Разве мы не были с вами?» Если же доля достается неверующим, они говорят, «Разве мы не покровительствовали вам или не помогали вам и не защищали вас от верующих?» Аллах рассудит между вами в день воскресения. Аллах не откроет неверующим пути против верующих. Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Они колеблются между этим, верой и неверием, но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты уже не найдешь дороги. О, те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника, если только они не раскаются и исправят содеянные, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Аллахом. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете, Аллах признательный, знающий. Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Аллах слышащий, знающий. Если вы обнаружите доброе, скройте его или простите злодеяние, то ведь Аллах снисходительный, всемогущий. Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, хотят различать между Аллахом и его посланниками, и говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. А тех, которые уверовали в Аллаха и его посланников, и не делают различий между любым из них, он одарит их наградой. Аллах прощающий, Люди Писания просят тебя, чтобы ты не звел им Писание с неба. Мусу они попросили о еще большем, когда сказали, покажи нам Аллаха открыто. Тогда молния поразила, или гибель постигла их за их несправедливость, а затем они стали поклоняться Тельцу, после того, как к ним явились ясные знамения. Но мы простили это и даровали Мусе явные доказательства. Мы воздвигли над ними гору, согласно завету с ними, и сказали им, войдите во врата, поклонившись. Мы также сказали им, не нарушайте субботы. Мы заключили с ними суровый завет. За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили, наши сердца покрыты завесой или переполнены знаниями. О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна, или лишь немногие из них являются верующими. За то, что они не уверовали, возвели на Марьям великий навет, и сказали, воистину мы убили мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям, они действительно не убивали его или не убивали его с уверенностью. О нет, это Аллах вознес его к себе, ведь Аллах могущественный, мудрый. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него, Ису или Мухаммада, до его смерти, до смерти Иисуса или до своей смерти. А в день воскресения он будет свидетелем против них. За то, что иудеи поступили несправедливо и многих сбивали или часто сбивали людей с пути Аллаха, мы запретили им благо, которые были дозволены им. А также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей. Для неверующих из них мы приготовили и мучительные страдания. Однако те из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что неспослано тебе и что неспослано до тебя, которые совершают намаз, выплачивают закят и веруют в Аллаха и последний день, мы одарим великим вознаграждением. Воистину, мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него, мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и Коленам, двенадцати сыновьям Якуба, Исе, Аюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману. Давуду же мы даровали Забур. Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказывали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. Аллах вел беседу с Мусой. Мы отправили посланников, которые несли благую весть, и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах могущественный, мудрый. Но Аллах сам свидетельствует о том, что Он не спасал тебе. Он не спасал это по своему знанию или со своим знанием. Ангелы также приносят свидетельства, но довольно того, что Аллах является свидетелем. Воистину, те, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, впали в глубокое заблуждение. Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем, кроме пути в гиенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха легко. О, люди! К вам явился посланник с истиной от вашего Господа. Уверуйте же, ведь так будет лучше для вас. Если же вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Аллах знающий, мудрый. О, люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, сын Марьям, является посланником Аллаха, его словом, которое он послал Марьям и духом от него. Веруйте же в Аллаха и его посланников и не говорите «троица». «Перекратите, ведь так будет лучше для вас». Воистину, Аллах является единственным Богом. Он причист и далек от того, чтобы у него был Сын. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха, а тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он соберет к себе вместе. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника. О, люди! К вам уже являлось доказательство от вашего Господа, и мы не спослали вам ясный свет. Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, Он ведет в свою милость и щедрость и поведет к себе прямым путем. Они просят тебя вынести решение. Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей. Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи. Сура Аль-Майда Трапеза Во имя Аллаха Милостивого Милосердного О те, которые уверовали, будьте верны обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в их храме. Воистину Аллах повелевает все, что пожелает. О те, которые уверовали, не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца. Не считайте дозволенным покушаться на жертвенных животных или животных или людей с ожерельями или людей, которые приходят к заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа. Когда же вы освободитесь от их храма, то можете охотиться. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. Вам запрещены мертвичина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или что было зарезано не ради Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его и то, что зарезано на каменных жертвенниках, или для идолов, а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь меня. Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это, на употребление запрещенных продуктов от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи, вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете как собак, части того, чему обучил вас Аллах, ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скоро в расчете. Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас. Если вы выплатите им вознаграждение приданное, желая сберечь целомудрие, не распутствуя, и не беря их себе в подруги. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. О, те, которые уверовали, когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щекладок. Если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца свою милость по отношению к вам. Быть может, вы будете благодарны. Помните о милости Аллаха к вам и завете, который он заключил с вами, когда вы сказали «слушаем и повинуемся». Бойтесь Аллаха, ведь Аллаху известно о том, что в груди. «О те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощения и великую награду. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, окажутся обитателями ада. О, те, которые уверовали, помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие. Аллах взял завет сынов Исраила, мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал, я с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути. За то, что они нарушили завет, мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили. Ты всегда будешь обнаруживать их измену за исключением некоторых из них. Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро. Мы также взяли завет с тех, которые сказали, мы христиане. Они забыли долю из того, что им напомнили, и тогда мы возбудили между ними вражду и ненависть до дня воскресения. Аллах поведает им о том, что они творили. О, люди Писания, к вам явился наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь. Не уверовали те, которые сказали, воистину Аллах это Мессия, сын Мариам. Скажи, кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если он пожелает погубить Мессию, сына Мариам, его мать и всех, кто на земле. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Он создает, что пожелает. Аллах способен на всякую вещь. Иудеи и христиане сказали, мы сыны Аллаха и его возлюбленные. Скажи, почему же он причиняет вам мучения за ваши грехи? О, нет, вы всего лишь одни из людей, которых он сотворил. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними, и к нему предстоит прибытие. О, люди писания, после периода, когда не было посланников, к вам явился наш посланник, давая вам разъяснение, дабы вы не говорили, к нам не приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель. Добрый вестник, предостерегающий увещеватель, уже явился к вам. Аллах способен на всякую вещь. Вот Муса сказал своему народу, О, мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров. О, мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток. Они сказали, О, Муса, там обитают могучие люди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. Если же они уйдут оттуда, то мы войдем. Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали, входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, вы непременно одержите победу. Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими. Они сказали, О, Муса, мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь. Он сказал, Господи, я властен только над самим собой и моим братом. Разлучи же нас или рассуди между нами и нечестивыми людьми. Он сказал, тогда она будет запретна для них в течение сорока лет. Они будут скитаться по земле. Не печалься же о нечестивых людях. Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал, я непременно убью тебя. Он ответил, воистину Аллах принимает только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей огня, таково воздаяние беззаконникам. Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток. Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. Он сказал, горе мне, неужели я не могу поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата? Так он оказался одним из сожалеющих. По этой причине мы предписали сынам Исраила, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестие на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого приступили к границе дозволенного на земле. Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, воздаяния должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в последней жизни для них уготованы великие мучения. Исключением являются те, которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. Знаете же, что Аллах прощающий, милосердный. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, ищите пути приближения к Нему и сражайтесь на Его пути, быть может, вы преуспеете. Воистину, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от мучений в день воскресенья, то это не было бы принято от них. Им уготованы мучительные страдания. Они захотят выйти из огня, но не смогут выйти оттуда. Им уготованы вечные мучения. Вору и воровке отсекайте руки в воздаянии за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах могущественный, мудрый. Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах прощающий, милосердный. Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей? Он подвергает мучениям, кого пожелает, и прощает, кого пожелает. Аллах способен на всякую вещь. О, посланник, пусть тебя не печалят те, которые стремятся исповедовать неверие и говорят своими устами «мы уверовали», хотя их сердца не уверовали. Среди исповедующих иудаизм есть такие, которые охотно прислушиваются ко лжи и прислушиваются к другим людям, которые не являлись к тебе. Они искажают слова, меняя их местами, и говорят «если вам дадут это, то берите, но если вам не дадут этого, то остерегайтесь». Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. В этом мире их ожидает позор, а в последней жизни им уготованы великие мучения. Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не навредят тебе, но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Но как они выберут тебя судьей, если у них есть таурат, содержащий закон Аллаха? Даже после этого они отворачиваются, ибо они не являются верующими. Мы не спаслали таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решение для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить исписание Аллаха. Они свидетельствовали о нем. Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои знамения за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решение в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Мы предписали им в нем душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются беззаконниками. Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде неспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что было прежде неспослано в Таурате. Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных. Пусть люди Инджила судят согласно тому, что Аллах неспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются нечестивцами. Мы неспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их, или свидетельствовало о них, или возвысилось над ними. Суди же их согласно тому, что неспослал Аллах, и не потакай их желанием, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. Суди между ними согласно тому, что не спасал Аллах, не потакай их желанием и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что не спасал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторый из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных? О, те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди них и говорят, мы боимся, что нас постигнет беда. Но может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они станут сожалеть о том, что утаивали в себе. Те, которые уверовали, скажут, неужели это те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами? Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток. О, те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых он будет любить и которые будут любить его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую он дарует кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Вашим покровителем является только Аллах, его посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают Аллаха, его посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями. О, те, которые уверовали. Не считайте тех, которым Писание было даровано до вас и которые глумятся над вашей религией и считают ее развлечением и неверующих своими помощниками и друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими. Когда вы призываете на намаз, они насмехаются над ним и считают его развлечением. Это потому, что они являются неразумными людьми. скажи, о люди Писания, неужели вы упрекаете нас только в том или питаете к нам злобу только из-за того, что мы уверовали в Аллаха, в то, что не спослано нам и что было не спослано прежде и в то, что большинство из вас являются не 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 скажи, сообщит ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это те, кого Аллах проклял, на кого он разгневался, кого он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути. Придя к вам, они сказали, мы уверовали, однако они вошли с неверием и вышли с ним. Аллаху лучше знать, что они утаивали. Ты видишь, что многие из них поспешают совершать грехи, враждовать и пожирать запретное. Воистину скверно то, что они совершают. Почему же раввины и первосвященники не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного? Воистину скверно то, что они творят. Иудеи сказали, рука Аллаха скована. Это их руки скованы, и они прокляты за то, что они сказали, или да будут скованы их руки, и да будут они прокляты за то, что они сказали. Его обе руки простерты, и он расходует, как пожелает. Неспосланный тебя твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Мы посеяли между ними вражду и ненависть вплоть до Дня Воскресения. Всякий раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах тушит его. Они стремятся распространить на земле нечестие, но Аллах не любит распространяющих нечестие. Если бы люди Писания уверовали и устрашились, то мы простили бы им злодеяния и ввели бы их в сады блаженства. Если бы они руководствовались тауратом, инджилом и тем, что было ниспослано им от их Господа, то они питались бы тем, что над ними и тем, что у них под ногами. Среди них есть умеренный народ, праведники, уверовавшие в пророка Мухаммада, но плохо то, что совершают многие из них. О, посланник! Возвести то, что он испослан на тебя от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь его послание. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей. Скажи, о, люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом, Инджилом и тем, что не спослано вам от вашего Господа. Неспосланное тебе от твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Не печалься же о неверующих людях. Воистину, верующие, а также иудеи, сабии и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и поступали праведно, не познают страха и не будут опечалены. Мы уже заключили завет сынами Исраила и отправили к ним посланников. Каждый раз, когда посланники приносили им то, что им было не по душе, они нарекали лжецами одних и убивали других. Они посчитали, что не будет искушения, и потому стали слепы и глухи. Затем Аллах принял их покаяние, после чего многие из них снова стали слепы и глухи. Аллах видит то, что они совершают. Не уверовали те, которые говорят, Аллах это Мессия, сын Марьям. Мессия сказал, о, сыны Исраила, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Воистину, кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников. Не уверовали те, которые говорят, Аллах является третьим в Троице. Нет божества, кроме единственного Бога. Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания. Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят у него прощения? Ведь Аллах прощающий, милосердный. Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как мы разъясняем им знамения, а затем посмотри, до чего они отвращены от истины. Скажи, неужели вы станете поклоняться вместо Аллаха тому, что невластно принести вам ни вреда, ни пользы. Это Аллах является слышащим, знающим. Скажи, о, люди Писания, не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желанием людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути. Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Иссы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. И скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они будут мучиться вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, пророка, и то, что было неспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами. Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерие. Когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят, Господь наш, мы уверовали, запиши же нас в число свидетелей. Отчего нам не веровать в Аллаха и ту истину, которая явилась к нам? Мы желаем, чтобы наш Господь ввел нас в рай вместе с праведными людьми. Аллах вознаградил их за то, что они сказали, райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Таково воздаяние творящим добро. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. О, те, которые уверовали, не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в которого вы веруете. Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искуплении этого необходимо накормить десятерых бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения, быть может, вы будете благодарны. Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной издеянией сатаны. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете. Воистину сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и остерегайтесь. Но если вы отвернетесь, то знайте, что на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязнены, веровали и совершали праведные деяния. Если после этого они опять были богобоязнены и веровали, если после этого они опять были богобоязнены и творили добро, Аллах любит творящих добро. О, те, которые уверовали! Аллах обязательно подвергнет вас испытанию охотничьей добычей, которую смогут достать ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех, кто боится его, не видя его воочию или втайне от людей. А кто приступит к границе дозволенного после этого, тому будут уготованы мучительные страдания. О, те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу, находясь в их храме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил. Вынося решение о ней, о жертвенной скотине, двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков или соблюсти равноценный пост, дабы он вкусил пагубность своего поступка. Аллах простил то, что было прежде, но если кто-нибудь вернется к этому, то Аллах отомстит ему. Аллах могучественный, способный на возмездие. Вам дозволена и морская добыча, и еда во благо вам и путникам, но вам запрещена охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в их раме. Бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. Аллах сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный месяц жертвенных животных и животных или людей с ожерельями, опорой для людей. Это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах и том, что на земле, и что Аллах ведает обо всякой вещи. Знаете, что Аллах суров в наказании и что Аллах прощающий, милосердный. На пророка не возложено ничего, кроме передачи откровения. Аллах знает о том, что вы обнаруживаете и о том, что вы скрываете. Скажи, скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе или удивило тебя. Бойтесь же, Аллаха, обладатели разума, быть может, вы преуспеете. О, те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны, а ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах прощающий, выдержаны. Люди до вас спрашивали о них и по этой причине стали неверующими или затем стали неверующими в них. Аллах не распоряжался относительно Бахиры, Саибы, Василы и Хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха и большая часть их не разумеет. Когда им говорят «Приходите к тому, что не спасал Аллах и к посланнику», они отвечают «Нам достаточно того, на чем мы застали наших отцов». Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем? О, те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали. О, те, которые уверовали, если кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствуют двое справедливых мужей из вас, или двое других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих после намаза, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом, мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельства Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников. Если будет обнаружено, что они оба повинны в грехе, то пусть двое других самых близких родственников из числа тех, кто имеет законные права, займут их место и поклянутся Аллахом. Наше свидетельство вернее их свидетельства, и мы не приступаем к границе дозволенного. В противном же случае мы принадлежим к числу беззаконников. Поступить так лучше для того, чтобы они принесли истинное свидетельство или устрашились того, что другие клятвы будут принесены после их клятв. Бойтесь Аллаха и слушайте. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет, что вам ответили, они скажут, мы не обладаем знанием, воистину ты ведающий сокровенное. Аллах скажет, «О, Иса, сын Марьям, помни о милости, которую я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя святым духом, благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя писанию, мудрости, таурату и инджилу. По моему соизволению ты лепил из вояния птиц из глины и дул на них, и по моему соизволению они становились птицами. По моему соизволению ты исцелял слепого, или лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым зрением, и прокаженного. По моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя, защитил тебя от сынов Исраила. Когда ты явился к ним с ясными знамениями, они, верующие из их числа, сказали, что это всего лишь очевидное колдовство. Я внушил апостолам, уверуйте в меня и моего посланника. Они сказали, мы уверовали, засвидетельствуй уже, что мы стали мусульманами. Вот сказали апостолы, о Иса, сын Мариам, может ли твой Господь не спослать нам трапезу с неба? Он сказал, бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими. Они сказали, мы хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы были свидетелями о ней. Иса, сын Мариам, сказал, о Аллах, Господь наш, не спошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от первого до последнего, и знамением от тебя. Надели нас уделом, ведь ты наилучший из дарующих удел. Аллах ответил, я не спошлю ее вам, но если кто-либо после этого не уверует, то я подвергну его таким мучениям, которым я не подвергал никого из миров. Вот сказал Аллах, о Иса, сын Мариам, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом? Он сказал, причис ты, как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину, ты ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне велел. Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними. Воистину, ты свидетель всякой вещи. Если ты подвергнешь их мучениям, то ведь они твои рабы. Если же ты простишь им, то ведь ты могущественный, мудрый. Аллах сказал, это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что на них, и Он способен на всякую вещь. Сура Аль-Анам, Скотт Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу других. Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У Него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. Он, Аллах, на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. Какое бы знамение и знамение их Господа не явилось к ним, они отворачивались от Него. Они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, но до них дойдут вести о том, над чем они насмехались. Разве они не видели, сколько поколений мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, не спосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения. Если бы мы даже не спослали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали, это очевидное колдовство. Они сказали, почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спослали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы мы даже не спослали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало или постигало то, над чем они издевались. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. Скажи, кому принадлежит то, что на небесах и на земле, скажи Аллаху, Он предписал себе милосердие, Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения, те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и Он слышащий, знающий. Скажи, неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он кормит, а его не кормят. Скажи, мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Тот, кто будет отвращен от них мучений в тот день, того Он помиловал. Это будет очевидное преуспеяние. Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь. Он одолевающий и находится над Своими рабами. Он мудрый, ведающий. Скажи, чье свидетельство является самым важным? Скажи, Аллах, свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством Него вас и тех, до кого Он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи, я не свидетельствую об этом. Скажи, Он является единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Те, кому мы даровали Писание, знают Его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью Его знамения? Воистину, не преуспеют беззаконники. В тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто приобщался товарищей, где сотоварищи, о существовании которых вы предполагали. Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов «Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками». Посмотри, как они лгут о самих себе. Но покинет их все, что они измышляли. Среди них есть такие, которые слушают тебя, но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они не увидели, они все равно не уверуют в него, и поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят, «Это всего лишь сказки древних народов». Они удерживают других от него, прямого пути, и сами сторонятся его, однако они губят только самих себя, не ощущая этого. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем, они скажут, «О, если бы нас вернули обратно!» Мы не считали бы ложью знамение нашего Господа и стали бы верующими. О, нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжицы. Они говорят, «Есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены». Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом, он скажет, «Разве это не истина?» Они скажут, «Конечно, клянемся нашим Господом». Он скажет, «Вкусите же мучения за то, что вы были неверующими». Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет час, они, неся свои ножи на своих спинах, скажут, «Горе нам за то, что мы упустили там». Как же скверно то, что они понесут. Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последний обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами, и обижали, пока не явилась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. И если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамения. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути, посему не будь одним из невежд. Отвечают только те, кто внимает. А мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. Они говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах властен ниспослать знамение. Но большинство их не обладает знанием. Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает. Скажи, скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха, или наступит час, если только вы говорите правду? О нет! Вы будете призывать только его. Если же он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров! — Скажи, скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются. — Скажи, скажите мне, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? — Скажи. Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищница Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что не спосылается мне в откровении. Скажи, разве равны слепой и зрячи? Неужели вы не поразмыслите? Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них помимо него ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся. Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. Таким образом, мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им, мир вам. Ваш Господь предписал себе быть милосердным. И если кто из вас сотворил зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он прощающий, милосердный. Таким образом, мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. Скажи, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом. Скажи, я не стану потакать вашим желаниям, в противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем. Скажи, я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является наилучшим из судей. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен, но Аллаху лучше знать о беззаконниках. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании. Он тот, кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок, завершился срок вашей жизни. Затем к нему вам предстоит вернуться, и затем он поведает вам о том, что вы совершали. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Он один принимает решение, и он самый быстрый в расчете. Скажи, кто спасет вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к нему смиренно и тайно говоря, если он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны. Скажи, Аллах спасет вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщаться с товарищей. Скажи, он властен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. Твой народ счел его, Коран, ложью, хотя он является истиной. Скажи, я не являюсь вашим попечителем и хранителем. Для каждого сообщения установлен срок, и вы узнаете об этом. Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. Те, которые богобоязнены, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они устрашаться. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителей и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготовано кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. Скажи, разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не причиняет нам вреда? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь? Иди к нам. Скажи, путь Аллаха является единственным верным путем, и нам велено покориться Господу миров. Совершайте намаз и бойтесь его, ведь к нему вы будете собраны. Он тот, кто сотворил небеса и землю воистине. В тот день он скажет, будь, и это сбудется. Его слово является истиной. Ему одному будут принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное. Он мудрый, ведающий. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару, неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении. Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал, вот мой Господь. Когда жена закатилась, он сказал, я не люблю тех, кто закатывается. Когда он увидел восходящую луну, то сказал, вот мой Господь. Когда жена закатилась, он сказал, если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей. Когда он увидел восходящее солнце, то сказал, вот мой Господь, оно больше других. Когда жена зашла, он сказал, о мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаетесь со товарищей. Я искренне обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам. Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал, неужели вы станете припираться со мною относительно Аллаха, в то время как он наставил меня на прямой путь, и я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь, неужели вы не помянете назидание? Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком он мне не спослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем, воистину твой Господь мудрый, знающий. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства Давуда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхию, Иссу и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаила, Алияса, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели их прямым путем. Таково руководство Аллаха, посредством которого он ведет прямым путем тех из своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало быть тщетным все, что они совершали. Это те, кому мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи, я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали, «Аллах ничего не ниспослал человеку». Скажи, кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писания, с которым пришел Муса, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи, «Аллах», затем остав их забавляться собственным празнословием. Это Писание, которое мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до Него, дабы ты увещевал мать городов, жителей Мекки, и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Него, Коран, и бережливо относятся к своим намазам. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах»? Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души, сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями. Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. Он тот, кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей и место хранения в могилах или поясницах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих. Он тот, кто не спасал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположены одно над другом зерна. На пальмах из завязи вырастает свисающая низкая гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом знамение для людей верующих. Они приобщили к Аллаху сотоварищи джиннов, а ведь он создал их. Они выдумали для него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Причист он и превыше всего, что они приписывают ему. Он – первосоздатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме него, творца всякой вещи. Поклоняйтесь же ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. Взоры не могут постичь его, а он постигает взоры. Он проницательный или добрый, сведущий. Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали «ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его людям знающим. Следуй тому, что дано тебе в откровение от твоего Господа. Нет божества, кроме него, и отвернись от многобожников. Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы со товарищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не являешься их попечителем. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и поневежеству. Таким образом, мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и он поведает им о том, что они совершали. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи, знамение находится у Аллаха, и откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Даже если бы мы не спаслали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом. Таким образом, мы определили для каждого пророка врагов, дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так, оставь же их вместе с их измышлениями. Мы сделали так, чтобы к этим словам склонялись сердца тех, которые не верят в последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают. Скажи, неужели я пожелаю иного судью помимо Аллаха, в то время как он не спаслал вам Писание, подробно разъяснив его? Те, кому мы даровали Писание, знают, что оно не спослано от твоего Господа воистине, посему не будь в числе сомневающихся. Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо, никто не изменит его слов, он слышащий, знающий. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют. Воистину твоему Господу лучше знать, кто сбивается с его пути. Ему также лучше знать, кто следует прямым путем. Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамения. Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников. Оставьте грехи очевидные и сокрытые. Воистину, те, которые совершают грех, получат воздаяние за то, что они совершали. Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам припираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни, и наделились светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают. Вот так в каждом селении мы создавали главных грешников, чтобы они строили там козни. Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого. Когда им явилось знамение, они сказали, мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха. Аллах лучше знает, кому доверить свое послание. Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они строили козни. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому он раскрывает грудь для ислама, а кого он желает ввести в заблуждение, тому он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну или наказание на тех, кто не верует. Таков прямой путь твоего Господа. Мы уже подробно разъяснили знамение людям, поминающим. И ему готова на обитель мира и благополучие у их Господа. Он является их покровителем благодаря тому, что они совершали. В тот день он соберет их вместе. О, сонмище джинов! Вы ввели в заблуждение многих людей. Их помощники из числа людей скажут, Господь наш, одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который ты назначил нам. Он скажет, огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе. Воистину, твой Господь мудрый, знающий. Так мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают. Мы скажем, о, сонмище джинов и людей, разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим? Они скажут, мы свидетельствуем против самих себя. Мирская жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. Это произойдет потому, что твой Господь не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили. Господь твой не находится в неведении относительно того, что они совершают. Господь твой богат и обладает милостью. Если Он пожелает, то уничтожит вас и сделает вашими преемниками, кого пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас из потомства других людей. Воистину обещанное вам наступит, и вы не сможете избежать этого. Скажи, о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и Я тоже буду действовать. Вы узнаете, кому достанется последний обитель. Воистину не преуспеют беззаконники. Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят, это Аллаху, а это нашим сотоварищам. То, что предназначено их сотоварищам, не попадет Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадет их сотоварищам. Скверно то, что они решают. Так многим многобожникам их сотоварищи представили прекрасным убийство детей, дабы погубить их и сделать запутанной их религию. Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы таким образом, остав же их вместе с их измышлениями. На основании своих предположений они говорят, эта скотина и эти посевы запретны, питаться ими может только тот, кому мы позволим. На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя на него навет. Он воздаст им за то, что они измышляют. Они говорят, то, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено нашим женам. Если же он рождается мертвым, то все они получают право на него. Он воздаст им за то, что они приписывали. Ведь он мудрый, знающий. Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем. Он, тот, кто создал сады на трильяжах и без трильяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходство и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки. Но не расточительствуйте, ведь он не любит расточительных. Среди скотины есть предназначенное для перевозки и не предназначенное для этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, и не следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас явный враг. Восемь парных особей, две из числа овец и две из числа коз. Скажи, он запретил самцов или самок? Или же то, что находится в утробах самок? Поведайте мне, опираясь на знание, если вы говорите правду. Две из числа верблюдов и две из числа коров. Скажи, он запретил самцов или самок? Или же то, что находится в утробах самок? Или же вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам это? Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение безо всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников. Скажи, из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвичину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания и не приступая к пределам необходимого, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Иудеям мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях, или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Воистину, мы правдивы. Если они сочтут тебя лжецом, то скажи, ваш Господь обладает обширной милостью, но его наказание невозможно отвратить от грешных людей. Многобожники скажут, если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщили бы сотоварищей и не запрещали бы ничего. Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них, пока они не вкусили наше наказание. Скажи, есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете. Скажи, у Аллаха есть убедительные доказательства. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас. Скажи, приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это. Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не потакай желаниям тех, которые считали ложью наши знамения, которые не веруют в последнюю жизнь и равняют других со своим Господом. Скажи, придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь. Никого не приобщайте к Нему, сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы помянете назидание. Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это, быть может, вы устрашитесь. Мы также даровали Мусе Писание в завершении милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом. Это благословенное Писание, которое мы не спаслали. Следуйте же ему и будьте богобоязнены, быть может, вы будете помилованы. Мы не спаслали его, чтобы вы не говорили, Писание было неспослано только двум общинам до нас, и мы ничего не знали о том, что они изучали. Или, чтобы вы не говорили, если бы нам было неспослано Писание, то мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они. К вам уже явилось ясное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, кто отворачивается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отворачивались. Неужели они ожидают чего-либо, помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые знамения твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи, ждите, и мы тоже подождем. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали. Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. Скажи, воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрагима, истинное единобожие. Он не был из числа многобожников. Скажи, воистину, мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман. Скажи, неужели я стану искать другого Господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи? Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. Он, Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он прощающий, милосердный. Сура Аль-Араф Ограды Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, лам, мим, сад. Тебе неспослано Писание, которое не должно сжимать твою грудь, дабы ты увещевал им и наставлял верующих. Следуйте за тем, что неспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными помощниками помимо Него. Как же мало вы поминаете назидание. Сколько же селений мы погубили. Наше наказание поражало их ночью или во время полуденного отдыха. А когда наше наказание поражало их, они лишь говорили, воистину, мы были несправедливы. Мы непременно спросим тех, кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников. Мы непременно расскажем им об их деяниях на основании знания. Мы никогда не отсутствовали. В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша весов будет перевешивать, окажутся преуспевающими. Те же, чья чаша весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к нашим знамениям. Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность. Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис не был в числе поклонившихся. Он сказал, что помешало тебе пасть ниц, когда я приказал тебе. Он сказал, что я лучше него, ты сотворил меня из огня, а его из глины. Он сказал, что не извергнись отсюда, не гоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо ты один из униженных. Он сказал, что предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены. Он сказал, что воистину ты один из тех, кому предоставлена отсрочка. Он сказал, за то, что ты соворотил меня, я непременно засяду против них на твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными. Он сказал, изыди отсюда презренным и отверженным. А если кто из них последует за тобой, то я заполню гиенну всеми вами. О, Адам! Поселись в раю вместе со своей супругой. Ешьте где или когда пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь беззаконниками. Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им, ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными. Он поклялся им, воистину я для вас искренний доброжелатель. Он низвел их, вывел из рая или воодушевил на грех обманом. И когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним. Разве я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что сатана для вас явный враг? Они сказали, Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Он сказал, не извергнитесь и будьте врагами друг другу. Земля будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время. Он сказал, на ней вы будете жить, на ней будете умирать, и из нее будете выведены. О сыны Адама! Мы не спослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения, однако одеяние из богобоязненности лучше. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание? О сыны Адама! Не позволяйте сатане соворотить вас, подобно тому, как он вывел из рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Воистину, мы сделали дьяволом, покровителями и помощниками тех, которые не веруют. Когда они совершают мерзость, они говорят, мы видели, что наши отцы поступали таким образом, Аллах повелел нам это. Скажи, Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете? Скажи, мой Господь велел поступать справедливо. Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем. О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных. Скажи, кто запретил украшения Аллаха, которые он даровал своим рабам, и прекрасный удел? Скажи, в мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в день воскресения они будут предназначены исключительно для них. Так мы разъясняем знамения людям, знающим. Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. О сыны Адама! Если к вам придут посланники из вашей среды, читая вам мои аяты, то всякий, кто станет богобоязненным и исправит свои деяния, не познает страха и не будет опечален. А те, которые отвергнут мои аяты и превознесутся над ними, станут обитателями огня и пребудут там вечно. Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет или считают ложью его знамения? Они получат удел, отведенный им в Писании. Когда же к ним явятся наши посланцы, чтобы упокоить их, они скажут, где те, к кому вы взывали вместо Аллаха? Они скажут, они бросили нас. Они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. Он скажет, войдите в ад вместе с народами из числа людей и джиннов, которые прожили до вас. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых. Господь наш, это они ввели нас в заблуждение. Удвое же их мучения в огне. Он скажет, всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого. Тогда первые из них скажут последним. Вы не были лучше нас, посему вкусите наказание за то, что вы приобретали. Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так мы воздаем грешникам. Их ложа будут из гиены, а над ними будут покрывала. Так мы воздаем беззаконникам. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут хвала Аллаху, который привел нас к этому. Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. Посланники нашего Господа приходили с истиной. Им будет возвещено. Вот рай, который вы унаследовали за то, что совершали. Обитатели рая воззовут к обитателям огня. Мы уже убедились в том, что обещанное нам нашим Господом было истиной. Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом было истиной? Они скажут да. Тогда глашатый возвестит среди них. Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его и не веровали в последнюю жизнь. Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они воззовут к обитателям рая «Мир вам!» Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. Когда же их взоры обратятся к обитателям огня, они скажут «Господь наш, не помещай нас с людьми несправедливыми!» Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут «Не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие!» Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Им будет сказано «Войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены!» Обитатели огня вас зовут к обитателям рая. Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах. Они скажут «Аллах запретил это для неверующих, которые обратили свою религию в потеху и игру, и обольстились мирской жизнью. Сегодня мы предадим их забвению, подобно тому, как они предали забвению встречу в этот день и отвергли наши знамения. Мы преподнесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как верное руководство и милость для верующих людей. Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества? В тот день, когда оно исполнится, те, которые предали его забвению, прежде скажут «Посланники нашего Господа приходили с истиной. Найдутся ли для нас заступники, которые заступились бы за нас? И не вернут ли нас обратно, чтобы мы совершили не то, что совершили прежде?» Они потеряли самих себя и покинуло их то, что они измышляли. Воистину, ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров. Взывайте Господу своему со смирением и втайне. Воистину, Он не любит преступников. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Таким же образом мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы помянете назидание. На хорошей земле растения растут по воле Ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом. Так мы разъясняем знамения для благодарных людей. Мы послали Нуха к его народу, и он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Я боюсь, что у вас постигнут мучения в великий день». Знатные люди из его народа сказали, «Мы видим, что ты находишься в очевидном заблуждении». Он сказал, «О мой народ, я не заблуждаюсь, напротив, я посланник Господа миров. Я сообщаю вам послание моего Господа и даю вам искренние советы. Я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к вам через мужчину из вашей среды, чтобы он мог предостеречь вас, и чтобы вы стали богобоязнены? Быть может, тогда вы будете помилованы? Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Воистину, они были слепыми людьми. Мы отправили кадитам их брата Худа. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?» Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, «Мы видим, что ты глупец, и считаем тебя одним из лжецов». Он сказал, «О мой народ, я не являюсь глупцом, а являюсь посланником Господа миров. Я доношу до вас послание от вашего Господа, и я для вас надежный и добрый советчик. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа дошло до вас через мужчину, который является одним из вас, чтобы он мог предостеречь вас? Помните о том, как он сделал вас преемниками народа Нуха и сделал вас еще более рослыми. Помните о милостях Аллаха. Быть может, вы преуспеете». Они сказали, «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Не спошли нам то, чем ты угрожаешь? Или что ты обещаешь, если ты говоришь правду?» Он сказал, «Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах мне не спосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду вместе с вами». Мы спасли его и тех, кто был с ними, по своей милости, и искоренил тех, которые сочли ложью наши знамения и не стали верующими. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал, «О, мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для вас. Позвольте ей поститься на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания. Помните о том, как Он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните о милостях Аллаха и не творите на земле зла, распространяя нечестие». Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб, «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали, «Мы веруем в то, с чем Он послан». Те, которые превозносились, сказали, «А мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы». Они подрезали верблюдицы поджилки, превознеслись над повелеванием своего Господа и сказали, «О Салих, не спошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланников». Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Он отвернулся от них и сказал, «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра». Мы отправили Лута, и он сказал своему народу, «Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы являетесь народом преступным». В ответ его народ лишь сказал, «Прогоните их из вашего селения, воистину эти люди хотят очиститься». Мы спасли его и его семью, кроме его жены, которая оказалась в числе оставшихся позади. Мы пролили на них дождь. Посмотри же, каким был конец грешников. Мы отправили к Мадьянитам их брата Шуэйба. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Наполняйте же меру и весы сполна. Не придерживайте имущество людей и не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней наведен порядок. Так лучше для вас, если только вы являетесь верующими». Не садитесь на дорогах, угрожая и сбивая с пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и пытаясь исказить Его. Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число. Посмотри же, каким был конец злодеев. Если одна часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а другая не уверовала, то потерпите, пока Аллах не рассудит между нами, ибо Он — наилучший из судей. Знатные люди из Его народа, которые превозносились, сказали, «О, Шуэйб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой из нашего города, или же ты вернешься в нашу религию». Шуэйб сказал, «Даже если это ненавистно нам, мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию, после того, как Аллах спас нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только этого не пожелает Аллах наш Господь. Наш Господь объемлет знанием всякую вещь. Мы уповаем только на Аллаха. Господь наш, рассуди между нами и нашим народом поистине, ведь ты — наилучший из судей». Знатные люди из Его народа, которые не уверовали, сказали, «Если вы последуете за Шуэйбом, то непременно окажетесь в числе потерпевших урон». Их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Те, которые сочли Шуэйб лжецом, словно никогда не жили там. Те, которые сочли Шуэйб лжецом, оказались потерпевшими убыток. Он отвернулся от них и сказал, «О, мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о неверующих людях! В какое бы селение мы не отправляли пророка, мы непременно подвергали его жителям невзгодам и напастям, дабы они стали смиренны. Затем мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили, «Наших отцов также касались невзгоды и радости». Мы хватали их внезапно, когда они даже не помышляли об этом. Если бы жители селений уверовали и стали богобоязнены, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли, но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали». Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. Разве не ясно тем, которые унаследовали землю от ее прежних жителей, что если бы мы пожелали, то покарали бы их за грехи? Мы запечатываем их сердца, и они не способны слышать. Мы рассказываем тебе повествование об этих селениях. Их посланники приходили к ним с ясными знамениями. Однако они не хотели уверовать в то, что они сочли ложью прежде. Так Аллах запечатывает сердца неверующих. Большинство из них мы не нашли верными завету. Воистину, мы нашли большинство из них нечестивцами. После них мы отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, но они поступили с ними несправедливо. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. Муса сказал, — О, фараон, я посланник от Господа миров. Мне полагается говорить об Аллахе только правду. Я принес вам ясные знамения от вашего Господа. Пошли же со мной, сынов Исраила. Он сказал, — Если ты принес знамение, то покажи его, если ты говоришь правду. Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Затем он вытащил руку, и она стала белой для смотрящих. Знать из народа фараона сказала, — Воистину, он знающий колдун. Он хочет вывезти вас из вашей страны. Что же вы посоветуете? Они сказали, — Повремени с ним и его братом и разошли по городам сборщиков, чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов. Колдуны пришли к фараону и сказали, — Если мы одержим верх, то нам полагается вознаграждение. Он сказал, — Да, вы станете одними из приближенных. Они сказали, — О, Муса, либо ты бросишь, либо бросим мы. Он сказал, — Бросайте. Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. Мы внушили Мусе, — Брось свой посох. И вот она, змея, стала заглатывать то, что они измыслили. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. Они были повержены там и вернулись бесславными. И тогда колдуны пали ниц. Они сказали, — Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна. Фараон сказал, — Вы уверовали в Него без Моего дозволения? Воистину, это козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из Него его жителей. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. Они сказали, — Воистину мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, не спошли нам терпение, и упокой нас с мусульманами. Знатные люди из народа фараона сказали, — Неужели ты позволишь Мусе и его народу распространять на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов? Он сказал, — Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними. Муса сказал своему народу, — Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным. Они сказали, — Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия к нам. Он сказал, — Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать. Мы поразили род фараона засушливыми годами и неурожаем плодов, дабы они помянули назидание. Когда их постигало добро, они говорили, — Это для нас. А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним. Воистину их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого. Они сказали, — Какие бы знамения ты ни показывал, чтобы околдовать нас ими, мы не поверим тебе. Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений, однако они возгордились, они были народом грешным. Когда наказание поразило их, они сказали, — О, Муса, помолись за нас, твоему Господу, о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраила. Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание. Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, которые мы благословили. Сбылось прекрасное слово твоего Господа о сынах Исраила, поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ, и что они воздвигали. Мы переправили сынов Исраила через море, и они прибыли к народам, который был предан своим идолам. Они сказали, — О, Муса, сделай нам божество такое же, как у них. Он сказал, — Воистину, вы невежественные люди. У этих людей погублено будет то, что они исповедуют, и тщетно будет то, что они совершают. Он сказал, — Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха, который возвысил вас над мирами? Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа. Мы определили Мусе тридцать ночей и добавили к ним еще десять, и поэтому срок его Господа составил сорок ночей. Муса сказал своему брату Харуну, — Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестия. Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал, — Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя. Он сказал, — Ты не увидишь меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то Ты увидишь меня. Когда же Господь его явил Себя горе, он превратил ее в прах, и Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал, — Причистый, я раскаиваюсь перед тобой, и я первый из верующих. Он сказал, — О, Муса, я возвысил тебя над людьми и благодаря моему посланию и моей беседе. Посему возьми то, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных. Мы написали для него на скрижалях назидание обо всякой вещи и разъяснение всего сущего. Держи их крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам обитель нечестивцев. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Деяния тех, которые сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, окажутся тщетными. Разве им не воздастся только за то, что они совершали? В отсутствие мусы его народ сделал из своих украшений из вояния тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не наставлял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему, они были несправедливы. Когда же они пожалели о содеянном и увидели, что впали в заблуждение, они сказали, «Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток». Когда Муса вернулся к своему народу, он разгневался и опечалился. Он сказал, «Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие. Неужели вы хотели опередить повеление вашего Господа?» Он бросил скрижали, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Тот сказал, «О сын моей матери, воистину люди сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям». Он сказал, «Господи, прости меня и моего брата и введи нас в свою милость, ибо Ты милосерднейший из милосердных». На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так мы воздаем тем, кто измышляет ложь. А если кто совершил злодеяния, а затем раскаялся и уверовал, то ведь Твой Господь после всего этого прощающий, милосердный. Когда гнев Мусы спал, он взял скрижали, на которых были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа. Муса отобрал из своего народа семьдесят мужей для назначенного нами срока и места. Когда же их поразило землетрясение, он сказал, «Господи, если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас? Воистину это является всего лишь Твоим искушением, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь. Ты наш покровитель, прости же нас и помилуй, ибо Ты наилучший из прощающих. Предпиши для нас добро в этом мире и в последней жизни, ибо мы обращаемся к Тебе». Он сказал, «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязнены, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным, не умеющим читать и писать, пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в Него, станут почитать Его, окажут Ему поддержку и последуют за неспосланным вместе с Ним светом, непременно преуспеют. Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам, Ему принадлежит власть над небесами и землей, нет божества, кроме Него, Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного, не умеющего читать и писать, пророка, который уверовал в Аллаха и Его слова. Последуйте за Ним, дабы вы последовали прямым путем. Среди народа Мусы есть люди, которые ведут путем истины и устанавливают справедливость. Мы разделили их на двенадцать колен народов. Когда же его народ попросил его напоить их, мы внушили Мусе «ударь своим посохом по камню». И из него забило двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Мы осенили их облаками и не спаслали им манну и перепелов. Вкушайте благо, которыми мы наделили вас. Они не были несправедливы по отношению к нам, они поступали несправедливо по отношению к себе. Вот им было сказано, поселитесь в этом городе и естьте там, где пожелаете. Скажите «прости нас» и войдите во врата, поклонившись. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро. Несправедливые из них заменили сказанное им слово другим, и мы не спаслали на них наказание с небес за то, что они поступали несправедливо. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в несубботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали, зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям? Они сказали, чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашаться? Когда они забыли о том, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они приступили к пределы того, что им было запрещено, мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Воистину твой Господь скор в наказании, воистину Он прощающий, милосердный. Мы разбросали их по земле общинами. Среди них есть праведные и не только праведные. Мы подвергли их испытанию добром и злом. Быть может, они вернутся на прямой путь. Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали, мы будем прощены. Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем. Обитель последней жизни лучший для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? Если кто придерживается Писания и совершает намаз, то ведь мы не теряем вознаграждение тех, кто наводит порядок. Вот мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь того, что мы даровали вам, и помните то, что содержится в нем. Быть может, вы устрашитесь. Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя. Разве я не ваш Господь? Они сказали, да, мы свидетельствуем. Это для того, чтобы в день воскресенья вы не говорили, мы не знали этого. Или же не говорили, наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи? Так мы разъясняем знамения. Быть может, они вернутся на прямой путь. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого, однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. Если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывай эти истории, быть может, они призадумаются. Скверна притча тех, которые считают ложью наши знамения и поступают несправедливо по отношению к себе. Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет прямым путем. А кого Аллах вводит в заблуждение, тот становится потерпевшим убыток. Мы сотворили для гиены много джинов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами. У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. Среди наших творений есть община, которая ведет путем истины и устанавливает справедливость. А тех, которые считают ложью наши знамения, мы завлечем так, что они даже не узнают этого. Я дам им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима. Неужели они не размышляют? Их товарищ не является бесноватым. Он никто иной, как разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ после этого они уверуют? Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Он бросает их скитаться вслепую в их собственном беззаконии. Они спрашивают тебя о часе. Когда он наступит? Скажи. Воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи. Воистину знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого. Скажи. Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей. Он, тот, кто сотворил вас из одного человека, он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу. Если ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных. Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищей в том, чем он их одарил. Аллах превыше того, что они приобщаются товарищи. Неужели они приобщаются товарищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены, которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе? Если вы призовете их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас все равно будете вы их призывать или будете молчать. Те, кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. Если у них ноги, на которых они ходят, или у них есть руки, которыми они хватают, или у них есть глаза, которыми они видят, или у них есть уши, которыми они слышат, скажи, призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, моим покровителем является Аллах, который не спасал Писание, он покровительствует праведникам. А те, к кому вы взываете вместо него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе. Если ты призовешь их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как они смотрят на тебя, но они ничего не видят. Проявись нисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд. А если сатана станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, он ведь слышащий, знающий. Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждения от сатаны, то они поминают назидание и прозревают. А в своих братьях они, дьяволы, усиливают заблуждение, после чего они не останавливаются. Если ты не явишь им знамения, они скажут, почему ты не выбрал, не показал его. Скажи, я следую только за тем, что внушается мне в откровении от моего Господа. Это очевидное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость для верующих. Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют. Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, и не громко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невежд. Те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему, славословят Ему и падают перед Ним ниц. Сура Аль-Анфаль Трофей Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику. Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы являетесь верующими. Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготовано высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел. Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. Они припирались с тобой относительно истины, после того, как она стала очевидна, словно их вели насмерть, и они наблюдали за этим. Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд, но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих, чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь, даже если это ненавистно грешникам. Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил, «Я помогу вам тысячу ангелов, следующих друг за другом». Аллах сделал это доброй вестью, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть только от Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и не спослал вам с неба в воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы. Вот твой Господь внушил ангелам, «Я с вами. Укрепите тех, которые уверовали. Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы». Это потому, что они воспротивились Аллаху и Его посланнику. А если кто противится Аллаху и Его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Вот так. Вкусите же Его. Воистину неверующим уготованы мучения в огне. О, те, которые уверовали. Когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия. Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Воистину Аллах слышащий, знающий. Вот так. Воистину Аллах ослабляет козни неверующих. Если вы, неверующие, просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и мы возобновим. И если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение. И ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Воистину Аллах с верующими. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и его посланнику, и не отворачивайтесь от него, пока вы слышите. Не уподобляйтесь тем, которые говорят «мы слышали», а сами не слушают. Воистину наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем, может помешать человеку добиться того, что ему угодно, и что вы будете собраны к нему. Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и посланника, и не покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно. Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью развлечать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил. А ведь Аллах наилучший из хитрецов. Когда им читают наши аяты, они говорят, мы уже слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто подобное. Ведь это всего лишь сказки древних народов. Вот они сказали, «О Аллах, если это является истиной от тебя, то обрушь на нас камни с неба, или же подвергни нас мучительным страданиям. Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении. Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к заповедной мечети, не будучи его угодниками? Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом. Их молитва возле мечети была всего лишь свистом и хлопанием в ладоши. «Вкусите же мучения за то, что вы были неверующими». Воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиене, чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго, бросил скверных одного на другого, собрал их все вместе и поместил в гиене. Они будут потерпевшими убыток. Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия, поклонение не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают. Но если они отвернутся, то да будет вам известно, что Аллах является вашим покровителем. Как прекрасен этот покровитель! Как прекрасен этот помощник! Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам. Если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы не спаслали нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились две армии при Бадре, Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Вот вы находились на ближней стороне долины, они на дальней стороне, а караван был ниже вас. Если бы вы условились, то разошлись бы во времени и месте. Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца дело, которое уже было свершившимся, дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными. Если бы Он показал тебе их многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы припираться при принятии решения. Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в груди. Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим глазам малочисленными, и вас показал их глазам малочисленными, чтобы довести до конца дела, которое уже было свершившимся. Воистину, дела возвращаются к Аллаху. О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, быть может, вы преуспеете. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику, и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах стерпеливыми. Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми и сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают. Вот сатана приукрасил для них их деяния и сказал, сегодня никто из людей не одолеет вас, воистину я буду по соседству. Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал, я не причастен к вам, воистину я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. Вот лицемеры и те, чьи сердца были поражены недугом, сказали, эти люди обмануты своей религией. Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах могущественный, мудрый. Если бы ты видел, как ангелы умершляют неверующих, они бьют их по лицу и по спинам со словами «вкусите мучения от обжигающего огня». Это за то, что приготовили ваши руки. Воистину, Аллах не поступает несправедливо с рабами. Таким же образом поступали род фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамение Аллаха, и Аллах схватил их за грехи. Воистину, Аллах силен и суров в наказании. Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Таким же образом поступили род фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамение своего Господа, и мы погубили их за грехи и потопили род фараона. Все они были беззаконниками. Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся. Если ты встретишься с ними в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них. Быть может, они помянут назидание. А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников. Пусть не думают неверующие, что они опередят других. Воистину, им не сбежать. Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы не израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо. Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он слышащий, знающий. Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя своей помощью и верующими. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца. Однако Аллах сплотил их. Воистину, Он могущественный, мудрый. О, пророк! Тебе и твоим верующим последователям довольна Аллаха. О, пророк! Вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни. Если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они люди неразумеющие. Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни. Если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину, Аллах с терпеливыми. Не подобало пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. О, пророк, скажи пленникам, которые находятся в ваших руках, если Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто лучшее, чем отобранное у вас, и простит вас. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Но если они захотят предать тебя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам. Аллах, знающий, мудрый. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и друзьями друг к другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете. Неверующие являются помощниками и друзьями друг к другу. И если вы не будете поступать таким образом, если верующие не будут помощниками и друзьями друг к другу, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел. Те, которые уверовали впоследствии, совершили переселение и сражались вместе с вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи. Сура от Тауба. Покаяние. Аллах и Его посланник освобождены от договоров, которые вы заключили с многобожниками. Посему странствуйте по земле в течение четырех месяцев и знайте, что вам, многобожникам, не сбежать от Аллаха и что Аллах опозорит неверующих. В день Великого паломничества Аллах и Его посланник объявят людям о том, что Аллах и Его посланник отрекаются от многобожников. Если вы раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернетесь, то знайте, что вам не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях неверующих. Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор, и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий, милосердный. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. Может ли быть у многобожников договор с Аллахом и его посланником, не считая тех, с которыми вы заключили договор у заповедной мечети? Пока они верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Какой там, какой договор может быть с многобожниками? Если они одолеют вас, то не станут соблюдать перед вами ни родственных, ни договорных обязательств. На словах они пытаются угодить вам, но в сердцах они питают к вам отвращение, ведь большинство их являются нечестивцами. Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и сбивали других с его пути. Как же отвратительны их деяния! Они не соблюдают по отношению к верующим ни родственных, ни договорных обязательств. Они преступники. Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере. Мы разъясняем наши знамения для людей, знающих. Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят. Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать посланника? Они начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь верующими. Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он знающий, мудрый. Неужели вы полагали, что вы будете оставлены, не будете подвергнуты испытанию, пока Аллах не распознает тех из вас, которые сражались и не избирали себе помощников, кроме Аллаха, Его посланника и верующих? Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути. Неужели утоление жажды паломника и содержание заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в последний день и сражался на пути Аллаха? Они неравны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше перед Аллахом, они являются преуспевшими. Господь обрадует их вестью о своей милости, своем довольстве и райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут в них вечно. Воистину, Аллах вознаграждает великой наградой. О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере, неверие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. «Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя, в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Потом Аллах не спослал спокойствие своему посланнику и верующим, не спослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим. А после этого Аллах примет покаяние тех, кого пожелает, ибо Аллах прощающий, милосердный. О, те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми, и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети. Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вас богатством из своей милости, если пожелает. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Сражайтесь с теми и с людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Иудеи сказали, Узейр — сын Аллаха. Христиане сказали, Мессия — сын Аллаха. Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины? Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи. Они хотят потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допустит этого и завершит распространение своего света, даже если это ненавистно неверующим. Он — тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистным многобожникам. О те, которые уверовали! Воистину многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха мучительными страданиями. В тот день они, накопленные ими сокровища, будут раскалены в огне гиенны, и ими будут заклемлены их лбы, бока и спины. Им будет сказано «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили». Воистину число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожниками всеми вместе или все вместе. Подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе или все вместе. Знайте, что Аллах с богобоязненными. Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, а в другой год объявляют его запретным, чтобы уравнять количество месяцев, которые Аллах сделал запретными. Они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах, и их злодеяния кажутся им прекрасными. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем последней жизнью? Но приходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно. Если вы не выступите в поход, то он подвергнет вас мучительным страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем не навредите ему, ибо Аллах способен на всякую вещь. Если вы не окажете ему, Мухаммаду, поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере и сказал своему спутнику Абу-Бакру, «Не скорби, ибо Аллах с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как слово Аллаха превыше всего. Аллах могущественный, мудрый. Выступайте в поход, легко ли это вам будет или обременительно, и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Если бы их ожидали близкая нажива и легкая дорога, то они последовали бы за тобой. Но расстояние показалось им дальним, и они будут клясться Аллахом, если бы мы могли, то непременно отправились бы с вами. Они губят себя, и Аллах знает, что они являются лжецами. Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто является лжецом? Те, которые веруют в Аллаха и в последний день, не спрашивают у тебя дозволения на то, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами. Аллах знает богобоязненных. У тебя просят дозволения остаться дома только те, которые не веруют в Аллаха и в последний день, сердца которых испытывают сомнения. И по причине своего сомнения они пребывают в замешательстве. Если бы они желали выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход и задержал их. Им было сказано «Отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться». Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников. Они и раньше стремились посеять смуту и представляли тебе дела в искаженном виде, пока не явилась истина и не проявилось веление Аллаха, хотя это было им ненавистно. Среди них есть и такой, который говорит «Позволь мне остаться дома и не искушай меня». Безусловно, они уже впали в искушение. Воистину, гиена объемлет неверующих. Если тебе перепадет благо, это огорчает их. Если же тебя постигает беда, они говорят «Мы заранее приняли меры предосторожности для себя», и они уходят, забавляясь. «Скажи, нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он наш покровитель. И пусть верующие уповают на одного Аллаха». «Скажи, неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами. Скажи, станете ли вы делать пожертвования по доброй воле или по принуждению? От вас все равно не будет принято, поскольку вы являетесь людьми нечестивыми». Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его посланника, лениво совершают намаз и нехотя делают пожертвования. Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими. Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам. Однако они не принадлежат к вам. Напротив, они боязливые люди. Если бы они нашли убежище, пещеру или укрытие, то они поспешно направились бы туда. Среди них есть такие, которые обвиняют тебя из-за милостыни. Если им достанется что-либо из милостыни, то они останутся довольны. Если же им ничего не достается, то они сердятся. Лучше бы они довольствовались тем, что дал им Аллах и его посланник. И сказали, нам достаточно Аллаха. Аллах одарит нас и своей милости, а также его посланник. Воистину мы устремляемся к Аллаху. Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Среди них есть такие, которые обижают пророка и говорят, он есть ухо, выслушивает любые новости. Скажи, он слушает только то, что лучше для вас. Он верует в Аллаха и доверяет верующим. Он является милостью для тех, которые уверовали. Тем же, которые обижают посланника Аллаха, уготованы мучительные страдания. Они клянутся Аллахом, чтобы угодить вам. Но для них было бы лучше, если только они являются верующими, угождать Аллаху и его посланнику. Разве они не знали, что тому, кто проявляет враждебность к Аллаху и его посланнику, навеки уготован огонь гиенны? Это великое бесчестие. Лицемеры опасаются, что им будут неспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи, насмехайтесь. Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь. Если ты их спросишь, они непременно скажут. Мы только болтали и забавлялись. Скажи. Неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланникам? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали. Если мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками. Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки, скупятся делать пожертвования. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами. Лицемерам, лицемеркам и неверующим Аллах обещал огонь гиенны, в котором они пребудут вечно, довольны с них этого. Аллах проклял их, и им уготованы вечные мучения. Они подобны тем, которые жили до вас. Они превосходили вас силой, и у них было больше имущества и детей. Они насладились своей долей. Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в славоблудие, подобно тому, как они погружались в славоблудие. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются потерпевшими убыток. Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг к другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное. Совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние. О, пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия! Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверующими после того, как обратились в ислам. Они задумались совершить то, что им не удалось совершить. Они мстят только за то, что Аллах и Его посланник обогатили их из Его щедрот. Если они раскаются, то так будет лучше для них. А если они отвернутся, то Аллах подвергнет их мучительным страданиям в этом мире и в последней жизни. Нет у них на земле ни покровителя, ни помощника. Среди них есть такие, которые обещали Аллаху, если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарил их из своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данные Аллаху обещания и за то, что они лгали. Разве они не знали, что Аллаху известны их секреты и тайные беседы, и что Аллах является ведающим сокровенное? Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания. Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз, ибо они не уверовали в Аллаха и Его посланника. Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей. Оставшиеся позади, не принявшие участия в походе на табук, радовались тому, что они остались позади посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили, не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи, огонь гиенны еще жарче, если бы они только понимали. Пусть они мало смеются и много плачут в воздаянии за то, что они приобретали. Если Аллах возвратит тебя к некоторым из них, и они попросят у тебя дозволения отправиться в поход, то скажи, вы никогда не отправитесь со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной против врага. Вы были довольны тем, что отсиделись первый раз. Посему отсиживайтесь вместе с теми, кто остается. Никогда не совершай намаз по какому-либо из них и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и его посланника и умерли нечестивцами. Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям имуществом и детьми в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими. Когда была неспослана сура с повелением уверовать в Аллаха и сражаться вместе с его посланником, обладающие богатством среди них стали просить тебя позволить им остаться и сказали, оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался сидеть. Они были довольны тем, что оказались среди тех, кто остался позади. Их сердца запечатаны, и они не понимают истины. Однако посланник и те, которые уверовали вместе с ним, сражались своим имуществом и своими душами, им уготованы блага. Именно они являются преуспевшими. Аллах приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Это великое преуспеяние. Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвование, если они искренне перед Аллахом и Его посланником. Нет оснований укорять творящих добро. Воистину Аллах прощающий, милосердный. Также нет греха на тех, которым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, ты сказал, «Я не могу найти животных для вас». Они вернулись глазами, полными слез от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвование. Укора заслуживают только те, которые попросили тебя остаться дома, будучи богатыми. Они были рады оказаться среди тех, кто остался позади. Аллах запечатал их сердца, и они не знают истины. Когда вы возвратитесь к ним, они станут оправдываться. Скажи, «Не оправдывайтесь, мы все равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам вести о вас. Аллах и Его посланник увидят ваши деяния. А потом вы будете возвращены к ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали». Когда вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись от них. Отвернитесь же от них, ибо они нечисть, их пристанищем будет гиенна. Таково воздаяние за то, что они приобретали. Они станут вам клясться, чтобы вы остались довольны ими. Но даже если вы останетесь довольны ими, Аллах все равно не будет доволен людьми нечестивыми. Бедуины оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии. Они больше других не признают ограничений, которые Аллах не спасал своему посланнику. Воистину, Аллах — знающий, мудрый. Среди бедуинов есть и такие, которые считают свои пожертвования убытком и выжидают, когда вас постигнет превратность судьбы. Их самих постигнут превратности судьбы. Воистину, Аллах — слышащий, знающий. Среди бедуинов есть и такие, которые веруют в Аллаха и последний день и считают, что их пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут заслужить молитвы посланника. Воистину, они, пожертвования, действительно являются средством приближения. Аллах ведет их в свою милость, ведь Аллах — прощающий, милосердный. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины, есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвернем их мучениям дважды, а затем они будут возвращены в великие мучения. Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяние. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для них. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяние от своих рабов и принимает пожертвования, что Аллах, принимающий покаяние, милосердный? Скажи, трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, его посланник и верующие. Вы предстанете перед ведающим сокровенное и явное, и он поведает вам о том, что вы совершали. Есть и такие, которые выжидают веления Аллаха. Он либо накажет их, либо примет их покаяние. Аллах знающий, мудрый. Те, которые построили мечеть для нанесения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман и создания заставы для тех, кто издавна сражается против Аллаха и его посланника, непременно будут клясться. Мы не хотели ничего, кроме добра. Аллах свидетельствует, что они являются лжецами. Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней. В ней есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит очищающихся. Строение, которое они построили, всегда будет порождать сомнения. Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково его обещание и обязательство в Таурате, Инджиле и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и постятся, или путешествуют, кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха. Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями ада. А молитва Ибрахима о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим был смиренным, выдержанным. Аллах не вводит заблуждений людей, которым он указал прямой путь, пока он не разъяснит им, чего они должны опасаться. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. Воистину, Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он дарует жизнь и умершляет. Нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника. Аллах принял покаяние пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час, после того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились в сторону. Он принял их покаяние, ибо он сострадательный, милосердный. Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у него. Затем он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми. Не следовало жителям Медины и бедуинам из окрестностей оставаться позади посланника Аллаха и отдавать предпочтение собственным жизням перед его жизнью. Это потому, что жажда, усталость и голод, постигающий их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Воистину, Аллах не теряет вознаграждения творящих добро. Какое бы большое или скудное пожертвование они ни делали, какую бы долину они ни пересекали, это записывается им, дабы Аллах воздал им большим, чем то, что они совершили. Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться? О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас, и пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах с богобоязненными. Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит, чья вера от этого стала сильнее. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнения к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими. Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? Они не раскаиваются после этого и не поминают назидание. Когда ниспосылается сура, они смотрят друг на друга, видит ли вас кто-нибудь, а затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они люди неразумеющие. К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас, но он добр и милосерден к верующим. А если они отвернутся, то скажи, мне достаточно Аллаха, нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он — Господь Великого Трона. Сура Юнус Иона Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф Лам Ра Это аяты мудрого писания. Неужели люди удивлены тем, что мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния? Неверующие сказали, безусловно, это явный колдун. Воистину, ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за шесть дней, а потом вознесся на трон или утвердился на троне. Он управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Неужели вы не помянете назидание? Все вы возвратитесь к Нему согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по справедливости вознаградить тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Тем же, которые не уверовали, уготованы напиток из кипятка и мучительные страдания за то, что они не уверовали. Он тот, кто даровал солнцу сияние о луне свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет свои знамения для людей, знающих. Воистину, в смене ночи и дня, а также в том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных. Воистину, тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали. Воистину, тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь реки. Там они будут взывать «Пречист ты, Аллах!» Там их приветствием будет слово «Мир», а их молитвы будут завершаться словами «Хвала Аллаху, Господу миров». Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Но мы оставляем тех, которые не надеются на встречу с нами, слепо скитаться в своем беззаконии. Когда человека поражает горе, Он взывает к нам, и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же мы избавляем его от напасти, Он проходит, словно никогда не взывал к нам по поводу постигшего его несчастья. Вот как приукрашено преступникам то, что они совершают. «Мы погубили поколения, жившие до вас, поскольку они поступали несправедливо и не уверовали в наших посланников, явившихся к ним с ясными знамениями. Так мы наказываем грешных людей. Потом мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. Когда наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с нами, они говорят, принеси нам другой Коран или замени его. Скажи, не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня постигнут мучения в великий день. Скажи, если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и он не стал бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете? Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или отверг его знамения? Воистину, грешники не преуспеют. Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят, они наши заступники перед Аллахом. Скажи, разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы он не знал? Причист он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если бы прежде не было слова твоего Господа, то их разногласия были бы разрешены. Неверующие говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, сокровенное принадлежит одному Аллаху. Ждите, и я подожду вместе с вами. Когда мы дали людям вкусить милость после того, как их постигло бедствие, они тотчас начали ухищряться против наших знамений. Скажи, Аллах быстрее в ухищрениях. Воистину, наши посланцы записывают ваши козни. Он — тот, кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед ним веру. Если ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных. Когда же он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого права на то. О, люди! Ваше бесчинство обернутся против вас самих. Это приходящее наслаждение мирской жизнью. Потом вы возвратитесь к нам, и мы поведаем вам о том, что вы совершали. Мирская жизнь подобна воде, которую мы ниспосылаем с неба, и благодаря которой или с которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жневье, словно еще вчера она не изобиловала. Так мы разъясняем знамения для людей размышляющих. Аллах призывает к обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее, рай, и добавка, возможность взглянуть на лик Аллаха. Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они обитатели рая, в котором они пребудут вечно. А воздаянием тех, кто приобрел зло, будет равноценное зло. Их постигнет унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покроются клочьями ночного мрака. Они обитатели огня, в котором они пребудут вечно. В тот день мы соберем их вместе, а потом скажем многобожникам, оставайтесь на своих местах вместе со своими сотоварищами. Потом мы разделим их, и сотоварищи скажут им, вы вовсе не поклонялись нам. Довольно того, что Аллах является свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении. Там каждый человек испытает то, что он совершил прежде. Они будут возвращены к Аллаху, их истинному покровителю, и скроется от них то, что они измышляли. Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут, Аллах. Скажи, неужели вы не устрашитесь? Таков Аллах, ваш истинный Господь. Что может быть за истиной, кроме заблуждения? До чего же вы отвращены от истины? Так подтвердилось слово твоего Господа о том, что нечестивцы не уверуют. Скажи, есть ли среди ваших сотоварищей такой, который создает творение, а затем воссоздает его? Скажи, Аллах создает творение, а затем воссоздает его. До чего же вы отвращены от истины? Спроси, есть ли среди ваших сотоварищей такой, который указывает путь к истине? Скажи, Аллах указывает путь к истине. Кто более достоин того, чтобы за ним следовали? Тот, кто сам указывает путь к истине, или же тот, кто не может найти верного пути, пока ему не укажут на него? Что с вами? Как вы судите? Большинство их следует своим предположениям, но ведь предположения никак не могут заменить истину. Воистину, Аллаху известно о том, что они совершают. Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он является подтверждением того, что было до него, и разъяснением писания от Господа миров, в котором нет сомнения. Или же они говорят, он выдумал его. Скажи, сочините хотя бы одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду. Так нет же, они объявляют ложью знания, которые не способны постичь, и толкование которого еще не свершилось. Таким же образом его отвергали их предшественники. Погляди же, каким был конец беззаконников. Среди них есть такие, которые уверуют в него, и такие, которые не уверуют в него. Твой Господь лучше осведомлен о распространяющих нечестие. Если тебя сочтут лжецом, то скажи, мне достанутся мои деяния, а вам ваши деяния. Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы. Среди них есть и такие, которые выслушивают тебя. Разве ты можешь заставить слышать глухих, если они к тому же не разумеют? Среди них есть и такие, которые смотрят на тебя. Разве ты можешь наставить на прямой путь слепых, если они к тому же не видят? Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе. В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах всего лишь один дневной час, и они узнают друг друга. Воистину, убыток потерпят те, которые считали ложью встречу с Аллахом и не следовали прямым путем. Мы покажем тебе часть того, что мы обещали им, или же упокоим тебя, но они все равно вернутся к нам. Кроме того, Аллах является свидетелем того, что они совершают. У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо. Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? Скажи, я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Скажи, думали ли вы о том, что если мучения от Аллаха постигнут вас ночью или днем, какую часть их будут торопить грешники? Неужели вы уверуете в них только тогда, когда они постигнут вас? Неужели теперь, после того, как вы торопили их? Потом будет сказано тем, кто поступал несправедливо, вкусите вечные мучения? Разве вам не воздается только за то, что вы совершали? Они спрашивают тебя, неужели это правда? Скажи, конечно, клянусь моим господом. Воистину, это подлинная правда, и вам не избежать этого. Если бы несправедливый человек владел всеми богатствами земными, то он отдал бы их в качестве выкупа. Они скроют раскаяние, когда увидят мучения. Между ними рассудят беспристрастно и с ними не поступят несправедливо. Несомненно, Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Несомненно, обещание Аллаха является истиной, но большинство их не знает этого. Он оживляет и умерщвляет, и к нему вы будете возвращены. О, люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Скажи, что вы скажете об уделе, который не спасал вам Аллах и часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной? Скажи, Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха? Что думают о дне воскресения те, которые возводят навет на Аллаха? Воистину, Аллах милостив к людям, но большинство их неблагодарно. Какой бы поступок ты не совершал, что бы ты не читал из Корана, и что бы вы не совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это в ясном Писании. Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязнены. Им предназначена радостная весть в этом мире и в последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это великое преуспеяние. Пусть тебя не печалит то, что они говорят, ибо могущество целиком принадлежит Аллаху, Он слышащий, знающий. Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах и те, кто на земле, а те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается. Он, тот, кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и день для освящения. Воистину, в этом знамение для тех, кто внимает. Они говорят, Аллах взял себе сына. Причист он, он богат, и ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете? Скажи, воистину, те, которые возводят навет на Аллаха, не преуспеют. Они попользуются мирскими благами, а затем вернутся к нам, и тогда мы дадим им вкусить тяжкие мучения за то, что они не уверовали. Прочти им рассказ о минухе. Вот он сказал своему народу, «О, народ мой, если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Аллаха. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем вынесите свой приговор и не предоставляйте мне отсрочки. Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман. Они сочли его лжецом, и мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге. Мы сделали их преемниками и потопили тех, кто отвергал наши знамения. Посмотри же, каким был конец увещеваемых. После него мы отправили посланников к их народам. Они приносили им ясные знамения, но они не желали уверовать в то, что отвергали прежде. Так мы запечатываем сердца преступников. После них мы послали Мусу и Харуна с нашими знамениями к фараону и его знати, но они возгордились. Они были грешным народом. Когда к ним явилась истина от нас, они сказали, воистину, это очевидное колдовство. Муса сказал, неужели, когда истина явилась к вам, вы говорите, колдовство ли это? Воистину, колдуны не преуспеют. Они сказали, неужели ты пришел для того, чтобы сбить нас с пути, по которому шли наши отцы, и чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не уверуем в вас. Фараон сказал, приведите ко мне всех знающих колдунов. Когда колдуны явились, Муса сказал им, бросайте то, что вы хотите бросить. Когда они бросили, Муса сказал, выявили колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным, Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие. Аллах утвердит истину своими словами, даже если это ненавистно грешникам. Из-за страха перед тем, что фараоны его знать будут преследовать их, Мусе поверили лишь немногие потомки из его народа. Воистину, фараон был деспотичным тираном на земле, воистину он был одним из преступников. Муса сказал, о мой народ, если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на него. Они сказали, мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искушением для людей несправедливых. По своей милости спаси нас от людей неверующих. Мы не спасли откровение Мусе и его брату. Обеспечьте свой народ жилищами в Египте, превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте намаз. Обрадуй же верующих. Муса сказал, Господь наш, ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш, они сбили других с твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатства и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания. Он сказал, ваша молитва принята. Ступайте прямым путем и не следуйте за теми, кто не обладает знанием. Мы переправили сынов Исраила через море, а фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал, я уверовал в то, что нет бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила. Я стал одним из мусульман. Аллах сказал, только сейчас, а ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями. Мы поселили сынов Исраила в славной стране и одарили их благами. Между ними не было разногласий, пока к ним не явилось знание. Воистину, в день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнении. Если ты сомневаешься в том, что мы не спасали тебе, то спроси тех, которые читают Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся. Не будь в числе тех, которые считают ложью знамения Аллаха, а не то окажешься одним из потерпевших убыток. Воистину, те, о которых подтвердилось слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения. Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Юнуса. Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени. Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет. Скажи, понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле. Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не уверовал. Неужели они ждут дней подобных тем, которые наступили для их предшественников? Скажи, ждите, и я подожду вместе с вами. Потом мы спасем наших посланников и тех, которые уверовали. Таким образом, нам надлежит спасать верующих. Скажи, о, люди, если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, который упокоит вас, и мне приказано быть одним из верующих. Искренне обрати свой лик к религии и не будь одним из многобожников. Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то окажешься в числе беззаконников. Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме него, не избавит тебя от него. Если он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит его милости. Он одаряет ею того из своих рабов, кого пожелает. Он прощающий, милосердный. Скажи «О люди, к вам явилась истина от вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Я не являюсь вашим попечителем и хранителем». Следуй тому, что внушается тебе в откровении, и терпи, пока Аллах не вынесет приговор, ведь он наилучший из судей». Сура Худ Худ Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф Лам Ра Это писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены мудрым ведающим. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Воистину, я для вас предостерегающий увещеватель и добрый вестник от него. Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. Вы вернетесь к Аллаху, а ведь Он способен на всякую вещь. Воистину, неверующие сжимают свои сердца, чтобы спрятаться от Него. Воистину, даже когда они закутываются в одежду, Он знает то, что они утаивают, и то, что они обнародуют. Он ведает о том, что в сердцах. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения утробы матерей или могилы. Все это записано в Ясном Писании. Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если ты скажешь, вы будете воскрешены после смерти, то неверующие скажут, это не что иное, как очевидное колдовство. Если мы отложим наказание их до определенного срока, то они скажут, что же удерживает его. Воистину, в тот день, когда оно постигнет их, ничто не отвратит его и окружит или поразит их то, над чем они насмехались. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он становится отчаявшимся, неблагодарным. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит, напасти оставили меня в покое. Он начинает ликовать и бахвалиться. И только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, уготованы прощение и великая награда. «Быть может, ты отбросишь часть ниспосланного тебе в откровении, и твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят, почему ему не ниспосланы сокровища или ангел не явился вместе с ним? Но ведь ты всего лишь предостерегающий увещеватель, а Аллах попечитель и хранитель всякой вещи». Или же они говорят, «Он измыслил Коран, скажи, принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете помимо Аллаха, если вы говорите правду? Если они не ответят вам, то знайте, что он не спослан сведома Аллаха, и что нет божества кроме него. Неужели вы не станете мусульманами? Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены, а не те, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния. Разве тот, кто опирается на ясное доказательство от своего Господа, за которым следует свидетель от него, до которого руководством и милостью было писание Мусы, подобен неверующему. Они уверовали в него Коран, а сектам, которые не уверовали в него, обещан огонь. Не сомневайтесь в этом, ибо это истина от твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. Кто может быть несправедливей того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут, это они оболгали своего Господа. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые избивают других с пути Аллаха, стремясь исказить Его, и не веруют в последнюю жизнь. Они не смогут спастись на земле, и не будет у них покровителей и помощников вместо Аллаха. Их мучения будут приумножены, ведь они не могли слышать и не видели. Они потеряли самих себя, и скрылось от них то, что они измышляли. Нет сомнения в том, что в последней жизни они понесут самый большой урон. Воистину, те, которые уверовали, совершали праведные деяния и были смиренны перед своим Господом, будут обитателями рая и пребудут там вечно. Эти две группы подобны слепому и глухому, и зрячему, и слышащему. Разве можно их сравнить друг с другом? Неужели вы не помянете назидание? Мы отправили Нуха к его народу. Воистину, я для вас разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, ибо я боюсь, что вас подвергнут страданиям в мучительный день. Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали, мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за тобой, не поразмыслив. Мы не видим, чтобы вы чем-нибудь превосходили нас, напротив, мы считаем вас лжецами. Он сказал, о мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и он даровал мне милость от себя, которая недоступна вашим взорам? Неужели вы полагаете, что мы стали бы принуждать вас к этому, при том, что вам это ненавистно? О мой народ, я не прошу вас за это богатство, ибо вознаградит меня один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом. А вас я считаю людьми невежественными. О мой народ, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помянете назидание? Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом. Я также не говорю тем, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра. Аллаху лучше знать о том, что в их душах. В противном случае я был бы одним из беззаконников. Они сказали, «О Нух, ты пререкался с нами и пререкался долго. Так я вижу нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал, «Воистину это явит вам сам и не в ваших силах предотвратить это. Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелает ввести вас в заблуждение. Он ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены. Или же они говорят, он сочинил его. Скажи, если я сочинил его, то на мне лежит мой грех, но к вашим преступлениям я не верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали, посему не печалься от того, что они совершают. Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. Воистину они будут потоплены. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним, а он говорил, «Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы». Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения. А когда явилось наше веление и разразилось потоком печь, мы сказали «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано «А также тех, кто уверовал». Но уверовали вместе с ним лишь немногие. Он сказал «Садитесь на него, с именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. Воистину, Господь мой, прощающий, милосердный». Он поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух воззвал к своему сыну, который один стоял в стороне «Сын мой, садись с нами и не оставайся с неверующими». Он сказал «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Он сказал «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных. И было сказано «О, земля, поглоти свою воду, о небо, перестань». Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к Аль-Джуди и было сказано «Да сгинут люди несправедливые». Нух воззвал к своему Господу «Господи, ведь сын мой частица моей семьи, твое обещание правдиво, и ты наимудрейший из судей». Он сказал «О, Нух, он не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю тебя не быть одним из невежд. Он сказал «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. Если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». И было сказано «О, Нух, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас». Все это повествование сокровенном, которое мы не спасылаем тебе в откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным. Мы отправили кадитам их брата Худа. Он сказал, «О, мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме него. Вы же измышляете ложь. О, мой народ, я не прошу вас за это награды, ибо вознаграждит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете? О, мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он не спошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу, посему не отворачивайтесь, будучи грешниками». Они сказали, «О, Худ, ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих слов, мы не уверуем в тебя. Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло». Он сказал, «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Воистину, мой Господь на прямом пути. Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не навредите ему. Воистину, Господь мой хранитель всякой вещи. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли худо и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары. Такими были одиты. Они отвергли знамения своего Господа, ослушались его посланников и последовали за всяким горделивым упрямцем. Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так и в день воскресения. Воистину, одиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут одиты, народ худо. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал, о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у него, а затем покайтесь перед ним. Воистину, мой Господь, близкий, отзывчивый. Они сказали, о Салих, прежде ты был нашей надеждой, неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь. Он сказал, о мой народ, а что если я опираюсь на доказательство от моего Господа, и он даровал мне милость от себя? Кто защитит меня от Аллаха, если я ослушаюсь его? Вы не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка. О, мой народ, вот это верблюдится Аллаха знамение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения. Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал, наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня, это обещание не окажется лживым. Когда же явилось наше веление, мы по милости своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от позора в тот день. Воистину обеззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда и не жили там. Воистину самудяне не уверовали в своего Господа, да сгинут самудяне. Наши посланцы принесли Ибрахиму радостную весть и сказали «Мир!» Он сказал «И вам мир!» и поторопился чтобы принести жареного теленка. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали «Не бойся! Воистину мы посланы к народу лута!» А жена его стояла за завесой и рассмеялась. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком о Якубе. Она сказала «Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я старуха и мой муж старик. Воистину это нечто удивительное». Они сказали «Неужели ты удивляешься по велению Аллаха?» Да пребудут над вами милость и благословение Аллаха о обитателе дома. Воистину он достохвальный, славный». Когда страх Ибрахима прошел и он услышал радостную весть, он стал припираться с нами за народ лута. Воистину Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся. Ангелы сказали «О Ибрахим, оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения». Когда наши посланцы явились к луту, он огорчился из-за них, почувствовал себя стесненным и сказал «Это тяжкий день». К нему сбежались его соплеменники, которые уже давно совершали преступления. Он сказал «О мой народ, вот мои дочери, они для вас чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?» Они сказали «Ты знаешь, что нам не нужны твои дочери, тебе известно, чего мы хотим». Он сказал «Если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас, если бы у меня была мощная опора...» Они сказали «О Лут, мы посланцы безла. Отправляйся в путь вместе со своей семьей среди ночи, и пусть никто из вас не оглядывается, и только твою жену поразит то, что поразит остальных. Их срок выйдет утром. Разве утро не близко?» «Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селения и последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины, помеченные у твоего Господа?» Истину, они недалеки от беззаконников. Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба. Он сказал, «О, мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме него. Не обмеривайте и не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнут мучения в объемлющий день. О, мой народ, мерьте и взвешивайте честно, не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие. Оставленное вам Аллахом лучше для вас, если только вы веруете, и я не являюсь вашим хранителем». Они сказали, «О, Шуэйб, неужели твой намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим? Ведь ты же выдержан и благоразумный». Он сказал, «О, мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и он даровал мне прекрасную долю? Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах, на Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. О, мой народ, пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигла народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха, народ Лута, также недалек от вас. Просите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним. Воистину мой Господь милосердный, любящий или любимый. Они сказали, О, Шуэйб, многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями. Ты нисколько недорог нам. Он сказал, О, мой народ, неужели мой род дороже для вас, чем Аллах? Вы оставили его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы совершаете. О, мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы скоро узнаете, кого постигнут унизительные мучения, и кто является лжецом. Ждите, и я подожду вместе с вами. Когда когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Шуэйба и тех, кто уверовал вместе с ним. А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Да сгинут мадьяниты, как сгинули самудяне. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и явным доказательством к фараону и его знати. Но они последовали повелению фараона, хотя повеление фараона было неразумным. В день воскресения фараон возглавит свой народ и поведет их в огонь. Отвратительно то место, куда их поведут. Проклятия будут преследовать их здесь и в день воскресения. Отвратителен дар, которым их одарили. Это некоторые из повествований о селениях, которые мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены. Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели. Такой была хватка твоего Господа, когда он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину хватка его мучительна, сурова. Воистину в этом знамение для тех, кто страшится мучений в последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди, это будет день, когда все будут присутствовать. Мы отсрочим его лишь до определенного срока. когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без его соизволения, и среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные прибудут в огне, где они будут вдыхать и выдыхать. Они прибудут там вечно, пока существует небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Воистину твой Господь вершит то, что пожелает. Счастливые же прибудут в раю. Они прибудут там вечно, пока существует небеса и земля, если твой Господь не пожелает иного. Это будет неиссякаемый дар. Не сомневайся в том, чему они поклоняются. Они поклоняются тем, кому прежде поклонялись их отцы. Воистину мы воздадим им сполна без убавления. Мы даровали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия, и если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Воистину они испытывают смутные сомнения относительно него, Корана. Воистину твой Господь воздаст сполна каждому из них за его деяния, ведь он знает о том, что они совершают. Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой, и не приступайте границ дозволенного, ибо он видит то, что вы совершаете. Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. Нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха, и тогда никто вам не окажет поддержки. Совершайте намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это напоминание для поминающих. Терпи, ибо Аллах не теряет вознаграждения творящих добро. Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле, такими были лишь немногие из числа тех, кого мы спасли, а беззаконники последовали за тем, что было даровано им и стали грешниками. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится слово Твоего Господа. Я непременно заполню гиену джинами и людьми, всеми вместе. Мы рассказываем тебе повествования о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое сердце. В этой суре к тебе явились истина, увещевания и напоминания для верующих. Скажи тем, которые не веруют, действуйте по своему усмотрению, и мы тоже будем действовать. Выжидайте, и мы тоже будем выжидать. Аллаху ведомо сокровенной на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйтесь Ему и уповайте на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете. Сура Юсуф Иосиф Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф Лам Ра Это аяты Ясного Писания. Воистину, мы не спасли его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его. Мы рассказываем тебе самые прекрасные повествования, внушая тебе в откровении этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто ничего не ведал об этом. Вот Юсуф сказал своему отцу, о, мой отец, я видел одиннадцать звезд, солнце и луну, я видел, как они поклонились мне. Он сказал, о, сын мой, не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замысят против тебя дурное, воистину сатана явный враг человеку. Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба. Подобно тому, как еще раньше, он одарил совершенной милостью твоих отцов Ибрахима и Исхака. Воистину твой Господь знающий, мудрый. Безусловно, Юсуф и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает. Вот они сказали, отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас целая группа. Воистину наш отец пребывает в очевидном заблуждении. Убейте Юсуфа или бросьте его в другой земле, тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми. Один из них сказал, не убивайте Юсуфа, а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его. Они сказали, «О отец наш, почему ты не доверяешь нам Юсуфа? Воистину мы желаем ему добра. Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его». Он сказал, «Мне грустно от того, что вы уведете его. Я боюсь, что волк растерзает его, когда вы оставите его без присмотра». Они сказали, «Если волк растерзает его, тогда как нас целая группа, то мы действительно окажемся потерпевшими убыток». Когда они увели его и бросили на дно колодца, мы внушили ему, «Ты непременно напомнишь им об этом поступке, когда они даже не узнают тебя». Вечером они вернулись к своему отцу с плачем и сказали, «О отец наш! Мы соревновались, а Юсуфу оставили стеречь наши вещи, и волк съел его. Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду». Они показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал, «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали». Когда прибыл караван, они послали водоноса принести воды. Он опустил свое ведро и сказал, «Вот радость, это же мальчик». Они спрятали его, чтобы продать, но Аллах ведал о том, что они совершали. Они, братья Юсуфа, продали его за ничтожную цену, всего за несколько дирхемов. Они невысоко оценили его. Тот житель Египта, который купил Юсуфа, сказал своей жене, «Относись к нему хорошо, быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Так мы утвердили Юсуфа на земле и научили его толкованию снов. Аллах властен вершить свои дела, однако большинство людей не ведает об этом. Когда Юсуф достиг зрелого возраста, мы даровали ему умение принимать решения и знания. Так мы вознаграждаем творящих добро». Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала, «Иди ко мне». Он сказал, «Упаси Аллах, ведь он, мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину беззаконники не преуспеют». Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину он был из числа наших избранных или искренних рабов». Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала, «Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?» Он сказал, «Это она пыталась соблазнить меня». А свидетель из ее семьи сказал, «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он один из тех, кто лжет. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он один из тех, кто говорит правду». Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал, «Воистину все это ваши женские козни, воистину ваши козни велики». Юсуф, забудь об этом, а ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех. Женщины в городе стали говорить, жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного раба. Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение. Когда она услышала про их хитрость, то пригласила их, велела приготовить им подушки, дала каждой по ножу и сказала, «Выйди к ним». Когда они увидели его, то так превозносили его, что порезали ножами себе руки и сказали, «Упаси Аллах, да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел». Она сказала, «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали». Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных. Он сказал, «Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежды». Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Воистину он слышащий, знающий. Они увидели его доказательства, но после этого все равно решили заточить его на некоторое время. Вместе с ним в темницу попали двое юношей. Один из них сказал, «Я видел, что выжимаю виноград». Другой сказал, «Я видел, что несу на голове хлеб, который клюют птицы. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из праведников». Он сказал, «Не успеют принести еду, которой вас кормят, как еще раньше я растолкую ваши сновидения. Это часть того, чему научил меня мой Господь. Воистину я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и не признают последнюю жизнь. Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исхака и Якуба. Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к человечеству, но большинство людей неблагодарны. О, множество различных богов лучше, или же Аллах единственный, могущественный. Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не не спасал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого. О, мои товарищи по темнице, один из вас будет разливать вино для своего господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено. Он попросил того, который по его предположению должен был спастись, напомни обо мне твоему господину. Но сатана побудил его позабыть напомнить это его господину, или сатана побудил Юсуфа забыть помянуть своего господа, и он пробыл в темнице несколько лет. Царь сказал, я видел, как семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О, знатные люди, разъясните мое видение, если вы умеете толковать сны. Они сказали, это бессвязные сны, мы не умеем толковать такие сновидения. Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал, я расскажу вам его толкование, только пошлите меня. Он сказал, о, Юсуф, о, правдивый муж, поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям, быть может они уразумеют. Он сказал, семь лет подряд вы будете усердно сеять, то, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого количества, которое вы будете есть. Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды. Царь сказал, приведите его ко мне. Когда к нему пришел посланец, он сказал, возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки. Воистину, моему господу известно об их кознях. Он сказал, что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа. Они ответили, упаси Аллах, мы не знаем о нем ничего плохого. Жена знатного мужа сказала, теперь истина прояснилась, это я пыталась соблазнить его, а он один из тех, кто говорит правду. Я признаюсь в этом для того, чтобы он, мой муж, знал, что я не изменила ему в его отсутствие, и что Аллах не помогает козням изменников. Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь прощающий, милосердный. Царь сказал, приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным. Побеседовав с ним, он сказал, сегодня при нас ты обрел положение и доверие. Он сказал, назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель. Так мы наделили Юсуфа властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро. Воистину, вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязнены. Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. Снабдив их провизии, он сказал, привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру, и что я самый гостеприимный из хозяев? Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам, и тогда даже не приближайтесь ко мне. Они сказали, мы постараемся уговорить его отца, мы непременно сделаем это. Он велел своим слугам, положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к своим семьям, быть может, они вернутся. Вернувшись к отцу, они сказали, отец наш, нам не будут больше отмеривать зерно, отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру, воистину, мы будем оберегать его. Он сказал, неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше, он милосерднейший из милосердных. Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, что их деньги были возвращены им. Они сказали, отец наш, что еще можно пожелать, нам вернули наши деньги, мы обеспечим пропитанием нашей семьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок верблюжьи вьюк, эта мера не будет обременительной. Он сказал, я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение. Когда же они поклялись ему, он сказал, Аллах является попечителем и хранителем того, что мы сказали. Он сказал, сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам, вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие. Они вошли так, как им велел Отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха, но таким было желание души Якуба, которое он удовлетворил. Воистину он обладал знанием, поскольку мы научили его, но большая часть людей не знает этого. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе своего брата и сказал, воистину я твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершили. Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата, а затем глашатой закричал, о, караванщики, вы воры. Повернувшись к ним лицом, они сказали, что вы потеряли? Они сказали, мы потеряли чашу царя, кто принесет ее, получит верблюжий вьюг, я отвечаю за это. Они сказали, клянемся Аллахом, вы знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие? Мы не являемся ворами. Они сказали, каким же будет возмездие ему, если вы лжете? Они сказали, тот, в чем вьюг и она будет найдена, будет задержан в наказании, так мы воздаем беззаконникам. Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть более знающие. Они сказали, если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат. Юсуф утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал, ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете. Они сказали, о, повелитель, его отец многолетний старик, задержи вместо него кого-либо из нас, мы видим, что ты один из творящих добро. Он сказал, упаси нас Аллах задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу вещь. Поступив так, мы стали отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал, помните ли вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом, и что раньше вы неправедно поступили с Юсуфом? Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Воистину, он наилучший судей. Возвращайтесь к отцу и скажите «Отец наш, твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем и не ведаем о сокровенном. Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду». Он сказал «О, нет, это ваши души ввели вас в соблазн и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, он знающий, мудрый». Он отвернулся от них и сказал «Как жаль Юсуфа!» И его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал. Они сказали «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Юсуфа, пока не ослабеешь или не умрешь». Он сказал «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете». О, сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Войдя к нему, они сказали «О, повелитель, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром, отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. Воистину Аллах вознаграждает творящих добро». Он сказал «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» Они сказали «Неужели ты Юсуф?» Он сказал «Я Юсуф, а это мой брат». Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро». Они сказали «Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками». Он сказал «Сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо Он милосерднейший из милосердных. Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а потом привезите ко мне всю свою семью». Как только караван покинул Египет, их отец сказал «Воистину я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». Они сказали «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом заблуждении». Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел, он сказал «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» Они «Попроси прощения нашим грехам, воистину мы были грешниками». Он сказал «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь он прощающий, милосердный». Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и сказал «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах». Он поднял своих родителей на трон, и они пали нец перед ним. Он сказал «Отец мой, это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину мой Господь добр, кому пожелает. Воистину Он знающий, мудрый. Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли. Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманинам и присоедини меня к праведникам». Все это часть повествований о сокровенном, которые мы не спосылаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они вместе принимали решения и строили козни. Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. Ты не просишь у них вознаграждения за это, ведь это только напоминание для миров. Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к нему сотоварищей. Неужели они не опасаются того, что покрывало наказание Аллаха окутает их, или что час настанет внезапно, когда они об этом и думать не будут? Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Причист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. До тебя мы направляли посланниками только мужей и селений, которым мы внушали откровения. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, которые жили до них? Воистину, обитель в последней жизни лучше для богобоязненных. Неужели они не разумеют? Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь, и спасались те, кого мы хотели спасти. Наши наказания нельзя отвратить от грешных людей. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей. Сура Ар-Рад Гром Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф Лам Мим Ра Это аяты Писания. Неспосланный тебе твоего Господа является истиной, однако большинство людей не верует. Аллах вознес небеса без опор, который вы могли бы увидеть, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и разъясняет знамения, быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. Он тот, кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину в этом знамение для людей разумеющих. Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? неверующих говорят, почему ему не не спосла на знамение от его Господа? Воистину, ты всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник. Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая матка, всякая вещь у него имеет меру. Он ведающий сокровенное и явное, большой, превознесшийся. Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем, вы все равны перед Аллахом. Есть у него человека ангелы, следующие впереди него и позади него, и охраняющие его по повелению Аллаха. Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме него. Он тот, кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надеялись, и создает тяжелые тучи. Гром прославляет его хвалой, а также ангелы от страха перед ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь он силен и суров в наказании. К нему обращен призыв истины, а те, которых они призывают вместо него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести ее к рту, но не может этого сделать. Воистину, мольба неверующих является всего лишь заблуждением. Те, кто на небесах и на земле, а также их тени, добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом. Скажи, кто Господь небеса земли? Скажи, Аллах. Скажи, неужели вы взяли себе вместо него покровителей и помощников, которые невластны принести пользу и вред даже самим себе? Скажи, разве равны слепой и зрячий? Или же равны мраки и свет? Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими? Скажи, Аллах творит всякой вещи, Он единственный, всемогущий. Он не спосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаливает в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется в земле. Такие притчи приводит Аллах. Тем, которые ответили на призыв своего Господа, уготовано наилучшее, рай. А расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен. Завладей они всем, что есть на земле, и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет гиена. Как же скверно это ложе. Разве тот, кто знает, что неспосланный тебе является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом, которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств, которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшаться своего Господа и бояться ужасного расчета, которые проявляют терпение, стремясь к лику своего Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем мы их наделили, и добром отталкивают зло. И им уготована последняя обитель, сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасно последняя обитель! А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и скверная обитель. Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с последней жизнью, всего лишь приходящее удовольствие. Неверующие говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к нему с покаянием. Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения. Так мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты прочел им то, что мы внушили тебе в откровении, но они не уверовали в милостивого. Скажи, Он мой Господь, и нет божества кроме Него, я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с покаянием. Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники, то им оказался бы этот Коран. Но любое решение остается только за Аллахом. Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия не перестанут поражать неверующих за то, что они содеяли или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не явится обещание Аллаха. Воистину, Аллах не нарушает своего обещания. До тебя посланники тоже подвергались смеянию. Я предоставлял отсрочку неверующим, но потом хватал их. Каким же было мое наказание? Разве тот, кто заботится за каждым человеком и тем, что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщаются товарищей к Аллаху. Скажи, назовите их. Неужели вы поведаете ему о существующем на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова? Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. Им уготованы мучения в мирской жизни, но мучения в последней жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха. Вот описание рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают яства и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет огонь. Те, кому мы даровали писание, радуются тому, что не спослано тебе. Но среди союзников, иудеев и язычников, есть такие, которые отвергают часть этого. Скажи, мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к нему сотоварищей. К нему я призываю, и к нему предстоит возвращение. Таким образом, мы не спослали Коран законом на арабском языке. Если ты станешь потакать их желанием после того, как тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником. Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. Для каждого срока есть предписание. Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у него мать Писания. Покажем мы тебе часть того, что мы обещаем им, или упокоим тебя, на тебя возложена только передача откровения, а нам надлежит предъявлять счет. Разве они, неверующие, не видят, как мы постепенно уменьшаем землю по краям, а даем его владение верующим? Аллах принимает решение, и никто не отменит его решение. Он скор в расчете. Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется последняя обитель. Неверующие говорят, ты не являешься посланником. Скажи, достаточно того, что свидетелем между мною и вами является Аллах и обладающий знанием о Писании. Сура Ибрахим Авраам Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф Лам Ра Мы не спасла ли тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету на путь могущественного достохвального Аллаха, которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим, которые предпочитают мирскую жизнь последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении. Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснение. Аллах вводит в заблуждение кого пожелает и ведет прямым путем кого пожелает. Он могущественный, мудрый. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели, выведи свой народ из мраков к свету и напомним дни Аллаха. Воистину, в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. Вот Муса сказал своему народу, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа. Вот ваш Господь возвестил, если вы будете благодарны, то я дарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. Муса сказал, если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богатый да стахвальный. Разве до вас не дошли вести о народе Нуха, Адитах и Самудянах и тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. К ним приходили посланники с ясными знамениями, но они клали пальцы в рот и говорили, мы не веруем в то, с чем вы посланы, и нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему вы призываете. Посланники говорили им, неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить ваши грехи и предоставить вам отсрочку до назначенного времени. Они говорили, вы такие же люди, как и мы, вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы, приведите же нам ясное доказательство. Посланники говорили им, мы такие же люди, как и вы, однако Аллах одаряет своей милостью того и своих рабов, кого пожелает. Мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха, пусть же верующие уповают только на Аллаха. Отчего же нам не уповать на Аллаха, если он повел нас нашими путями? Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения, пусть же уповающие уповают только на Аллаха. Неверующие говорили своим посланникам, мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию. Тогда Господь внушал им, мы непременно погубим беззаконников и поселим вас на земле после них, так будет с теми, кто боится предстать передо мною и боится моей угрозы. Они молили о победе, и каждый упорный притеснитель оказывался в убытке. А впереди его ожидает гиенна, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения. Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение. Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю воистине? Если Он пожелает, то уведет вас и приведет другие творения. Это для Аллаха не составляет труда. Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились, воистину мы следовали за вами. Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха? Они скажут, если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него, но теперь нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть, нам негде укрыться. Когда дело свершится, сатана скажет, воистину обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне. Воистину беззаконникам уготованы мучительные страдания. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово мир. Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, быть может, они помянут назидание. А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение, Аллах вершит то, что пожелает. Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели, гиенну, в которой они будут гореть? Как же скверно это место пребывания. Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. Скажи, пользуйтесь благами, но ваш путь лежит в огонь. Скажи тем из моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали намаз и расходовали явно и тайно из того, чем мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы. Аллах, тот, кто создал небеса и землю, не спаслал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете, сосчитать их. Воистину человек несправедлив и неблагодарен. Вот Ибрахим сказал, Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. Господи, воистину они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне, а если кто ослушается меня, то ведь ты прощающий, милосердный. Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, быть может, они будут благодарны. Господь наш, тебе ведомо то, что мы утаиваем и то, что мы обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внимает мольбе. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш, прими мою молитву. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами, взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены, переполнены страхом и лишены всех иных чувств. Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут, Господь наш, дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на твой призыв и последуем за посланниками. Им будет сказано, разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир? Вы обитали в жилищах тех, которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как мы поступили с ними, и мы приводили вам притчи. Они строили свои козни, но их козни были у Аллаха, а ведь козни эти могли сдвинуть горы или не могли сдвинуть горы. Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Воистину Аллах могущественный, способный на возмездие. В тот день земля будет заменена другою, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом единственным, могущественным. В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Аллах воздаст каждой душе то, что она приобрела. Воистину, Аллах скоро в расчете. Это послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и пусть они знают, что Он единственный Бог, и пусть задумаются обладающие разумом. Сура Аль-Хиджр Хиджр Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Алиф, лам, ра. Это аяты писания и ясного Корана. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. Они сказали, «О, тот, кому не спослано откровение, воистину ты одержимый». Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду? Мы не спосылаем ангелов только с истиной, и тогда никому не предоставляется отсрочка. Воистину, мы не спослали напоминание, и мы оберегаем его. Мы уже отправляли до тебя посланников к прежним общинам. Какой бы посланник не приходил к ним, они издевались над ним. Таким же образом мы насаждаем его неверие в сердцах грешников. Они не веруют в него, Коран, хотя уже были примеры первых поколений, и даже если бы мы разверзли для них врата небесные, чтобы они поднялись туда, они непременно сказали бы, наши взоры затуманены, а сами мы околдованы. Воистину, мы воздвигли на небе созвездие и украсили его для тех, кто смотрит. мы предохранили его от всякого изгнанного и побиваемого дьявола. А если он станет подслушивать украдкой, то за ним последует яркий светоч. Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите. Нет таких вещей, хранилищ, которых не было бы у нас, и не спосылаем мы их только в известной мере. Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвели с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать. Воистину мы даруем жизнь и умершляем, и мы наследуем. Воистину мы знаем тех, кто жил прежде, и тех, кому суждено жить после них. Воистину твой Господь соберет их всех, ведь Он мудрый, знающий. Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени. Вот твой Господь сказал ангелам, воистину я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Когда же я придам ему соразмерные облики, вдохнув в него от моего духа, то падите перед ним ниц. Все ангелы до единого пали ниц, за исключением Иблиса, который отказался быть в числе павших ниц. Он сказал, о, Иблис, почему ты не в числе павших ниц? Он сказал, не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Он сказал, изыди отсюда, отныне ты изгнан и побиваем, и проклятия прибудут над тобой до дня воздаяния. Он сказал, Господи, предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены. Он сказал, воистину ты один из тех, кому предоставлена отсрочка до дня, срок которого определен. Он сказал, Господи, за то, что ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме твоих избранных или искренних рабов. Он сказал, это путь ведущий прямо ко мне. Воистину ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой. Воистину гиенна это место, обещанное всем им. Там семь врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть. Воистину богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. Мы исторгнем из их сердец злобу, и они как братья будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда. Сообщи моим рабам, что я прощающий, милосердный, но наказание мое наказание мучительное. Сообщи им также о гостях Ибрагима. Они вошли к нему и сказали «Мир». Он сказал «Воистину, мы опасаемся вас». Они сказали «Не бойся, воистину мы принесли тебе благую весть об умном мальчике». Он сказал «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?» Они сказали «Мы сообщаем тебе правдивую весть и не будь в числе отчаявшихся». Он сказал «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?» Он сказал «Какова же ваша миссия о посланце?» Они сказали «Мы посланы грешным людям, и только семью Лута мы спасем целиком, кроме его жены. Мы решили, что она останется позади». Когда посланцы пришли к Луту, он сказал «Воистину вы люди незнакомые». Они сказали «Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались. Мы принесли тебе истину, и мы говорим правду. Среди ночи выведи свою семью, и сам иди вслед за ними, и пусть никто из вас не оборачивается. Ступайте туда, куда вам приказано». Мы объявили ему приговор о том, что к утру все они будут уничтожены. Жители города пришли ликуя. Он сказал им «Это мои гости, не позорьте же меня, побойтесь Аллаха и не унижайте меня». Они сказали «Разве мы не запрещали тебе укрывать людей?» Он сказал «Вот мои дочери, если вы хотите этого». Клянусь твоей жизнью, они слепо блуждали опьяненные, а на восходе солнца их поразил вопль. Мы перевернули город вверх дном и обрушили на них каменья из обожженной глины. Воистину в этом знамение для зрячих. Воистину они жили прямо на дороге из Мекки в Сирию. Воистину в этом знамение для верующих. Жители Айки также были беззаконниками. Мы отомстили им. Воистину оба эти поселения находились на ясной дороге. Жители Хиджа тоже сочли лжецами посланников. Мы даровали им наши знамения, но они отвернулись от них. Они высекали в горах безопасные жилища. На заре их поразил вопль, и не помогло им то, что они приобретали. Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними только ради истины. Час непременно настанет, посему прощай их красиво. Воистину твой Господь Творец Знающий. Мы даровали тебе семь часто повторяемых сур или аятов и великий Коран. Не заглядывайся на блага, которыми мы наделили некоторых из них, и не печалься о них. Опусти свои крылья перед верующими, будь добр и милосерден к ним. И говори, воистину я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Мы также не спасли его наказание разделяющим, которые поделили Коран на части, уверовали в одну его часть и отвергли другую его часть. Клянусь твоим Господом, мы непременно всех их спросим о том, что они совершали. Провозгласи то, что тебе велено, и отвернись от многобожников. Воистину мы избавили тебя от насмехавшихся, которые наряду с Аллахом признают других богов, но скоро они узнают. Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, смерть не явится к тебе. Сура аннахль Пчелы Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Веление Аллаха придет, и не пытайтесь это ускорить. Приславен Он и превыше того, что они приобщают сотоварищи. Он не спосылает ангелов с духом, откровением по своему велению тому из своих рабов, кому пожелает. Предостерегайте тем, что нет божества, кроме меня. Бойтесь же меня. Он сотворил небеса и землю воистине. Он превыше тех, кого они приобщаются товарищи. Он сотворил человека из капли, и после этого тот открыто пререкается. Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Воистину, Господь ваш сострадательный, милосердный. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете. Аллах указывает на прямой путь, но есть дороги, которые уводят в сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех наставил бы на прямой путь. Он тот, кто не спосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот. Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Он покорил вам ночь и день, солнце и луну, звезды также покорны по его воле. Воистину в этом знамение для людей разумеющих. Он сотворил для вас на земле разнообразие цветов. Воистину в этом знамение для людей поминающих. Он тот, кто починил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать его милость? Быть может, вы будете благодарны? Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путем. Он создал приметы, а по звездам они находят правильную дорогу. Разве тот, кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помянете назидание? Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитайте их. Воистину Аллах прощающий, милосердный. Аллах ведает то, что вы утаиваете и то, что вы совершаете открыто. А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить тогда, как сами они были сотворены. Они мертвы, не живы и не знают, когда они будут воскрешены. Ваш Бог, Бог единственный, но сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, отвергают истину, а сами они высокомерные гордецы. Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете и то, что вы обнародуете. Воистину, Он не любит высокомерных. Когда им говорят, что не спасал вам Господь, они говорят, сказки древних народов. Пусть они понесут свою ношу целиком в последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Как же отвратительно их ноша! Козни строили еще те, которые жили до них, но Аллах разрушил основание их строения. Крыша обрушилась на них сверху, и мучения постигли их оттуда, откуда они их не ожидали. А потом в день воскресения Он опозорит их и скажет, где же мои сотоварищи, о которых вы спорили? Те, которым было даровано знание, скажут, воистину, сегодня неверующих постигнут позор и зло. Те, кого ангелы умертвили, когда они грешили во вред себе, проявят показную покорность и скажут, мы не совершали никакого зла. Им ответят, о нет, воистину Аллаху известно о том, что вы совершали. Войдите во врата гиенны и прибудьте там вечно, как же скверна обитель возгордившихся. Когда богобоязненных спрашивают, что не спасал вам Господь, они говорят благо. Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добром, а последнее обитель будет еще лучше. Как же прекрасно обитель богобоязненных. они войдут в сады Эдема, в которых текут реки, они получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздает богобоязненным, которых ангелы упокаивают праведниками. Они говорят «Мир вам, войдите в рай благодаря тому, что вы совершали». Неужели они ждут чего-либо иного, кроме ангелов или веления твоего Господа? Так же поступали те, которые жили прежде. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Злое возмездие постигло их за то, что они творили, и окружило или поразило их то, над чем они издевались. Многобожники говорят, если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему. Так же поступали те, которые жили прежде. Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения? Мы отправили каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих. Как бы ты не хотел наставить их на прямой путь, Аллах не наставляет на прямой путь тех, кого он вводит в заблуждение, и не будет у них помощников. Именем Аллаха они привнесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами. Когда мы хотим чего-либо, то стоит нам сказать «Будь», как это сбывается. Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в последней жизни будет еще больше, если бы они только знали. Это те, которые проявляют терпение и уповают только на своего Господа. Мы посылали до тебя посланниками только мужей, которым внушали откровение. Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и писаниями, а тебе мы не спослали напоминания для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано, и для того, чтобы они призадумались. Неужели те, которые строят злые козни, не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, или мучения постигнут их оттуда, откуда они их не ожидают? Или того, что он схватит их, пока они мечутся, и они не смогут избежать этого? Или того, что он схватит их, когда их охватит ужас? Воистину, твой господь сострадательный, милосердный. Неужели они не наблюдали за вещами, которые созданы Аллахом? Они обладают тенью, которая склоняется вправо и влево, падая ниц перед Аллахом и оставаясь смиренной. Перед Аллахом падают ниц все обитатели небес и земли, животные и ангелы, и они не проявляют высокомерия. Они боятся своего господа, который над ними, и совершают то, что им велено. Аллах сказал, не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один бог, меня одного бойтесь. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному надлежит поклоняться. Неужели вы станете бояться кого-либо, помимо Аллаха? Все блага, которые вы имеете, от Аллаха. Если вас касается беда, то вы громко зовете его на помощь. Когда же он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают приобщаться товарищей к своему Господу. Таким образом они отвергают то, что мы даровали им. Пользуйтесь благами и скоро вы узнаете. Они отдают долю из того, чем мы их наделили, ради того, что им неизвестно. Клянусь Аллахом, вы будете спрошены обо всем, что измышляете. Они приписывают Аллаху дочерей, причист он. Себе же они оставляют тех, кого хотят. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором, или же закопает ее в землю, воистину скверны их решения. Скверно описание тех, кто не верует в последнюю жизнь, а описание Аллаха самое возвышенное, ведь он могущественный, мудрый. Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее. Несомненно, им уготован огонь, и они будут покинуты. Клянусь Аллахом, мы до тебя направляли посланников к народам, но сатана приукрасил для них их деяния. Сегодня он является их покровителем и помощником, и им уготованы мучительные страдания. Мы не спасали тебе писание, дабы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей. Аллах не спасал с неба воду и оживил ею мертвую землю. Воистину в этом знамении для людей внимающих. Воистину в домашней скотине для вас назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, чистым молоком, приятным для пьющих. Из плодов пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Твой Господь внушил пчеле, воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях, а потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которые приносят людям исцеление. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые превращаются в дряхлых стариков и забывают все то, что знали. Воистину Аллах знающий, могущественный. Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован большой удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха? Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может иметь для них удел на небесах и на земле. Никого не сравнивайте с Аллахом. Воистину, Аллах знает, а вы не знаете. Аллах привел притчу о рабе, который принадлежит другому и совершенно не обладает властью, и человеке, которому мы даровали прекрасный удел, и который расходует его тайно и открыто. Равны ли они? Хвала Аллаху! Но большая часть людей не знает этого. Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых немой, ни на что не способен и обременяет своего господина. Куда бы его ни послали, он не приносит добра. Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы и следует прямым путем? Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. Наступление часа, подобно мгновению ока, или даже быстрее. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны. Неужели они не видели птиц, покорно летающих в небе? Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Воистину, в этом знамение для людей верующих. Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилища из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправляетесь в путь или делаете привал. Он даровал вам утварь и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы пользовались ими до определенного времени. Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают от жары и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вам вреда. Так Он доводит до конца свою милость к вам. Быть может, вы станете мусульманами. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только ясная передача откровения. Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них неверующие. В тот день, когда мы выставим из каждой общины свидетеля, неверующим не позволят оправдываться и от них не потребуют покаяния. Когда же беззаконники увидят мучения, то не будет им ни облегчения, ни отсрочки. Когда многобожники увидят своих сотоварищей, они скажут «Господь наш, вот сотоварищи, которым мы взывали вместо тебя», но они отбросят их слова и скажут «Воистину вы лжецы». В тот день они изъявят Аллаху покорность и покинет их то, что они измышляли. Для тех, которые не уверовали и избивали других с пути Аллаха, мы будем прибавлять мучения к мучениям за то, что они распространяли нечестие. В тот день мы выставим против каждой общины свидетеля из их числа, а тебя выставим свидетелем против этих. Мы не спослали тебе писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может вы помянете назидание. Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете. Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу, после того, как скрепила нити. Вы обращайте свои клятвы в средство обмана, когда одни из вас оказываются сильнее и многочисленнее других. Таким образом, Аллах подвергает вас испытанию. А в день воскресения Он непременно разъяснит вам то, в чем вы расходились во мнениях. Если бы Аллах пожелал, то Он сделал бы вас единой общиной, однако Он вводит в заблуждение кого пожелает и ведет прямым путем кого пожелает, и вы непременно будете спрошены о том, что вы совершали. Не обращайте свои клятвы в средство обмана, чтобы ваша стопа не поскользнулась после того, как она твердо стояла, а не то вы вкусите зло за то, что сбивали других с пути Аллаха, и вам будут уготованы великие мучения. Не продавайте данные Аллаху обеты за ничтожную цену, ибо для вас лучше то, что у Аллаха, если бы вы только знали. То, что есть у вас иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда, а тем, которые проявляли терпение, мы непременно воздадим наградой за лучшее из того, что они совершали. Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха. Воистину он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его, сатану, своим помощником и покровителем, и которые приобщают к нему сотоварищей. Когда мы заменяем один аят другим, они говорят, воистину ты лжец. Аллаху лучше знать то, что он не спосылает, но большая часть их не знает этого. Скажи, что Святой Дух принес его, Коран, от твоего Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство и благую весть для мусульман. Мы знаем, что они говорят, воистину его обучает человек. Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это ясный арабский язык. Воистину Аллах не ведет прямым путем тех, кто не уверовал в знамение Аллаха, и им уготованы мучительные страдания. Воистину ложь измышляют те, которые не веруют в знамение Аллаха, они и есть лжецы. Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни. Воистину Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть беспечные невежды. Несомненно, в последней жизни они окажутся потерпевшими убыток. Воистину твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и проявляли терпение. В тот день каждый человек придет и будет припираться за себя сам. Каждому человеку сполна воздастся за то, что он совершил, и с ними не поступят несправедливо. Аллах привел в качестве притчи селения, которая пребывала в безопасности и покое, Мекку. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облег их в одеянии голода и страха за то, что они творили. К ним явился посланник из их среды, но они не признали его, и мучения постигли их, пока они поступали несправедливо. Питайтесь дозволенным и благим из того, что Аллах дал вам в удел, и будьте благодарны за милость Аллаха, если вы поклоняетесь Ему. Он запретил вам мертвичину, кровь, мясо, свиньи, а также то, что не заколото во имя Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то ведь Аллах прощающий. Милосердный. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания. А иудеям мы запретили то, о чем мы рассказали тебе раньше. Мы не были несправедливы к ним, они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Воистину твой Господь прощает и милует тех, кто совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся и исправился религию господь. Лучше знай тех, кто сошел с его пути, и лучше знай тех, кто следует прямым путем. Если вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых. Посему терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься от того, что они ухищряются. Воистину, Аллах с теми, кто богобоязен и кто творит добро. Сура Аль-Исра. Ночной перенос. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Причист тот, кто перенес ночь своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, Он слышащий, видящий. Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраила. Не берите в покровители никого, кроме меня. О, потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом. Воистину, Он был благодарным рабом. Мы предопределили сынам Исраила в Писании, вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещанное было исполнено. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Мы сказали, если вы творите добро, то поступайте во благо себе, а если вы вершите зло, то поступайте во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Ереасалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас, но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиену местом заточения для неверующих. Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что ему готова на великая награда. А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания. Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамения ночи, а знамения дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летосчисления и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающие разъяснения. Каждому человеку мы повесили на шею его деяния, сделали их неразлучными с ними. А в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскощу жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестью, то относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. Сколько же поколений мы погубили после Нуха? Достаточно того, что Аллах знает и видит грехи своих рабов. Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем того, кого пожелаем. А потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными. Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими, но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. «Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему, и говори «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах, и если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. Раздавайте должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители братья дьявола, а ведь сатана неблагодарен своему Господу. Если ты отворачивайся от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее, не будь скуп, и не раскрывай ее во всю длину, не расточительствуй, а не то сядешь порицаемым и опечаленным. Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает своих рабов. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем. Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правоприемнику полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия, и будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу или по вознаграждению. Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой. Все это зло ненавистно твоему Господу. Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровение твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиенну, порицаемым и отверженным. Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями, а себе взял дочерей из числа ангелов? Воистину, вы говорите ужасные слова. Мы дали разъяснение в этом Коране, чтобы они помянули наставление, но это лишь увеличивает их отвращение. Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до Господа трона? Причист он и премного выше того, что они говорят. Его славят всем небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой. Но вы не понимаете их словословия. Воистину, он выдержанный, прощающий. Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. Мы набросили на их сердца покрывало, дабы они не могли понять его, Коран, и лишили их уши слуха. Когда ты поминаешь в Коране своего единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение. Мы лучше знаем, что именно они слушают, когда слушают тебя. А когда они совещаются в тайне, то беззаконники говорят, вы следуете всего лишь за околдованным человеком. Посмотри, какие притчи они приводят тебе. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу. Они скажут, неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Скажи, даже если вы станете камнями или железом, или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах. Они скажут, кто же нас возвратит? Скажи, тот, кто сотворил вас в первый раз. Но они покачают головами и скажут, когда же это произойдет? Скажи, быть может, это произойдет очень скоро. В тот день он призовет вас, и вы ответите ему похвалой и предположите, что пробыли на земле совсем недолго. Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека явный враг. Вашему Господу лучше знать вас. Если он пожелает, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас мучениям. Мы не посылали тебя их попечителям и хранителям. Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним пророкам мы отдали предпочтение над другими, а Давуду мы даровали забур. Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и страшатся мучений от него. Воистину, мучение твоего Господа надлежит остерегаться. Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением дня воскресения или не подвергнем тяжким мучениям. Так было предначертано в Писании. Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали Самудянам верблюдицу, как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. Вот мы сказали тебе, воистину твой Господь объемлет людей. Мы сделали показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность. Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис сказал, неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины? Он сказал, посмотри на того, кому ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих. Он сказал, ступай. И если кто последует за тобой, то Гиенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием. Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатство и детей, и давай им обещание. Воистину, обещание сатаны — всего лишь обольщение. Воистину, ты не властен над моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их попечителем и хранителем. Ваш Господь ведет для вас по морю корабли, дабы вы могли снискать его милость. Воистину, он милосерден к вам. Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, кому вы взывали, кроме него. Когда же он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен. Неужели вы не опасаетесь того, что он может заставить часть суши поглотить вас или не зринуть на вас ураган с камнями? Ведь тогда вы не найдете себе попечителя и хранителя. Или же вы уверены в том, что он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить нам за вас. Мы почтили сынова дама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями. В тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено несправедливости даже величиной с финиковую плеву. А кто слев в этом мире, тот будет также слев в последней жизни и окажется еще более заблудшим. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда бы ты стал их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти, и тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под страхом, но после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго. Так поступали с нашими посланниками, отправленными до тебя. Ты не найдешь изменений в наших установлениях. Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Скажи, Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние. Скажи, каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем. Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи, душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало. Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение, и никто не защитил бы тебя от нас. Не будь милости твоего Господа. Воистину, его милость к тебе велика. Скажи, если бы люди и джины объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу. Мы разъяснили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия. Они говорят, ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник, или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Скажи, причист мой Господь, я же всего лишь человек и посланник. Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали, неужели Аллах отправил посланникам человека. Скажи, если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланникам с неба ангела. Скажи, довольно того, что Аллах является свидетелем между мною и вами. Воистину, Он знает и видит Своих рабов. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенна. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. Таково возмездие им за то, что они не уверовали в наши знамения и говорили, неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Неужели они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю, может сотворить подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения, но беззаконники отвергают все, кроме неверия. Скажи, если бы вы владели сокровищницами милости моего Господа, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек скуп. Мы даровали Мусе девять ясных знамений. Спроси сыновый Сраила о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему, — О, Муса, воистину я полагаю, что ты околдован. Он сказал, — Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли, не спаслал их в качестве наглядных знамений. О, фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель. Фараону захотелось изгнать их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. После этого мы сказали сынам Исраила, — Живите на этой земле. А когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе. Мы не спослали его, Коран, с истиной, и он сошел с истиной, а тебя мы послали только добрым вестникам и предостерегающим увещевателям. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спослали его частями. Скажи, веруете в него Коран или не веруете? Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят, — Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится. Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая, и это приумножает их смирение. Скажи, призывайте Аллаха или призывайте милостивого. Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим. Скажи, хвала Аллаху, который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его величаво. Сура Аль-Кахф Пещера Во имя Аллаха, милостивого, милосердного Хвала Аллаху, который не спасал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, и сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда, в которой они пребудут вечно, и чтобы он предостерег тех, которые, говорят, Аллах взял себе сына. Ни они, ни их отцы не обладают знаниями об этом. Тяжкие слова, выходящие из их ртов. Они говорят одну только ложь. Ты можешь погубить себя от скорби по их следам, скорбя о том, что они отворачиваются от истины, если они не уверуют в это повествование. Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок. Или же ты решил, что люди пещеры Иракима были самым удивительным среди наших знамений? Вот юноши укрылись в пещере и сказали, Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом. Мы запечатали их уши в пещере на много лет. Потом мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее подсчитает, какой срок они пробыли там. Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность к прямому пути. Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали, Господь наш, Господь небес и земли. Мы не станем взывать к другим божествам помимо него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное. Этот наш народ стал поклоняться вместо него другим божествам. Почему же они не приводят в пользу этого ясного довода? Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха? Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас свою милость и сделает ваше дело легким. Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их то на правый бок, то на левый. Их собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас. Таким образом мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал, сколько вы пробовали здесь? Они сказали, мы пробовали день или часть дня. Они сказали, вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробовали. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете. Таким образом мы дали знать о них людям, для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина, и что в часе невозможно усомниться. Но вот они стали спорить о них и сказали, воздвигните над нами строение, их Господу лучше знать о них, а те, которые отстояли свое мнение, сказали, мы непременно воздвигнем над ними мечеть. Одни говорят, что их было трое, а четвертой была собака. Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенное, а другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. Скажи, моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно никому, кроме немногих. Припирайся относительно них только открыто и никого из них не спрашивай о них. И никогда не говори, я сделаю это завтра, если только этого не пожелает Аллах. Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи, быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем. Они провели в пещере триста лет и еще девять. Скажи, Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У него сокровенное небес и земли. Как прекрасно он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо него, и никто не принимает решений вместе с ним. Читай писание твоего Господа, неспосланное тебе в откровении. Нет замены его словам, и ты не найдешь помимо него прибежище. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не поминуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потакает своим желанием и чьи дела окажутся тщетными. Скажи истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу или осадку масла, которое обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель. А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершает добро. Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель. Приведим притчу о двух мужах. Одному из них мы устроили два виноградника, оградили их пальмами и поместили между ними ниву. Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между ними мы проложили реку. У него были плоды или богатства, и он сказал своему товарищу, беседуя с ним, у меня больше имущества и помощников, чем у тебя. Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал, я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное. Товарищ его, беседуя с ним, сказал, неужели ты не веруешь в того, кто сотворил тебя из земли, потом из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему войдя в свой сад, ты не сказал, так пожелал Аллах, нет мощи, кроме как от Аллаха. Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя? А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их. Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на трильяжи. Он сказал, лучше бы я никого не приобщался товарищи к моему Господу. Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе. В таких случаях оказать поддержку может только истинный Аллах. У него лучшее вознаграждение и лучший исход. Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую мы не посылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней или благодаря ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Воистину Аллах способен на всякую вещь. Богатство и сыновья украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом и на них лучше возлагать надежды. В тот день мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим. Они предстанут перед твоим Господом рядами. Вы пришли к нам такими, какими мы создали вас первый раз, но вы предполагали, что мы не назначили встречи с вами. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут «Горе нам!» «Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Вот сказали мы ангелам «Подите ниц перед Адамом!» Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джинов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая эта замена для беззаконников. Я не сделал их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. В тот день Он скажет «Призовите моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали. Они воззовут к ним, но те не ответят им. Мы воздвигнем между ними губительное место, преграду. Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. Мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен припираться». Что же помешало людям уверовать, когда к ним явилось верное руководство и попросить прощения у своего Господа, если не стремление к участи первых поколений и мучениям, которые предстанут перед ними лицом к лицу? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, однако неверующие припираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину и насмехаются над моими знамениями и тем, отчего их предостерегают. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли его Коран, а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямым путем. Твой Господь прощающий, обладающий милосердием. Если бы он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучения, но для них назначен срок, и они не найдут от него спасения. Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо и установили для их погибели срок. Вот Муса сказал своему слуге, я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы. Когда они дошли до места их слияния, они забыли свою рыбу, и она двинулась путь по морю, словно по подземному ходу. Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге, подавай наш обед, мы почувствовали в этом путешествии нашим усталость. Он сказал, помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня не вспомнить о ней, она же отправилась путь по морю чудесным образом. Он сказал, это то, чего мы желали. Они вдвоем вернулись назад по своим следам. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. Муса сказал ему, Хидру, могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути, тому, чему ты обучен? Он сказал, у тебя не хватит терпения находиться рядом со мной. Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь знанием? Он сказал, если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления. Он сказал, если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом. Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал, ты сделал пробоины, чтобы потопить людей на нем, ты поступок. Он сказал, разве я не говорил, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной. Он сказал, не наказывай меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня тяжелое бремя. Они продолжили путь, пока не встретили мальчика, и он убил его. Он сказал, неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок. Он сказал, разве я не говорил тебе, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной? Он сказал, если я спрошу тебя о чем-либо после этого, то не продолжай путь вместе со мной, ты уже получил мои извинения. Они продолжили путь, пока не пришли к жителям одного селения. Они попросили его жителей накормить их, но те отказались принять их гостями. Они увидели там стену, которая хотела обрушиться, и он выпрямил ее. Он сказал, если бы ты захотел, то получил бы за это вознаграждение. Он сказал, здесь я с тобой и расстанусь, но я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли. Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким. Что же касается стены, то она принадлежит двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находится их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой вклад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением. Они спрашивают тебя о Зулькарнейне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем. Воистину, мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями. Он отправился в путь. Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что она закатывается в мутный или горячий источник. Около него он нашел народ. Мы сказали, о, Зулькарнейн, либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро. Он сказал, того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления. Потом он отправился в путь дальше. Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия. Вот так. Мы объяли знанием все, что происходило с ним. Потом он отправился в путь дальше. Когда он достиг двух горных преград, он обнаружил перед ними людей, которые почти не понимали речи. Они сказали «О, Зулькарнейн! Яджудж и Маджудж, Гог и Магог, распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду». Он сказал «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду. Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал «Раздувайте». Когда они стали красными, словно огонь, он сказал «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него». Они, племена Иаджудж и Маджудж, не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру. Он сказал «Это милость от моего Господа». Когда же исполнится обещание моего Господа, он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа является истиной. В тот день мы позволим им, племенам Иаджудж и Маджудж, хлынуть друг на друга и затрубят в рог, и мы соберем их творение всех вместе. В тот день мы ясно покажем гиену неверующим, на глазах которых было покрывало, отделяющее от поминания меня, и которые не могли слышать. Неужели неверующие полагали, что они сделают моих рабов своими покровителями и помощниками вместо меня? Воистину, мы приготовили гиену обителью для неверующих. Скажи, не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток, о тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя не думали, что поступают хорошо. Это те, которые не уверовали в знамения своего Господа и во встречу с ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не определим для них никакого веса. Гиена будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над моими знамениями и моими посланниками. воистину обителю тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фердауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен. Скажи, если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы слова моего Господа, даже если бы мы принесли в помощь ему такое же море. Скажи, воистину, я такой же человек, как и вы, мне внушено откровение о том, что ваш Бог — Бог единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом. Сура Марьям Мария Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Каф Ха Я Айн Сад Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарии. Вот он воззвал к своему Господу в тайне и сказал «Господи, воистину кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове, а ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Якуба, и сделай его, Господи, угодником. О, Закария, воистину мы радуем Тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким именем или никого подобного ему». Он сказал «Господи, как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста?» Он сказал «Все так и будет». «Господь твой сказал «Это для меня легко, ведь прежде я сотворил Тебя самого, хотя Тебя вообще не было». Он сказал «Господи, назначь для меня знамение». Он сказал «Знамением для Тебя станет то, что Ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, будучи в полном здравии». Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять «Воздавайте хвалу по утрам и перед закатом». «О Яхья! Крепко держи Писание! Мы одарили его мудростью, пока он был еще ребенком, а также состраданием от нас и чистотой. Он был богобоязнен, почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником. Мир ему в тот день, когда он родился, в тот день, когда он скончался и в тот день, когда он будет воскрешен к жизни». Помяни в Писании Марьям. Вот она ушла от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. «Мы же послали к ней нашего духа Джибриля, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала, я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязен». Он сказал, «Воистину я послан твоим господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Она сказала, «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал, «Вот так». «Господь твой сказал, это для меня легко. И милостью от нас это дело уже решено». Она понесла его, забеременела и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала, «Лучше бы я умерла до этого» и была, но всегда забытой. Тогда он воззвал к ней из-под нее, «Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся. Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи, «Я дала милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми». Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали, «О, Марьям, ты совершила тяжкий проступок». «О, сестра Харуна, твой отец не был скверным человеком, и мать твоя она показала на него, и они сказали, «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» Он сказал, «Воистину, я раб Аллаха». Он даровал мне писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни. Таков Иса, сын Марьям. Таково истинное слово, относительно которого они припираются. Не подобает Аллаху иметь сына, причисто он. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать, будь, как это сбывается. Иса сказал, воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же ему, это и есть прямой путь. Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, которые встретят великий день. Как же ясно они будут слышать и видеть в тот день, когда они явятся к нам. Но сегодня беззаконники пребывают в очевидном заблуждении. Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято, но они проявляют беспечность и не веруют. Воистину, мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к нам. Помянив Писание Ибрахима, Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот Он сказал своему отцу, «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления? Ибрахима». «Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой, не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался милостивого. Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником сатаны». Он сказал, «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями, оставь же меня надолго». Он сказал, «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину он снисходителен ко мне. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу, быть я не буду несчастен». Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали ему Исхака и Якуба, каждого из них мы сделали пророком. Мы одарили их из нашей милости и оставили о них правдивую молву. Помянив Писание Мусу, воистину он был избранником или искренним и был посланником и пророком. Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом. По своей милости мы сделали для него его брата Харуна пророком. Помянив Писание Исмаила, воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им. Помянив Писание Идриса. Воистину он был правдивейшим человеком и пророком. Мы вознесли его на высокое место. Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого мы спасли вместе с Нухом, и потомками Ибрахима и Исраила, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали. После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желанием. Все они понесут убыток, или будут испытывать тяготы, или понесут наказание за невежество, или встретят зло. Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в рай и с ними нисколько не поступят несправедливо. Это будут сады Эдема, обещанные милостивым, его рабам, которые не видели их воочию. Воистину, обещание его исполнится. Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром. Для них там приготовлен их удел утром и после полудня. Таков рай, который мы отдадим наследство тем из наших рабов, которые были богобоязнены. Ангелы сказали, мы нисходим только по велению твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между ними. Господь твой незабывчив. Господь небес земли и того, что между ними. Поклоняйся ему и будь стойк в поклонении ему. Знаешь ли ты другого с таким именем или подобного ему? Человек говорит, неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым? Разве человек не помнит, что еще раньше мы создали его, хотя его вообще не было? клянусь с твоим господом, мы непременно соберем их и дьяволов, а затем поставим их вокруг гиены на колени. Потом мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался милостивого. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там, или кто более других заслуживает войти туда. Каждый из вас войдет туда, таково окончательное решение твоего Господа. Потом мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях. Когда им читают наши ясные аяты, неверующие говорят верующим, какая из двух групп занимает более высокое положение или более достойное место? Сколько же поколений до них мы погубили? Они превосходили их богатством или утварью и внешностью. Скажи, да продлит милостивая жизнь заблудших до тех пор, пока они не узреют обещанные мучения или час. Тогда они узнают, чего место хуже и чего воистину слабее. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. А нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по вознаграждению и по исходу. Видел ли ты того, кто не уверовал в наши знамения и сказал, «Я непременно буду одарен богатством и детьми?» Разве он знал сокровенное или заключил завет с милостивым? Нет. Мы запишем его слова и увеличим его мучения. Мы унаследуем от него то, о чем он говорил, и он явится к нам в одиночестве. Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те одарили их могуществом. Но нет. Они отрекутся от поклонения им и станут их противниками. Разве ты не видишь, что мы послали к неверующим дьяволов, чтобы те подстрекали их? Посему не торопись с ними. Мы ведем для них счет. В тот день мы соберем благочестивых перед милостивым почтенной делегацией, а грешников погоним в гиену словно на водопой. Никто не обретет право заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом. Они говорят, милостивый взял себе сына. Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сына. Не подобает милостивому иметь сына. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Мы облегчили его Коран на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и предостерег им злостных спорщиков. Сколько поколений до них мы подвергли гибели? Разве ты ощущаешь присутствие кого-нибудь из них или слышишь их шепот? Сура Та-Ха Та-Ха Во имя Аллаха милостивого милосердного Та-Ха Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а только в качестве назидания для тех, кто страшится. Это не спаслание от того, кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый вознесся на трон или утвердился на троне. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и сокрытое. Аллах, тот, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена. Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот он увидел огонь и сказал своей семье, оставайтесь здесь, я увидел огонь, быть может, я принесу вам головню или же найду возле огня дорогу. Когда он подошел к нему, раздался глаз, о, Муса, воистину я твой Господь, сними же свою обувь, ты находишься в священной долине Тува. Я избрал тебя и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении. Воистину я Аллах. Нет божества кроме меня. Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне. Я едва ли не скрываю час от самого себя, но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился. Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него и потакает своим желанием, а не тот и погибнешь. Что у тебя в правой руке, о, муса? Он сказал, это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец или отгоняю им моих овец. Я нахожу ему и другое применение. Он сказал, о, муса, брось его. Он бросил посох и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. Он сказал, возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние. Прижми свою руку к боку и она выйдет белой, без следов болезни. Вот тебе еще одно знамение. Мы покажем тебе некоторые из наших величайших знамений. Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного. Он сказал, господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна. Умножь благодаря ему силу мою, и позволь ему разделить со мной мою миссию, чтобы мы славили тебя многократно и поминали тебя многократно. Воистину ты видишь Он сказал, о, Муса, ты уже получил то, что попросил. Мы и прежде оказывали тебе милость, когда внушили твоей матери откровение. Положи его в сундук и пусти его по реке, и река выбросит его на берег, его подберет мой враг и его враг. Я дарил тебя своей любовью, и тебя взрастили у меня на глазах. Твоя сестра пришла и сказала, не указать ли вам на того, кто будет заботиться о нем. Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее взор и чтобы она не горевала. Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелому испытанию. О, Муса, ты пробыл многие годы среди жителей Мадьяна, а теперь вернулся в срок. Я избрал тебя для себя. Ступай же вместе с твоим братом с моими знамениями, и не уставайте поминать меня. Ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится. Они сказали, Господь наш, мы боимся, что он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного. Он сказал, не бойтесь, ибо я с вами, я слышу и вижу. Ступайте к нему вдвоем и скажите, мы посланники твоего Господа, отпусти с нами сынов Исраила и не причиняй мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа, мир тому, кто последовал верному руководству. Мы получили откровение о том, что мучением подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся. Он сказал, кто же ваш Господь, о, Муса? Он ответил, Господь наш тот, кто предал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь. Он сказал, а что будет с первыми поколениями? Он ответил, знание об этом у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не предает забвению. Он сделал землю для вас колыбелью, положил для вас на ней дороги и низвел с неба воду. Благодаря ей мы взрастили различные растения. Вкушайте сами и пасите свой скот. Воистину в этом знамение для обладающих разумом. Мы сотворили вас из нее, земли, в нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз. Мы явили ему, фараону, всевозможные наши знамения, но он счел их ложью и отказался. Он сказал, о, Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы, и никто из нас не должен нарушить его. Он сказал, сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром. Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. Муса сказал им, горе вам, не возводите наветно Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучению. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь. Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор втайне. Они сказали, эти двое мужчин колдуны, они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем. Объедините ваши козни и выстроитесь в ряд. Сегодня преуспеет тот, кто одержит верх. Они сказали, о, Муса, ты бросишь первым, или же нам бросать первым? Он сказал, нет, бросайте вы. И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Тогда он почувствовал в душе страх. Мы сказали, не бойся, ты одержишь верх. Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину, содеянное ими это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел. Колдуны пали ниц и сказали, мы уверовали в господа Харуна и Мусы. Он, фараон, сказал, неужели вы поверили ему без моего соизволения? Воистину, он старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, что наказание суровее и долговечнее. Они сказали, мы не отдадим тебе предпочтения перед ясными знамениями, которые явились нам и перед нашим творцом. Выноси же свой приговор, воистину ты выносишь приговор только в мирской жизни. Воистину мы уверовали в нашего Господа, для того, чтобы он простил нам наши грехи и колдовство, которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее. Тому, кто явится к своему Господу, будучи грешником, уготована гиенна, в которой он не умрет и не будет жить. А тем, кто явится к нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени, сады Эдема, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился. мы внушили Мусе откровение. Ночью отправляйся в путь с моими рабами и проложи для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся. Фараон со своим войском бросился преследовать их, но море накрыло их полностью. Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем. О сыны Исраила, мы спасли вас от вашего врага и дали вам обещание на правом склоне горы. Мы также не спаслали вам манну и перепелов. Вкушайте благо, которыми мы наделили вас, но не приступайте посредством их границы дозволенного, а не то на вас падет мой гнев, а всякий, на кого падет мой гнев, погибнет. Воистину я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем. Аллах сказал, о, Муса, зачем ты поспешил оставить свой народ? Он сказал, они находятся неподалеку и следуют по моим стопам, я же поторопился к тебе, Господи, чтобы ты остался доволен. Он, Аллах, сказал, мы подвергли твой народ искушению после того, как ты оставил их, и самаритянин ввел их в заблуждение. Муса вернулся к своему народу разгневанным и опечаленным и сказал, о, мой народ, разве ваш Господь не дал вам прекрасного обещания? Неужели этот срок оказался долгим для вас? Или же вам захотелось, чтобы на вас пал гнев вашего Господа, и потому вы нарушили данное мне обещание? Они сказали, мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле. Мы были нагружены тяжелыми украшениями того народа и бросили их в огонь, и самаритянин тоже бросил. Он изготовил для них извояние тельца, который мычал, и сказал, вот ваш Бог и Бог Мусы, но он забыл его. Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова, и не был способен навредить им или принести им пользу? Харун сказал им до этого, о, мой народ, вас искушают этим, ваш Господь милостивый, следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям. Они сказали, мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернется к нам. Он сказал, о, Харун, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе последовать за мной? Неужели ты ослушался меня? Он сказал, о, сын моей матери, не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь, ты разобщил сынов Исраила и не выполнил моих наставлений. Он, Муса, спросил, а что ты скажешь, о, самаритянин? Он сказал, я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню со следов посланца, коня дебриля, и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на это. Он сказал, ступай, в этой жизни тебе придется говорить, я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня. А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего Бога, которому ты предавался. Мы сожгем его и развеем его по морю. Вашим Богом является Аллах, кроме которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь. Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже даровали тебе напоминание. Кто отвернется от него Корана, тот понесет день воскресения тяжелую ношу. Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в день воскресения. В тот день подуют в рог и в тот день мы соберем грешников синими. Они будут переговариваться шепотом «Вы пробыли там в мирской жизни всего десять дней?» Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет «Вы пробыли там в мирской жизни всего один день». Они спрашивают тебя о горах, скажи «Мой Господь развеет их и оставит только гладкую равнину, на которой ты не увидишь ни углубления, ни возвышения». В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки. В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивы позволит и чьими речами он будет доволен. Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять его своим знанием. Лица смирятся перед живым и поддерживающим жизнь, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости. А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления. Таким образом, мы не спослали его в виде Корана на арабском языке и подробно разъяснили в нем свои угрозы, чтобы они устрашились или чтобы это стало для них назиданием. Превыше всего Аллах, истинный царь. Не торопись читать Коран, пока неспослание откровения тебе не будет завершено, и говори, Господи, приумножь мои знания. Прежде мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и мы не нашли у него твердой воли. Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом, а не пали ниц, и только Иблис отказался. Мы сказали, о, Адам, это враг тебе и твоей жене, пусть же он не выведет вас из рая, а не то ты станешь несчастным. В нем ты не будешь голодным и нагим, в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя. Но сатана стал нашептывать ему и сказал, о, Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти? Они оба поели с него, и тогда им стали видны их срамные места. Они стали прилеплять на себя райские листья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. Он сказал, не извергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. Он скажет, Господи, почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим? Он скажет, вот так. Наши знамения явились к Тебе, но Ты предал их забвению. Таким же образом сегодня Ты сам будешь предан забвению. Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа, а мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и длительными. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом знамение для обладающих разумом. Если бы не было прежде слова от твоего Господа, и если бы не назначенный срок, то оно, наказание, уже обязательно наступило бы. Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом, славь его в течение ночи, а также в начале и конце дня. Быть может, ты останешься доволен. Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них, неверующих, чтобы подвергнуть их этим искушению. Это блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебя уделом, а добрый исход за богобоязненностью. Они говорят, почему он не принес нам знамения от своего Господа? Но разве не явилось к ним ясное знамение о том, что было в первых скрижалях? Если бы мы погубили их от наказания до этого, пришествия Мухаммада и неспослания Корана, то они сказали бы, Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями до того, как оказались унижены и опозорены? Скажи, все ждут, и вы подождите. Вы узнаете, кто идет прямой дорогой и следует прямым путем. Сура Аль Анбия Пророки Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются. Когда бы не приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. Сердца же их оставались беспечными. Беззаконники говорили между собой тайком, разве это не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию? Он, Мухаммад, сказал, мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он слышащий, знающий. Они сказали, это бессвязные сны. Нет, он сочинил это. Нет, он поэт. Пусть он покажет нам знамения, подобные тем, с которыми были отправлены первые посланники. Ни одно из селений, которые мы погубили до них, не уверовало. Неужели они уверуют? Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровения. Спросите людей напоминания, если вы не знаете этого. Мы не сотворили их, посланников, телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. Потом мы выполнили данное им обещание, спасли их и тех, кого пожелали, и погубили приступающих к границе дозволенного. Мы уже не спасли вам писание, в котором содержится напоминание о вас. Неужели вы не разумеете? Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. Когда они чувствовали наше наказание, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь и в свои жилища. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. Они говорили, о горе нам, воистину мы были несправедливы. Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в затухшее жневье. Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. Если бы мы пожелали устроить себе развлечение, то устроили бы его из того, что есть у нас. Однако мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. Они славят его днем и ночью без устали. Или же они стали поклоняться божествам из земли, которые способны воскрешать? Если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они небеса и земля разрушились бы. Аллах, Господь трона, причист и далек от того, что они приписывают ему. Его не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены. Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо него? Скажи, приведите ваши доказательства. Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание для тех, кто жил до меня. Однако большинство их не ведает об истине и отворачивается. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено, нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне. Они говорят, милостивый взял себе сына, причист он, они же почитаемые рабы. Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. А тому из них, кто скажет, я являюсь Богом наряду с ним, воздаянием будет гиенна. Так мы воздаем беззаконникам. Неужели неверующий не верят, что небеса и земля были единым целым и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. Мы проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений. Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам. Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. Когда неверующие видят тебя, они лишь насмехаются над тобой и говорят, не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах? Но сами они не веруют в поминание милостивого. Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам свои знамения, и посему не торопите меня. Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвратить огонь от своих лиц и своих спин, когда им никто не поможет. Он ад или день воскресения настигнет их внезапно и ошеломит их. Они не смогут избавиться от него, и им не будет предоставлена отсрочка. До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило или поразило то, над чем они насмехались. Скажи, кто способен защитить вас от милостивого днем или ночью? Но они отворачиваются от поминания своего Господа. Или же у них есть боги, которые могут защитить их от нас? Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от нас. Мы позволили им и их отцам пользоваться благами, так, что их жизнь затянулась. Неужели они не видят, что мы уменьшаем землю по краям, отдаем ее во владение верующим? Неужели это они одержат верх? Скажи, я предостерегаю вас посредством откровения. Но глухие не слышат зова, даже когда их предостерегают. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут, о горе нам, воистину мы были несправедливы. В день воскресения мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичной зернышко, мы принесем его, довольно того, что мы ведем счет. мы дар дар мусе и хоруну развлечение, способность различать истину от лжи, сияние и напоминание для богобоязненных, которые боятся своего Господа, не видя его воочию и трепещут перед часом. Это благословенное напоминание, которое мы не спасли, неужели вы станете отвергать его? Еще раньше мы даровали Ибрахиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу, что это за извояние, которым вы предаетесь? Они сказали, мы видели, что наши отцы поклонялись им. Он сказал, воистину вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении. Они сказали, ты пришел к нам с истиной, или же он сказал, о нет, ваш господь, господь небес и земли, который создал их. Я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом. Ибрахим подумал, клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь. Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. Они сказали, кто поступил так с нашими богами, воистину он является одним из беззаконников. Они сказали, мы слышали, как юноша по имени Ибрахим выступал против них. Они сказали, приведите же его перед людские очи, чтобы они могли принести свидетельство. Они сказали, о Ибрахим, ты ли поступил таким образом с нашими богами? Он сказал, нет, это содеял их старший, вот этот, спросите их самих, если они способны разговаривать. Обратившись друг к другу, они сказали, воистину, вы сами являетесь беззаконниками. Затем они принялись за свое и сказали, ты же знаешь, что они не способны разговаривать. Он сказал, неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способны помочь или навредить вам? Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха. Неужели же вы не образумитесь? Они сказали, сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать. Мы сказали, о, огонь, стань для Ибрахима прохладой и спасением. Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке. Мы спасли его и Лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров. Мы даровали ему Исхака, а вдовавок Якуба, и сделали их всех праведниками. Мы сделали их вождями, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись нам. Помяни также Лута, которому мы даровали власть, мудрость или пророчество и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину они были злодеями и нечистивцами. Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников. Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые отвергали наши знамения. Они были злодеями, и мы потопили их всех. Помяни также Давуда и Сулеймана, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть, мудрость или пророчество и знание. Мы починили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Давудом. Мы это сделали. Мы научили его, Давуда, изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вам вреда. Но разве вы благодарны? Мы починили Сулейману сильный ветер, который дул по его повелению на землю, которую мы благословили. Мы знаем обо всякой вещи. Среди дьяволов были такие, которые ныряли для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их. Помяните также Аюба, который воззвал к своему Господу. Воистину меня коснулось зло, а ведь ты милосерднейший из милосердных. Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его семью и вдобавок еще столько же в качестве милости от нас и в назидание тем, кто поклоняется. Помяни также Исмаила, Идриса, Зулькифла, все они были из числа терпеливых. Мы ввели их в нашу милость, поскольку они были одними из праведников. Помяни также человека в рыбе, Иону, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака, нет божества, кроме тебя, причист ты, воистину я был одним из беззаконников. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Помяни также Закарию, который возвал к своему Господу, Господи, не оставляй меня одиноким, и ты наилучший из наследников. Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной на это. Воистину они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны пред нами. Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие, Марьям. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа Джибриля и сделали ее и ее сына Ису знамением для миров. Воистину это ваша религия религия единая. Я же ваш Господь, поклоняйтесь же мне. Они впали в противоречие, но все они вернутся к нам. Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Воистину мы записываем их для него. Запрет лежит населениях, которые мы погубили, и они не вернутся, пока Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут «О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками. Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда, но все они останутся там навечно. Там они будут стянать при выдохе, но ничего не услышат. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что вожелали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами «Вот ваш день, который был вам обещан». В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Воистину мы сделаем это. Мы уже записали в писаниях, после того, как это было записано в напоминаниях, хранимой скрижали, что землю унаследуют мои праведные рабы. Воистину в этом послании для тех, кто поклоняется. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Скажи, мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единственный, не станете ли вы мусульманами? Если они отвернутся, то скажи, я предупреждаю всех вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано. Воистину, он ведает о словах, которые произносят слух и ведают о том, что вы утаиваете. Я не знаю, может быть, это искушение для вас или же возможность пользоваться благами до определенного времени. Он сказал, Господи, рассуди по справедливости. У нашего милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете. Сура Аль-Хадж Паломничество Во имя Аллаха милостивого милосердного. О, люди, бойтесь вашего Господа. Воистину, сотрясение часа является ужасным событием. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки. Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтет его своим покровителем и помощником, он ведет заблуждение и приведет к мучениям в пламени. О, люди, если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь мы сотворили вас из земли, потом из капли, потом из густка крови, потом из разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося. Так мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем до назначенного срока. Потом мы вводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю, но стоит нам не спасать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. Это происходит, потому что Аллах является истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь, потому что час, в котором нет сомнения, непременно наступит, и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах. Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом мире, а в день воскресения мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего огня. Ему будет сказано, это за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами. Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достанется добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Вместо Аллаха он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это и есть глубокое заблуждение. Он взывает к тому, кто может быстрее навредить, чем принести пользу. Плох такой господин, плох такой товарищ. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки. Воистину Аллах поступает так, как пожелает. Кто полагает, что Аллах не окажет ему, Мухаммаду, помощи в этом мире и в последней жизни, пусть подвяжет веревку к небу или потолку, а затем перережет ее и посмотрит, устранит ли его хитрость то, что вызывает его ярость. Таким образом, мы не спасли его Коран в виде ясных аятов, и Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает. В день воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину Аллах является свидетелем всякой вещи. Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди, а многие из них заслуживают мучений? Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину Аллах поступает так, как пожелает. Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно, вкусите мучения от обжигающего огня. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка. Их научили благим словам и наставили на путь достохвального. Воистину, тем, которые не веруют, сбивают других с пути Аллаха, не пускают их в заповедную мечеть, которую мы воздвигли для всех людей, независимо от того, проживают они в ней или кочуют, а также тем, кто склоняется в ней к несправедливости, мы дадим вкусить мучительные страдания. Вот мы указали Ибрахиму на место дома, Каабы. Ничего не приобщай ко мне в сотоварищи и очищай мой дом, Каабу, для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц. Возвести людям Ахаджи, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка. Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего дома, Каабы. Вот так. Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей. Оставайтесь единобожниками и не приобщайте к нему сотоварищей. А кто приобщается товарищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место. Вот так. И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Они, жертвенные животные, приносят вам пользу до определенного времени, а место их заклания у древнего дома, Каабы. Для каждой общины мы установили места жертвоприношений или религиозной обряды, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой он наделил их. Ваш Бог, Бог единственный. Будьте же покорны ему, а ты сообщи благую весть смиренным, сердца которых при упоминании имени Аллаха переполняются страхом, которые терпеливы к тому, что их постигает, совершает намаз и расходует из того, чем мы их наделили. Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так мы починили их, верблюдов, вам. Быть может, вы будете благодарны. Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До него доходит лишь ваша богобоязненность. Так он починил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро. Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили «Наш Господь Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему. Воистину Аллах всесильный, могущественный. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха. Если они сочтут тебя лжецом, то ведь еще раньше пророков считали лжецами народ Нуха, Адиты, Самудяне, народ Ибрахима, народ Клута и жителей Мадьяна. Мусу тоже сочли лжецом. Я предоставил отсрочку неверующим, а затем схватил их. Каким же было мое обличение? Сколько селений, которые были несправедливы, мы погубили, и теперь они разрушены до основания. Сколько заброшенных колодцев и воздвигнутых дворцов. Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает своего обещания, и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете. Скольким селениям, которые были несправедливы, я предоставил отсрочку. Впоследствии я схватил их, и ко мне предстоит прибытие. Скажи, о люди, воистину я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и щедрый удел. Те же, которые старались ослабить наши знамения, станут обитателями огня. Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы сатана не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровения. Аллах уничтожает то, что подбрасывает сатана. Потом Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах знающий, мудрый. Он делает то, что подбрасывает сатана, искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Воистину, беззаконники находятся в полном разладе с истиной. Пусть знают те, кому даровано знание, что это истина твоего Господа, чтобы они могли уверовать в Него, а их сердца могли смиренно покориться Ему. Воистину, Аллах наставляет верующих на прямой путь. Они, верующие, не перестанут сомневаться в Нем, пока не нагрянет внезапно час или пока не постигнут их мучения в бесплодный день. Власть в тот день будет принадлежать Аллаху, и Он рассудит между ними. И тогда те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в садах блаженства. Тем же, которые не уверовали и считали ложью наши знамения, уготованы унизительные мучения. Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Воистину, Аллах наилучший из дарующих удел. Он непременно ведет их во вход, которым они останутся довольны. Воистину, Аллах знающий, выдержанный. Вот так. Если кто-либо наказывает так, как он сам был наказан, после чего с ним поступают несправедливо, то Аллах непременно поможет ему. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. Это потому, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, а также потому, что Аллах слышащий, видящий. Это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах возвышенный, большой. Неужели ты не видишь, как Аллах неспосылает с неба воду, после чего земля зеленеет? Воистину, Аллах проницательный или добрый, ведающий. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Воистину, Аллах богатый, достохвальный. Разве ты не видишь, что Аллах починил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям, по его воле? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без его соизволения. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. Он тот, кто дарует вам жизнь, затем умертляет вас, а затем вновь оживляет. Воистину, человек неблагодарен. Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу, воистину, ты на прямом пути. Если же они станут припираться с тобой, то скажи, Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете. Аллах рассудит между вами в день воскресения в том, в чем вы припирались между собой. Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко. Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чем Он мне не спасал никакого довода и о чем у них нет никакого знания. Не будет у беззаконников помощников. Когда им читают наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на тех, кто читает им наши аяты. Скажи, не поведать ли вам о том, что хуже этого? Это огонь, который Аллах обещал тем, которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия. О, люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается и тот, от кого он добивается. Они не ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах всесильный, могущественный. Аллах избирает среди ангелов и людей посланников, воистину Аллах слышащий, видящий. Он знает их прошлое и будущее, и к Аллаху возвращаются дела. О, те, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, быть может, вы преуспеете. Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. Он Аллах нарек вас мусульманами до этого и здесь в Коране, чтобы посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха, он ваш покровитель. Как же прекрасен этот покровитель, как же прекрасен этот помощник. Сура Аль-Муминун Верующие Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Воистину преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания. Тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют фердаус, в котором они пребудут вечно. Воистину, мы сотворили человека из эссенции глины, потом мы поместили его каплей в надежном месте, потом мы создали из капли сгусток крови, потом создали изгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом, потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах наилучший из творцов. После этого вы непременно умрете, а потом в день воскресения вы непременно будете воскрешены. Воистину, мы создали над вами семь небес одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях. Мы низвели с неба в воду, в меру и разместили ее на земле. Воистину, мы способны увести ее. Посредством нее мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники, где растет для вас много плодов, которые вы едите. Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синай и дает масло и приправу для вкушающих. Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими. На них и на кораблях вы передвигаетесь. Воистину, мы направили Нуха к его народу, и он сказал, о, мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме него. Неужели вы не устрашитесь? Но знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, он такой же человек, как и вы, он лишь хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал, то он не спасал бы ангелов. Мы не слышали о подобном среди наших отцов. Он никто иной, как бесноватый муж, так что обождите с ним до поры до времени. Он сказал, Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом. Мы внушили ему откровение. Саруди ковчег у нас на глазах, согласно нашему откровению. А когда явится наше веление, и вода забьет фонтаном из печи, то погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, кроме тех, о чьей гибели уже было неспослано мое веление. И не проси меня за тех, которые поступали несправедливо, они будут потоплены. А когда ты и те, кто с тобой, сядете в ковчег, скажи, хвала Аллаху, который спас нас от несправедливых людей. Скажи также, Господи, приведи меня к благословенному месту, ведь ты наилучший из расселяющих. Воистину в этом есть знамение, воистину мы подвергаем испытанию. Вслед за ними мы сотворили другое поколение. Мы направили к ним посланника из них самих поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества кроме него. Неужели вы не устрашитесь? Знатные люди из его народа, которые не уверовали и отрицали встречу в последней жизни, которых мы одарили щедрыми благами в мирской жизни, сказали, это всего лишь человек подобный вам, он ест то, что вы едите и пьет то, что вы пьете. Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то непременно окажетесь в убытке. Неужели он обещает вам, что вы будете воскрешены после того, как умрете, и превратитесь в прах и кости? Невероятно! Невероятно то, что обещано вам! Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены. Он всего лишь человек, который возвел навет на Аллаха, и мы не веруем в него. Он сказал, Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом. Он, Аллах, сказал, очень скоро они будут раскаиваться. Вопль поразил их по справедливости, и мы обратили их в подобие сора, растворенного в потоке. Да сгинут люди несправедливые. Вслед за ними мы сотворили другие поколения. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. Потом мы отправляли одного за другим наших посланников. Каждый раз, когда к какому либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний. Да сгинут люди неверующие. Потом мы отправили Мусу и его брата Харуна с нашими знамениями и ясным доказательством к фараону и его знати, но они возгорделись, ведь они были людьми надменными. Они сказали, неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда каких народ служит нам? Они сочли их обоих лжецами и обрекли себя на погибель. Воистину, мы даровали Мусе писания, чтобы они могли последовать прямым путем. Мы сделали сына Марьям и его мать знамением и поселили их в укромном месте на холме, где протекал ручей. О, посланники, вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, мне известно о том, что вы совершаете. Воистину, ваша религия, религия единая, а я ваш господь, бойтесь же меня. Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет. Остав же их в их невежестве или слепоте и растерянности до определенного времени. Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О, нет. Однако они не ощущают этого. Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. У нас есть Писания, которые глаголят истину и с ними не поступят несправедливо. Однако их сердца слепы к этому Корану, а наряду с этим они совершают менее тяжкие злодеяния. А когда мы подвергнем наказанию изнеженных роскошью среди них, они завопят громким голосом. Не вопите сегодня, воистину мы не окажем вам помощи. Вам читали мои аяты, но выпятились от них, возгордившись ею, Каабой и произнося скверные речи по ночам. Неужели они не задумываются над словом, или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам? Или же они не узнали своего посланника и принялись отвергать его? Или же они говорят, что он бесноват? Напротив, он явился к ним с истиной, но большинство их не любит истину. А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Мы даровали им их напоминание, Коран, однако они отвернулись от своего напоминания. Разве ты просишь у них вознаграждения? Воздаяние твоего Господа лучше, и он наилучший из дарующих удел. Воистину ты призываешь их на прямой путь. А те, которые не веруют в последнюю жизнь, непременно сбиваются с пути. Если бы мы смилостивились над ними и избавили их от беды, они все равно продолжали бы слепо скитаться, настаивая на своем беззаконии. Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед ним. Когда же мы распахнем перед ними врата тяжких мучений, они придут там в отчаяние. Он тот, кто сотворил для вас слух, зрение и сердца, но как мала ваша благодарность. Он тот, кто расселил вас по земле, и к нему вы будете собраны. Он тот, кто дарует жизнь и умершляет. Он чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете? О, нет, они говорят то же, что говорили первые поколения. Они говорят, неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и превратимся в прах и кости? Это обещают нам. А еще раньше это обещали нашим отцам. Это всего лишь сказки древних народов. Скажи, кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете? Они скажут Аллаху. Скажи, неужели вы не помянете назидание? Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона? Они скажут Аллах. Скажи, неужели вы не устрашитесь? Скажи, в чьей руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от кого нет защиты, если только вы знаете? Они скажут Аллах. Скажи, до чего же вы обмануты? Мы явились к ним с истиной, однако они являются лжецами. Аллах не взял себе сына, и нет наряду с ним другого Бога. В противном случае каждый Бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают ему. Ведающий сокровенное и явное, он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи. Скажи, Господи, если ты покажешь мне то, что им обещано, то не делай меня, Господи, в числе несправедливых людей. Воистину, мы способны показать тебе то, что им обещано. Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. Скажи, Господи, я прибегаю к тебе от наваждений дьяволов. Я прибегаю к тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне. Когда же смерть подступает кому-нибудь из них, он говорит, Господи, верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил, но нет. Это всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. А в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга. Те, чья чаша весова кажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша весова кажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в гиенне. Огонь будет сжигать их лица, и там они будут горчиться. Разве вам не читали мои аяты, а вы считали их ложью? Они скажут, Господи, наше злочастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи, выведи нас отсюда, и если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками. Он скажет, оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной. Воистину, некоторые из моих рабов говорили, Господи, мы уверовали, прости же нас и помилуй, ибо ты наилучший из милосердных. Вы же надсмехались над ними, пока не забыли мое напоминание, и вы смеялись над ними. Сегодня я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими. Он скажет, сколько лет вы пробыли на земле? Они скажут, мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет. Он скажет, вы пробыли немного, если бы вы только знали. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам? Превыше всего Аллах истинный властелин. Нет божества, кроме него, Господа благородного трона. У того, кто молится наряду в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину неверующие не преуспеют. Скажи, Господи, прости и помилуй, ведь ты наилучший из милосердных. Сура Ан-Нур Свет Во имя Аллаха милостивого милосердного. Вот Сура, которую мы не спасали и сделали законом. Мы не спаслали в ней ясные знамения, чтобы вы могли помянуть назидание. Прелюбодейку и прелюбодея каждого из них высеките сто раз. Пусть не владевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в последний день. А свидетелем их наказаний пусть будет группа верующих. Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено. Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами, кроме тех из них, которые после этого раскаялись и стали поступать праведно. Воистину Аллах прощающий, милосердный. А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть четыре свидетельства Аллаха о том, что он говорит правду, и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжет. Наказание будет отвращено от нее, если она принесет четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжет, и пятое о том, что гнев Аллаха падет на нее, если он говорит правду. Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, и если бы Аллах не был принимающим поколение, вам на деле эксперим ос